Услышав эти слова, все пришли к пониманию. Оказалось, что техника, которую использовал Чуфен, была действительно техникой из изумительной техники прорыва через десятитысячную армию. Эта шахматная стратегия была чем-то, что все присутствующие раньше читали. Просто из-за того, насколько она была трудной, никто не мог этого понять. Только после того, как они услышали слова Нань Гуныфаня, они поняли, что предельная техника изумительной техники прорыва через десятитысячную армию на самом деле контролировала сокровища шахматной силы. Если подумать, то это действительно была изумительная техника. Тем не менее, в то же самое время, все присутствующие чувствовали восхищение по отношению к Нань Гуныфаню. Услышав его слова, все поняли, что Нань Гуныфан не то чтобы не мог постичь изумительную технику прорыва через десятитысячную армию, но, как он и говорил, он чувствовал, что такая техника была ниже его достоинства. Именно поэтому он решил углубиться в другую шахматную стратегию. Еретическая техника, да. Чуфын насмешливо улыбнулся Нань Гуныфаню. Он не стал утруждать себя подробными объяснениями. Вместо этого он пристально посмотрел на Нань Гуныфаня и сказал, в таком случае, почему бы тебе не показать мне свою ортодоксальную технику? Услышав объявление войны Чуфына, уголки рта Нань Гуныфаня приподнялись в улыбке. Очень редко люди видели, чтобы Нань Гуныфаню улыбался. Эта его улыбка заставила кунцы и остальных почувствовать, что их волосы встали дыбом от сильного беспокойства. Чуфын, не выводи его из себя. Хотя ты все еще можешь не понимать того, насколько ужасен этот парень. Мы понимаем это. Даже владея этими сокровищами, я все еще не уверена в том, что я смогу победить его, сказала кунцы Чуфыну тихим голосом. Вокруг этой девушки всегда витала аура уверенности. Она была из числа людей, которые ничего не боятся. Тем не менее в этот момент она действительно отреагировала таким образом. Казалось бы, тень, которую Нань Гуныфаня оставил в ее сердце, была по-настоящему глубокой. Будь уверена, я же здесь. Чуфын подмигнул кунцы, показывая ей, чтобы она чувствовала себя непринужденно. А ты? У кунцы отвисла челюсть. По выражению ее лица было видно, что она не очень доверяет Чуфыну. Не то чтобы она смотрела на него сверху вниз. Как оказалось, они уже знали о том, насколько могущественным был Чуфын. В конце концов, все эти шахматные сокровища, которыми она владела, были предоставлены им. Тем не менее Нань Гуныфаня ранее заявила о том, что предельной техникой изумительной техники прорыва через десятитысячную армию был контроль над сокровищами. Чуфын уже сделал это, и Нань Гуныфаня также сумел увидеть это насквозь. В такой ситуации Нань Гуныфаня все еще был уверен в своей победе. Кроме того, он никогда не блефовал. Таким образом, кунцы чувствовала себя все более и более неуверенной в победе. Внезапно Нань Гуныфаня сжал кулаки и выпустил свою шахматную силу. Его шахматную силу было видно невооруженным глазом. Все могли видеть, как она закручивается у него за спиной. После того, как его шахматная сила рассеялась, позади него появилась черная дыра. Черная дыра упала на землю. Может быть, это обратные врата, врата во второй мир? Увидев эту черную дыру, люди за пределами шахматной формации повернули свои взгляды к господину Шауцзяню. Все они знали о том, что из первого мира можно войти во второй, а из второго можно войти в третий. Однако после вступления в третий мир люди из третьего мира больше не смогут вернуться во второй мир. Точно так же люди из второго мира больше не могли вернуться в первый мир. Было только одно исключение. Оно состояло в том, что кто-то мог активировать обратные врата. Однако открытие обратных врат требовало не только огромного количества шахматной силы, но и способности контролировать поток своей шахматной силы. Однако контролировать свою шахматную силу было так же трудно, как изучать боевые навыки. Это не было чем-то, что могли совершить обычные люди. Однако не это было самым важным аспектом. Самое главное заключалось в том, что люди за пределами шахматной формации смогли увидеть, что такие обратные врата не только появились в третьем мире, но такие же обратные врата появились и во втором мире тоже. Это означало, что Нань Гуныфань одновременно открыл двое обратных врат. Если это действительно были обратные врата, то насколько мощной была шахматная сила Нань Гуныфаня, это действительно обратные врата. Юный друг Нань Гуныфань способен пренебречь правилами, чтобы насильно войти в шахматную формацию. Таким образом, открытие врат для него, естественно, не представляет никаких трудностей, сказал остальным господин Шаутзянь. Его ответ ясно дал объяснение людям, не вошедшим в шахматную формацию. По сравнению с открытием обратных врат, прорыв в шахматную формацию был действительно трудной задачей. Таким образом, открытие обратных врат просто не могло служить для отражения того, насколько мощным был Нань Гуныфань. Открытие обратных врат было для него просто легкой задачей. Никто еще не знал точно, насколько сильным был Нань Гуныфань на самом деле. Я действительно с нетерпением жду того зрелища, которое шахматная сила Ифана создаст в шахматной формации. Верно. Пусть этот Чуфен будет высокомерным. Он говорил о том, что Третий Мир стал его территорией после того, как он вошел в него. Я и раньше видел хвостливых людей, но никогда не видел такого хвостуна, как он. Я действительно с нетерпением жду того момента, когда Ифань преподаст ему урок. Все члены младшего поколения Звездного поля Всех Небес делали подобные замечания. Это было особенно верно для тех, кто вступил в шахматную формацию, но был исключен и отправлен наружу. Они были полны недовольства по отношению к Чуфену. К несчастью, они не были ему ровней. Таким образом, они могли только доверить свою месть Нань Гуныфаню. Юный друг Нань Гуныфань контролирует свою шахматную силу лучше этого старика. Этот старик также хочет увидеть его истинную силу. К сожалению, у меня никогда не было возможности стать свидетелем этого. Однако сегодня, возможно, представится такая возможность. Господин Шаудзянь посмотрел на него с большим ожиданием. Господин Шаудзянь, вы хотите сказать, что Чуфен может быть способен заставить Нань Гуныфаня приложить все возможные усилия? Когда члены младшего поколения Звездного поля боевого предка спросили эти слова, им очень не хватало уверенности. Нань Гуныфань был слишком сильным. Даже при том, что Чуфен продемонстрировал такое невероятное исполнение, они все еще были очень обеспокоены. Мне действительно стыдно. И юный друг Чуфен, и юный друг Нань Гуныфань являются редкими гениями с точки зрения использования шахматной силы. Они оба обладают шахматной силой, превосходящей мою собственную. Таким образом, как и вы все, этот старик также не может определить результат их противостояния. Нам придется подождать и посмотреть, каков будет результат, сказал господин Шаудзянь с сияющей улыбкой. Услышав эти слова, все люди за пределами шахматной формации снова обратили свои взгляды на ситуацию в шахматной формации. Даже при том, что их сердца были полны ожидания и волнения, даже при том, что они хотели увидеть результат сразу же, они знали о том, что то, чего они с нетерпением ждали, скоро будет известно. Вскоре станет ясно, кто именно был сильнее. Чуфен или же Нань Гуныфань, глава 3641 Отчаяние Чего вы все тут стоите? А ну, пошевеливайтесь, спустись вниз и захватите первый и второй миры. Увидев, что семь человек позади него все еще стояли на том же месте после того, как он открыл обратные врата, Нань Гуныфань заговорил с раздражением. Эм, Ифань, ты хочешь, чтобы мы все спустились вниз? Спросил один из семерых. Причина, по которой он спросил об этом, естественно, заключалась в том, что он беспокоился о Нань Гуне Ифане. Хотя Нань Гуныфань был очень сильным, они не знали о том, насколько точно он был силен. Таким образом, они все еще беспокоились из-за того, что ему придется иметь дело с Чуфеном и остальными 12 людьми сразу. Вы все можете спуститься вниз. Меня одного здесь вполне достаточно, сказал Нань Гуныфань. Это сердца людей сжались, когда они услышали эти слова. Это было особенно верно для людей из Звездного поля боевого предка. Высокомерие. Что это было за высокомерие такое? Даже при том, что он ясно знал о том, что Чуфен овладел шахматной стратегией и изумительная техника прорыва через десятитысячную армию, а кунцы и другие были владели множеством сокровищ, Нань Гуныфань все еще осмеливался произнести эти слова. Если это не самонадеянность, то что же тогда? Это было признаком абсолютного высокомерия. Нань Гуныфань был настолько высокомерным, что он все еще смотрел свысока на Чуфена и остальных даже после того, как Чуфен продемонстрировал свою силу. Однако никто не мог критиковать его за высокомерие. В конце концов, все они знали о том, что Нань Гуныфань обладал способностями, чтобы действовать высокомерно. До этого момента никто точно не знал о том, насколько сильным был Нань Гуныфань в шахматной формации. Очень хорошо. Ифань, будь осторожен. Увидев, как уверенно ведет себя Нань Гуныфань, семь членов младшего поколения Звездного поля всех небес перестали колебаться, и все прыгнули в обратные врата. Свист. 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 Семь фигур взлетели вверх одновременно. Та-та-та. Однако, когда все семеро приземлились, их лица были полны изумления. Они были не единственными, кто был удивлен. Кунцы и другие также были поражены. Внезапно Нань Гуныфань тоже обернулся. Когда он увидел то, что произошло позади него, то даже нахмурился с удивлением в глазах. Оказалось, что после того, как семь человек с Звездного поля всех небес приземлились, они все еще находились в третьем мире. Они стояли там, где раньше были обратные врата. Просто обратные врата исчезли. Обратные врата были закрыты. Ифань, что ты делаешь? Один из семи членов младшего поколения Звездного поля всех небес посмотрел на Нань Гуныфаня. И он был не один такой. Остальные также посмотрели на Нань Гуныфаня. Все они чувствовали, что это Нань Гуныфань закрыл обратные врата. Это сделал не я, сказал Нань Гуныфань. Не ты. Все были озадачены, услышав эти слова. Если это был не Нань Гуныфань, то кто вообще мог закрыть обратные врата? Это сделал ты? Внезапно Нань Гуныфань и все семеро повернули свои взгляды к Чуфыну. Увидев это, 12 членов младшего поколения Звездного поля боевого предка также направили свои взгляды в сторону Чуфына. Столкнувшись с вопрошающими взглядами людей, Чуфын не ответил им прямо. Я уже сказал, что это место теперь принадлежит нашему Звездному полю боевого предка. Поскольку это территория нашего Звездного поля боевого предка, как вы, люди с Звездного поля всех небес, можете приходить и уходить тогда, когда вам заблагорассудится. Боже мой. Это действительно сделал Чуфын. Поразительно. Никогда бы я не подумал, что он на самом деле также способен контролировать обратные врата. В этот момент все смогли подтвердить тот факт, что это действительно было делом рук Чуфына. Что это именно он был человеком, который закрыл обратные врата. Из-за этого они внезапно почувствовали сильное желание узнать его истинную силу. В конце концов, по сравнению с открытием обратных врат, насильственное закрытие обратных врат, открытых другим, было определенно еще более сложным для выполнения. Когда был подтвержден тот факт, что это действительно было сделано Чуфыном, выражение лица Наньгуныфаня стало уродливым. Он чувствовал себя униженным из-за того, что Чуфын закрыл его обратные врата, при том, что он даже не заметил этого. Никогда еще он не испытывал такого унижения в шахматной формации. Внезапно Наньгуныфаня закричал. Чуфын, я недооценил тебя. Но неужели ты действительно думаешь, что сможешь победить меня чем-то таким? Затем из его тела вырвалась безграничная шахматная сила. Его шахматная сила пронеслась подобно вихрю. Вихрь был настолько мощным, что повсюду поднималась пыль. Существа и растения были уничтожены, и даже кунцы и другие люди, облаченные в сокровище шахматной силы, были отброшены прочь. Подобно опавшим листьям, они могли только позволить вихре унести их далеко. Это насколько же мощная эта шахматная сила? Когда господин Шаутзянь увидел это, даже на его лице появилось выражение шока. Шахматная сила, которую Наньгуныфань высвободил, была поистине ужасающей. Можно даже сказать, что его шахматная сила была способна легко уничтожить третий мир, превратив его в ад на земле. Черт возьми, этот парень вообще человек, монстр. Он определенно монстр. После всего этого получается, что наш противник на самом деле такой монстр. Как именно мы должны противостоять ему в шахматах? С таким же успехом можно было бы отменить матчи-шахмат практика древней эпохи. Он просто находится на совершенно другом уровне. Шахматные матчи больше не имеют никакого смысла. В этот момент кунцы и другие были отброшены на край третьего мира. Если бы не барьер, окружающий третий мир, они, скорее всего, были бы выброшены из него. К счастью, поскольку все они были облачены в сокровища, они не были серьезно ранены. Однако, столкнувшись с такой подавляющей силой, они чувствовали одновременно ярость и отчаяние. Они были в ярости от того, насколько беспомощными они были, и от того, что с ними играл Наньгуныфань. Что касается их отчаяния, то оно исходило от того, насколько могущественным был Наньгуныфань. Вероятно, как бы усердно они не тренировались, они не смогут противостоять ему. Вот почему они решили отменить шахматные матчи. Слишком страшно. Это просто слишком страшно. Не говоря уже о членах младшего поколения Звездного поля боевого предка, даже испуганные члены младшего поколения Звездного поля всех небес не могли удержаться от восклицаний. Даже они были напуганы шахматной силой Наньгуныфаня. Ху-у-у, к удивлению толпы, в третьем мире появилась еще одна подавляющая шахматная сила. Эта шахматная сила, казалось, была даже более мощной, чем шахматная сила Наньгуныфаня, поскольку ей действительно удалось обернуть ситуацию вспять и принудительно рассеять шахматную силу Наньгуныфаня, которая сеяла хаос во всем третьем мире. Чу-фын. Это же Чу-фын. В этот момент все смогли увидеть, что подавляющая шахматная сила, которая внезапно появилась, исходила от тела Чу-фына. Именно Чу-фын рассеял шахматную силу Наньгуныфаня. Ты как ты можешь обладать такой шахматной силой? Не говоря уже о других, даже невыносимо высокомерный Наньгуныфан сильно изменился в лице. Он был полон уверенности на протяжении всего этого времени и смотрел на него свысока. Однако в его выражении лица произошли изменения. В его глазах промелькнул след паники. Глава 3642. Предельный смысл. Наньгуныфаня, я боюсь, что ты не сумел увидеть насквозь эту изумительную технику прорыва через десятитысячную армию. Первый смысл изумительной техники прорыва через десятитысячную армию заключается в создании формации. Однако это было просто использовано, чтобы запутать других. На самом деле, формация, получаемая из изумительной техники прорыва через десятитысячную армию, уступает другим шахматным стратегиям. Из-за этого многие люди были сбиты с толку пониманием первого уровня и думали, что изумительная техника прорыва через десятитысячную армию была совершенно бесполезной шахматной стратегией. Они не знали о том, что это была всего лишь загадка. Трюк изумительной техники прорыва через десятитысячную армию. Только тогда, когда человек может понять смысл среднего уровня, он откроет сущность изумительной техники прорыва через десятитысячную армию. Использование своей шахматной силы для управления сокровищами, заставляя все сокровища шахматной силы служить ему. Ты действительно отличаешься от других. Ты обладаешь очень большими достижениями с точки зрения шахматной силы, поскольку тебе удалось обнаружить понимание среднего уровня. Однако это всего лишь средний уровень изумительной техники прорыва через десятитысячную армию, а не ее абсолютный смысл. Что касается предельного понимания изумительной техники прорыва через десятитысячную армию, то оно заключается в том, чтобы превратить шахматную силу, существующую в мире, в свою собственную. Я знаю, что шахматная стратегия, которую вы тщательно изучил, также обладает методами, чтобы игнорировать правила и контролировать шахматную силу. Благодаря этому ты смог совершить подвиги, невозможные для обычных людей. В шахматной формации ты обладаешь абсолютной властью. Однако я могу с уверенностью сказать тебе кое-что. Способностями, которыми ты овладел, также овладел и я. Кроме того, то, что я понял, намного превосходит то, что смог понять ты. Вот почему изумительная техника прорыва через десятитысячную армию является самой сложной для освоения шахматной стратегией. В то время как шахматная стратегия, которую ты тщательно изучил, является только стратегией среднего уровня, сказал Чуффен. Значит, предельный смысл изумительной техники прорыва через десятитысячную армию также заключается в контроле над шахматной силой. Кроме того, он позволяет контролировать всю шахматную силу, содержащуюся в мире. В таком случае, разве это не означает, что шахматная сила Чуффена превосходит шахматную силу Нань Гуныфаня? Услышав то, что сказал Чуффен, все члены младшего поколения Звездного поля всех небес были в ужасе. Те, кто раньше был полон уверенности, стали бояться. Члены младшего поколения Звездного поля всех небес боялись того, что они проиграют, что они потерпят поражение. Страх, который они испытывали, был сильнее, чем у кого-либо другого. Те, кто потерпел поражение, часто не будут бояться проиграть. В конце концов, через некоторое время они привыкнут к поражениям. Однако тем, кто никогда не проигрывал, будет очень трудно смириться с поражением, поскольку они чувствовали, что поражение оставит пятно, которое останется на всю их жизнь. Они считали, что поражение было чрезвычайно унизительным, настолько, что они не смогут снова поднять голову. Поражение также сделало бы их жизнь более несовершенной. Таким образом, в тот момент члены младшего поколения Звездного поля всех небес были действительно напуганы. Они боялись того, что их легендарный рекордный счет без единого проигрыша будет разрушен Чуфыном. Хватит с меня твоего дерьма. То, чему ты научился, является еретической техникой. То, чему я научился, является ортодоксальной способностью использования шахматной силы. Прямо сейчас я хочу, чтобы ты узнали, какой силой обладает настоящая шахматная сила. Сказав эти слова, Нань Гуныфань сложил ладони вместе. Грохот. Небо и земля начали сильно дрожать. Земля начала раскалываться. Даже небо начало раскалываться. В этот момент все могли ясно увидеть шахматную силу, видимую невооруженным глазом, извергающуюся из тела Нань Гуныфаня и летящую прямо в небо, словно взрыв вулкана. Вскоре шахматная сила превратилась в гигантского дракона. Дракон был огромным, его длина составляла десятки тысяч метров. Слишком мощно. Это просто слишком мощно. Увидев парящего гигантского дракона, все почувствовали, как у них встали дыбом волосы. Их тела непроизвольно задрожали. В шахматной формации для этих людей просто возможность высвободить свою шахматную силу из своего тела была экстраординарной способностью. Тем не менее Нань Гуныфань был действительно способен сформировать такого огромного и мощного дракона из его шахматной силы. Разница между шахматной силой Нань Гуныфаня и шахматной силой других людей была столь же велика, как разница между потоком и океаном. И это и есть твоя шахматная сила. Внезапно послышался голос Чуфына. Однако в его голосе больше не было прежнего высокомерия. Вместо этого его голос был полон страха. Фактически, можно было даже увидеть, что ноги Чуфына дрожали. Он был так напуган, что даже не мог твердо стоять на ногах. Чуфын, ты чувствуешь это? Это и есть настоящая шахматная сила. Теперь ты знаешь, что это за сила. Увидев страх на лице Чуфына, Нань Гуныфань стал чрезвычайно доволен. Он был не в силах сдержать улыбку, появившуюся на его лице. Я чувствую это. Твоя шахматная сила действительно необычайная. Вероятно, тебе удалось поглотить одну десятую от общей шахматной силы во всем этом мире. Голос Чуфына дрожал, когда он говорил. Ха-ха. Это действительно неожиданно. Так ему и надо. Что случилось с его прежним высокомерием? Разве он не заявил о том, что весь мир принадлежит ему? Разве он не говорил о том, что постиг предельный смысл изумительной техники прорыва через десятитысячную армию? Почему же сейчас у него дрожит голос? По правде говоря, Чуфын тоже довольно способный. К сожалению, его соперником является Наньгун Ифань. Он похож на волка, который столкнулся с тигром. Каким бы сильным он ни был, у него все равно не будет другого выбора, кроме как признать свое поражение. Хотя я уже знал о том, что Ифань очень сильный, я никогда не думала, что он настолько сильный, что поражение Чуфына вполне оправдано. Его поражение вполне оправдано. Ха-ха-ха. Члены младшего поколения Звездного поля всех небес были чрезвычайно взволнованы. Многие люди даже начали высмеивать Чуфына. Заткнитесь. Вы все не обладаете какой-либо квалификацией, чтобы оскорблять Чуфына. Кто из вас может сравниться с ним? Сердито крикнул кто-то из членов младшего поколения Звездного поля боевого предка. Они больше не могли выносить оскорблений. Вначале они чувствовали глубокое отвращение по отношению к Чуфыну. Однако в этот момент они смогли сказать, что единственная причина, по которой такая ожесточенная битва могла произойти в шахматной формации, была лишь благодаря Чуфыну. Даже при том, что они все еще были немного недовольны им, они не могли терпеть оскорбления людей из Звездного поля всех небес по отношению к нему. Независимо от того, кто проиграл и кто выиграл, именно Чуфын принес им надежду. Именно Чуфын поддерживал их до этого момента. Что такое? Вы все недовольны нашими комментариями? Хотя это правда, что Чуфын очень сильный. Ну и что с того, способен ли он победить нашего Наньгуныфаня? Неважно, насколько он силен, он просто мусор по сравнению с нашим Наньгуныфанем. Неужели вы все действительно думали, что только потому, что на этот раз на стороне вашего Звездного поля боевого предка появился Чуфын, вы смогли бы победить наше Звездное поле всех небес? О, вы все, должно быть, думали, что победили раньше. Я не могу извиниться достаточно, мы действительно подвели вас. Вы наконец-то смогли увидеть рассвет победы спустя столь долгое время, но он был погашен и Фаним. И Фан действительно немного чрезмерен. Однако с этим ничего нельзя поделать. Вы все также знаете о том, что шахматные матчи, как говорят, являются спарлинг-сессией между молодыми поколениями. На самом деле они являются обменом опытом между двумя Звездными полями. Какими бы жалкими вы ни были, мы все равно не прекратим матчи. Независимо от того, ненавидите вы нас или нет, вы можете винить только самих себя за то, что вы хуже нас. Если вы хотите обвинить кого-то, то вы можете винить только свое Звездное поле боевого предка за то, что в нем есть только некомпетентный мусор. У членов младшего поколения Звездного поля всех небес были уродливые выражения лиц, и они начали оскорблять людей из Звездного поля боевого предка совсем не сдерживаясь. Вы все, должно быть, забыли о том, чья это территория. Члены младшего поколения Звездного поля боевого предка были полностью разъярены. Они не только скрежетали зубами со зловещим блеском в глазах, но также те, кто был более раздражительными и вспыльчивыми, высвобождали свою гнетущую мощь. Давайте же, как будто мы вас боимся. Вы все некомпетентны в шахматной формации, и еще более некомпетентны в не шахматной формации. Члены младшего поколения Звездного поля всех небес также не были подавлены. Они также высвободили свою боевую мощь. Они, казалось, собирались начать сражаться с членами младшего поколения Звездного поля боевого предка. Вы все успокойтесь. Внезапно послышался яростный крик. Не только это, также можно было ощутить подавляющую гнетущую силу. Эта гнетущая сила насильственно подавила гнетущую силу всех других людей. Причина этого заключалась в том, что это была гнетущая сила Пикового Возвышенного. Это была гнетущая сила господина Шаутзяня. Мне все равно, откуда вы. Мне все равно, какая сила стоит за вами. Однако вам всем нужно помнить о том, что это место является виллой божественного оружия. Этому старику все равно, как вы себя ведете и что делаете за пределами этого места. Однако в этом месте вы все должны вести себя прилично. Если кто-нибудь осмелится помешать этому старику наблюдать, не вините его за невежливость. Брови господина Шаутзяня нахмурились. Его голос был похож на раскаты грома. Каждое произнесенное им слово сотрясало сердца людей подобно гигантскому молоту. Его слова напугали всех членов младшего поколения. Таким образом, в этот момент все разъяренные члены младшего поколения успокоились. Что же касается господина Шаутзяня, то после этих слов он вновь перевел взгляд на шахматную фигуру. Увидев это, члены младшего поколения также направили свои взгляды обратно к шахматной формации. Хотя казалось, что результат сражения уже был определен, они все еще не хотели пропустить то, что должно было произойти. Глава 3643. Сила Чуфына. Чуфын, сейчас признавать свое поражение уже слишком поздно. Пришло время тебе испытать истинную силу. После того, как Нань Гуныфань произнес эти слова, огромный дракон начал реветь без остановки. Этот огромный дракон шахматной силы начал атаковать Чуфына. Увидев это, многие члены младшего поколения звездного поля боевого предка закрыли глаза. Даже такие гении, как Луннин, закрыли глаза. Они не осмеливались продолжать наблюдение за ситуацией. Они знали о том, что после вступления в игру Нань Гуныфаня их звездное поле боевого предка потерпит полное поражение. Никто другой не мог бы противостоять Нань Гуныфаню. Треск. Однако после того, как огромный дракон, состоящий из шахматной силы, бросился атаковать Чуфына, его тело фактически начало распадаться. Сначала у него отломились рога. Затем его когти тоже отломились. Нань Гуныфан чувствовал себя очень озадаченным, увидев это. Однако у него не было слишком много времени, чтобы думать о происходящем. Он продолжал контролировать огромного дракона шахматной силы, чтобы заставить его атаковать Чуфына. Он очень хорошо знал о том, что сила огромного дракона была очень мощной. После того, как вы атакуете другого человека, даже если тело вашего противника будет уничтожено, это было бы верно только внутри шахматной формации. После исключения из матча и отправки из шахматной формации на теле устраненного человека не будет ни одной травмы. Однако этот огромный дракон шахматной силы был другим. Если бы атака дракона достигла Чуфына, то не только его тело в шахматной формации было бы разрушено, но он сам также был бы ранен после устранения из матча и отправки из шахматной формации. Именно по этой причине Нань Гуныфань настоял на том, чтобы использовать огромного дракона для нападения на Чуфына, даже после того, как он проявил взгляд, полный страха. Однако скорость, с которой дракон шахматной силы распадался, продолжала увеличиваться. Вначале распадались только рога и когти. Однако время шло, и весь дракон начал распадаться. Когда дракон был менее чем в тысячи метров от Чуфына, он разлетелся на куски. Огромный дракон превратился в пыль, которая заполнила все небо. Что происходит? Как такое могло произойти? Удивление охватило не только зрителей. Даже у самого Нань Гуныфаня было удивленное выражение лица. Нань Гуныфань, похоже, что, хотя я могу чувствовать твою шахматную силу, тебе все еще не удалось почувствовать мою шахматную силу. Именно в этот момент послышался голос Чуфына. Когда все посмотрели на него, не только выражение страха на его лице полностью исчезло, но вместо этого на его лице появилась озорная улыбка. Что ты имеешь в виду? У Нань Гуныфаня замерло сердце. Это был первый раз, когда он почувствовал страх. Чуфын не ответил на вопрос Нань Гуныфаня. Вместо этого усмешка на его лице стала еще более интенсивной. Внезапно в мире раздался рев. Этот рев было слышно со всех сторон. После этого все смогли увидеть шахматную силу, видимую невооруженным глазом, бушующую в третьем мире. Подобно морю, она заполняла собой весь мир. Это не ограничивалось только третьим миром. Подобное явление происходило также во втором и первом мирах. Как это может быть? Как такое может быть? Что происходит? В этот момент у людей за пределами шахматной формации также были удивленные выражения лиц. Сбитые с толку, они повернулись к господину Шаутзяню. После этого выражения лиц растерянных людей стали еще более сложными. Они были удивлены, обнаружив, что даже лицо господина Шаутзяня исказилось от шока. Удивительно. Поистине удивительно. Впервые в жизни этот старик стал свидетелем столь удивительного явления, восхищенно воскликнул господин Шаутзянь. Господин Шаутзянь, что именно происходит? Почему такие изменения происходят в шахматной формации? Спросил кто-то господина Шаутзяня. А сейчас ты ее чувствуешь? Именно в этот момент голос Чуфына снова прозвучал внутри шахматной формации. Это невозможно. Это невозможно. Нань Гуныфан несколько раз покачал головой. Казалось, он что-то понял. Однако ему не хотелось признавать то, что он понял. К сожалению, хотя тебе удалось овладеть чрезвычайно большим количеством шахматной силы, что действительно является достойным восхищения делом, вся шахматная сила в шахматной формации находится под моим контролем. Даже шахматная сила, которой ты овладел, находится под моим контролем, сказал Чуфын. Что? Все находится под его контролем? Что это за чушь такая? Да, наверное, это чепуха. Господин Шауцзянь, скажите нам, этот Чуфын говорит ерунду, не так ли? Толпа людей за пределами шахматной формации взорвалась громким шумом. Как и Нань Гуныфань, они также не могли принять этот факт. Поэтому все они обратили свои взгляды в сторону господина Шауцзяня. Эти люди хотели, чтобы он опроверг заявление Чуфына. Однако господин Шауцзянь полностью игнорировал членов младшего поколения звездного поля всех небес. Его постаревшие глаза сияли светом, когда его взгляд был прикован к шахматной формации. Его внимание было полностью сосредоточено на шахматной формации. Он не хотел отводить свой пристальный взгляд даже на долю секунды. Таким образом, дело было не в том, что он не слышал членов младшего поколения звездного поля всех небес. Скорее он просто не хотел отвлекаться на них. Чуфын, скажи мне, какую именно еретическую способность ты использовал? Ты был явно безумно напуган шахматной силой Нань Гуныфань ранее. Как же тогда ты мог сказать, что теперь можешь контролировать всю шахматную силу в этом мире? Спросил член младшего поколения звездного поля всех небес. Это также был вопрос, который многие другие люди хотели бы задать. Чуфын был явно до смерти напуган Нань Гуныфанем ранее. Он был так напуган, что у него дрожали ноги и дрожал голос. Так как же ему удалось так быстро придать своему лицу такое уверенное выражение? Ха-ха, вы все действительно очаровательные. С тех пор, как Нань Гуныфань решил пойти против меня, я решил дать ему и всем вам некоторое лицо, сотрудничая с ним и надевая маску нервозности. В этом нет ничего плохого, не так ли? С улыбкой спросил Чуфын. Что? Это было сделано специально? Он сделал это нарочно. Толпа больше не знала, какое выражение сделать, чтобы передать свои эмоции, услышав слова Чуфына. Он намеренно притворился слабым? Черт побери. Послушай, старший брат, этот твой друг действительно бесстыдный. Он даже более бесстыдный, чем ты, сказала Кун Цикун Тиньхуэю. Мне нравится его бесстыдство, сказал Умин Юань Чжи. А у всех людей, услышавших это, отвисли челюсти, когда они услышали эти слова. В конце концов, Умин Юань Чжи был человеком, который жестоко избил Чуфына ранее. Однако в этот момент Умин Юань Чжи был взгляд, который был пристальным взглядом человека, которому Чуфын нравился. Черт возьми, этот Чуфын посмел разыгрывать нашего Ифаня. По сравнению с людьми Звездного поля боевого предка, которые радовались несчастью Нань Гуны Фаня, члены младшего поколения Звездного поля всех небес кипели от ярости, стиснув зубы. Когда они посмотрели на Нань Гуны Фаня, который находился внутри шахматной формации, их сердца наполнила боль. Нань Гуны Фань был ребенком, которого любили небеса. Он никогда прежде не испытывал такого унижения. Внезапно в шахматной формации раздался яростный крик. Это был крик Нань Гуны Фаня. Безграничная шахматная сила вновь вырвалась из тела Нань Гуны Фаня. Вскоре из шахматной силы сформировался еще один огромный дракон. Этот огромный дракон шахматной силы был еще больше, чем предыдущий. Грохот. Внезапно Чуфын махнул своим рукавом. Огромный дракон мгновенно распался и превратился в пыль, которая рассеялась в воздухе. Ты. Глаза Нань Гуны Фаня расширились от ярости. Он посмотрел на Чуфына убийственным пристальным взглядом. Он не только хотел убить Чуфына, но и жаждал расчленить его на 10 тысяч кусков. Однако, взглянув на него, Нань Гуны Фаня отвел этот полный убийственного намерения взгляд. После этого он сделал то, что удивило всех. Он снова выпустил свою шахматную силу и сформировал еще одного огромного дракона. Похоже, ты до сих пор этого не почувствовал. Раз уж это так, я позволю тебе почувствовать эту силу во всей ее красе. Сказав эти слова, Чуфын раскрыл ладонь и направил ее на Нань Гуны Фаня. Все были в состоянии видеть шахматную силу, видимую невооруженным глазом, вытекающую из тела Нань Гуны Фаня, словно прилив. Она стремительно приближалась к Чуфыну. Шахматная сила входила в ладонь Чуфына. Чуфын фактически поглощал шахматную силу Нань Гуны Фаня. Глава 3644. Как герой. Это невозможно. Это невозможно. Черт возьми. Ты проклятый ублюдок. Ты действительно заслуживаешь смерти. Нань Гуны Фань был переполнен гневом. Он отчаянно бежал к Чуфыну и яростно кричал. Однако по мере того, как Чуфын лишал его шахматной силы, Нань Гуны Фань становился все более и более слабым. В конце концов у него даже не было сил, чтобы продолжать бежать дальше. Со звуком бах. Он упал на землю. Это. В этот момент на лицах всех членов младшего поколения звездного поля всех небес появились ошеломленные выражения. Они не могли смириться с тем, что только что произошло прямо у них на глазах. Нань Гуны Фань, человек, который стоял высоко и выше, человек, которого они считали всемогущим, фактически бессильно лежал на земле. Нань Гуны Фань уже был таким подавляющим и всемогущим человеком в шахматной формации. Тем не менее он не мог бороться против Чуфына. Это просто слишком удивительно. Это просто больше не шахматная сила. Вместо этого это сила бога. Мой брат Чуфын это просто бог, который управляет шахматной формацией. Крикнул Кун Тинь Хуэй. Действительно, это довольно удивительно. Я изначально думал, что он был монстром. Никогда я не ожидал, что он превзойдет пределы того, что называется быть монстром. Его способности действительно такие же, как и сказал Кун Тинь Хуэй. Боже, это действительно способность уровня бога. По крайней мере, Чуфын является богом в шахматной формации. Никто не сможет противостоять ему. Даже Нань Гуны Фань бессилен перед ним, как муравей. Умин Юань Чжи также был полностью покорен Чуфыном. Он взволнованно закричал, нахваливая Чуфына, не сдерживаясь. На самом деле это касалось не только Умин Юань Чжи и Кун Тинь Хуэя, которые были очень взволнованы. Кун Ци, Сян Юнь, Лун Нин Умин Сюн Ма и другие люди внутри шахматной формации, которые были на его стороне, также были бесконечно взволнованными. Хотя все они были из младшего поколения, они смотрели на Чуфына взглядами, полными восхищения. За пределами шахматной формации члены младшего поколения из города Древнего Боевого Дракона, Чудовищного Святого Города и Королевского Города Божественного Тела не только смотрели на Чуфына взглядами, полными восхищения. Вместо этого их взгляды были полны обожания. Они смотрели на Чуфына так, словно он был их кумиром. Тем не менее у всех членов младшего поколения Звездного Поля Всех Небес были уродливые выражения на их лицах. Раньше у них были чрезвычайно довольные выражения лица, и они хвастались, при этом оскорбляя Чуфына и членов младшего поколения Звездного Поля Боевого Предка. Однако теперь они, казалось, испытали огромное потрясение и были совершенно безмолвными и подавленными. Поражение. Это было самое очевидное поражение. Даже если они не хотели признавать этого, даже если они были не способны принять это, правда перед их глазами заключалась в том, что они были побеждены. Пора с этим заканчивать. Свист. Внезапно Чуфын взмахнул своим рукавом, и взрыв силы пронесся по шахматной формации. В следующее мгновение Нань Гуныфань и остальные семеро людей Звездного Поля Всех Небес были исключены из шахматной формации и отправлены обратно. Когда Нань Гуныфань появился снаружи, он все еще стоял с лицом, направленным к Земле. К счастью, люди из Звездного Поля Всех Небес отреагировали быстро, и сразу же бросились его поддерживать. В противном случае этот исключительный гений, сильнейший гений Звездного Поля Всех Небес, упал бы на Землю лицом вниз и был бы полностью унижен. Вскоре после этого Чуфын и другие также покинули шахматную формацию. Они не пытались занять драгоценные земли, так как результат шахматного матча уже был определен. Им больше не нужно было занимать драгоценные земли Третьего Мира. Грохот. После того, как Чуфын и другие покинули шахматную формацию, их немедленно окружили члены младшего поколения Звездного Поля Боевого Предка. Чуфын, ты просто слишком удивительный. Я никогда не ожидал, что ты будешь обладать такой силой. Даже этот Нань Гуныфань был абсолютно бессилен перед тобой. Брат Чуфын, ты действительно хорошо скрывал свою силу. Раньше ты действительно притворялся новичком, и мы все поверили в то, что это правда. Ты действительно слишком неискренней, ты просто издевался над нами. Как бы то ни было, мне нравится твое неискреннее поведение. Мне это действительно нравится. Это просто невероятно приятный сюрприз. Если бы вы не скрывали свою силу с самого начала, мы бы не испытали чувства взлетов и падений. Это просто слишком удовлетворительно. Хорошо, хорошо, хорошо. Это просто слишком удовлетворительно. Сегодня мы наконец-то одержали победу. Посмотрите на внешний вид этих людей из Звездного Поля всех небес. Просто глядя на них, я чувствую себя очень посвежевшим. Ха-ха. Члены младшего поколения Звездного Поля Боевого Предка безостановочно восхваляли Чуфына. Они, которые раньше презирали Чуфына, внезапно стали рассматривать его как своего героя. Вы все можете прекратить нахваливать меня. Если вы продолжите хвалить меня, я покраснею от смущения, засмеялся Чуфын. Кто-то вроде тебя может покраснеть от смущения. Насколько я понимаю, твоя кожа даже толще, чем у моего старшего брата, Кунци закатила глаза на Чуфына. Тем не менее, закатив глаза, она сказала. Это говорит о том, что, по правде говоря, насколько именно ты так могущественный. Ты же не мог изучать шахматы практика древней эпохи всю свою жизнь, не так ли? Ты можешь не поверить мне, даже если я скажу тебе правду. Однако это действительно первый раз, когда я вступил в шахматную формацию. Это также первый раз, когда я вошел в контакт с шахматами практика древней эпохи, сказал Чуфын. Старший брат Чуфын, ты хочешь сказать, что сегодня впервые имел дело с шахматы практика древней эпохи и впервые прочитал изумительную технику прорыва через десятитысячную армию? И все же тебе удалось постичь ее предельный смысл и выполнить в совершенстве? Спросила Луннин, моргая своими большими глазами. Верно, кивнул Чуфын. Старший брат Чуфын, неужели ты думаешь, что я поверю твоим словам? Луннин моргнула своими невинными глазами, когда посмотрела на Чуфына. Я думаю, что да, сказал Чуфын. Я тебе не верю, ха-ха-ха. Луннин громко расхохотался. Затем она спросила Кунци. Старшая сестра Кунци, ты веришь большому брату Чуфыну? Конечно же, нет. Этот парень даже более способен лгать, чем мой старший брат. Да и кто бы ему поверил, сказала Кунци. Старшая сестра Сянь Юн, а как же ты? Луннин посмотрела на Сянь Юнь. Сянь Юнь мило улыбнулась и мягко покачала головой. Я, я верю. Я верю брату Чуфыну, Кун Тиньхуэй сказал с серьезным выражением лица. Чуфын вздохнул. В конце концов мне верит только брат Кун. В тот момент, когда у Чуфына был благодарный взгляд на его лица и казалось, что он собирается обнять Кун Тиньхуэя, Кун Тиньхуэй внезапно добавил. Как будто я поверю тебе. Чуфын, ты действительно хорошо скрывал свою силу. Ты не только обманул их, но ты также фактически обманул меня. Тем не менее, то, что ты сделал, действительно освежает. Ха-ха. Умин Сюнма, ты чувствуешь себя сегодня отдохнувшим? Спросил Кун Тиньхуэй в Умин Сюнма. Обновленным Умин Сюнма улыбнулся и кивнул. Умин Юань Чжи, а что насчет тебя? Чувствуешь себя легче? Кун Тиньхуэй посмотрел на Умин Юань Чжи. По сравнению с Умин Сюнма, реакция Умин Юань Чжи была гораздо более смелой и непринужденной. Обновленным. Его голос был во много раз громче раскатов грома. Это заставило окружающий воздух сильно дрожать. Уже чувствуя себя подавленными, члены младшего поколения Звездного поля всех небес сжали кулаки от гнева, что заставило их вены вздуваться, когда они видели волнение и радость членов младшего поколения Звездного поля боевого предка. Чуфын. Внезапно послышался яростный крик. Этот голос был просто слишком пронзительным. Услышав этот голос, многие члены младшего поколения сразу же закрыли уши и посмотрели в сторону источника шума своими болезненными взглядами. Это был Наньгун Ифань. Этот яростный крик исходил от Наньгун Ифаня. Услышав Наньгун Ифаня, Чуфын вышел из толпы. Он спросил. Брат Наньгун, тебе что-то нужно? Молодой мастер Чуфын обладает удивительной шахматной силой. Я, Наньгун Ифань, полностью восхищаюсь тобой. Однако игра в шахматы является, в конце концов, всего лишь мелкой игрой, даже дешевым трюком. Каким бы сильным человек ни был в шахматной формации, в реальном мире это ничего не будет значить. Мы с тобой являемся боевыми практиками. Боевая сила является целью нашего преследования. Поскольку молодой мастер Чуфын обладает такой удивительной шахматной силой, твоя боевая сила должна быть столь же удивительной. Я, Наньгун Ифань, надеюсь испытать боевую силу молодого мастера Чуфына. Свист. Наньгун Ифань сделал шаг вперед. Как дракон, он бросился прямо на Чуфына. Это совсем не было похоже на то, что он хотел устроить спарринг с Чуфыном. Он собирался силой затеять с ним драку. Глава 3645. Чуфын, мой брат. С тех пор как Наньгун Ифань пришел на виллу божественного оружия, Умин Юань Чжи, Кун Ци и многие другие члены младшего поколения бросали ему вызов. Все они хотели испытать силу самого сильного члена младшего поколения Звездного поля всех небес. К сожалению, все они без исключения были проигнорированы Наньгун Ифаним. Его высокомерие, равнодушие и снисходительность были глубоко запечатлены в сердцах этих членов младшего поколения. До этого момента никто и представить себе не мог, что в Звездном поле боевого предка будет человек из младшего поколения, кроме Линху Хунфыя, который сможет заставить Наньгун Ифаня бросить ему вызов. Однако в тот момент они узнали, что кто-то действительно был способен на это. Более того, этот человек был способен не только заставить Наньгун Ифаня бросить вызов по собственной инициативе, но и свести его с ума от ярости. Что касается этого человека, то им был никто иной, как Чуфын. Все собравшиеся могли сказать, что причина, по которой Наньгун Ифань внезапно бросил вызов и напал на Чуфына, была не только в том, что он хотел провести с ним спарринг. Вместо этого причина вызова Наньгун Ифаня была в том, что он был полностью унижен Чуфыном в шахматной формации. Таким образом, он хотел использовать вызов в качестве предлога, чтобы отомстить. Именно из-за этого взгляд господина Шаутзяня внезапно стал холодным в тот момент, когда Наньгун Ифань бросился атаковать Чуфына. Он, естественно, не позволит ему дерзко действовать в своей вилле божественного оружия. Что касается того, чтобы позволить ему ранить Чуфына, это было бы еще более невозможно осуществить. Однако вскоре после этого взгляд господина Шаутзяня изменился. В конце концов он не стал вмешиваться, чтобы остановить Наньгун Ифань. Свист. Оказалось, что кто-то внезапно вылетел со стороны звездного поля боевого предка. Этот человек не только пролетел мимо Чуфына, но и помчался прямо на Наньгун Ифаня. Это был Умин Юаньчжи. Умин Юаньчжи мчался прямо на Наньгун Ифаня. Он сжал одну руку в кулак и нанес им удар в сторону Наньгун Ифаня. Столкнувшись с приближающимся кулаком Умин Юаньчжи, Наньгун Ифаня не проявил никаких признаков уклонения. Как и Умин Юаньчжи, он также нанес удар своим кулаком. Грохот. Два кулака столкнулись. Повсюду рассеялась энергетическая рябь. Хотя они оба были явно из плоти и крови, звук столкновения их кулаков был во много раз более пронзительным, чем звон стали. Они оба были возвышенными второго ранга. После того, как их кулаки столкнулись, Наньгун Ифаня приземлился на месте. Однако Умин Юаньчжи был отброшен назад. Когда он приземлился, то сделал несколько шагов назад, прежде чем он наконец мог стабилизировать свое положение. ССССССССССС, увидев произошедшее, многие члены младшего поколения не могли удержаться от того, чтобы не втянуть ртом холодный воздух, когда они задыхались от изумления. В то же время в их сердцах зародилось беспокойство. Умин Юаньчжи не был обычным человеком. Он был одним из лучших гениев звездного поля боевого предка. Однако, несмотря на то, что он обладал тем же развитием, что и Нань Гуныфань, он оказался в невыгодном положении при столкновении их кулаков. Тем не менее, хотя все присутствующие волновались за Умин Юаньчжи, сам Умин Юаньчжи не проявил никаких признаков беспокойства. У него все еще было сильное выражение лица. Это было так, как если бы тот, кто вышел проигравшим в столкновении, был не он, а Нань Гуныфань. Нань Гуныфань, ты недостаточно квалифицирован, чтобы сражаться с моим братом Чуфыном. Если ты хочешь сразиться с ним, ты должен сначала победить меня, Умин Юаньчжи. Произнеся эти слова, Умин Юаньчжи повернулся и сделал знак глазами Чуфыну. Этот взгляд был похож на взгляд близкого друга, с которым вы были знакомы на протяжении многих лет. Это было совершенно не похоже на взгляд человека, который вынудил Чуфына сражаться и решил прямо напасть на него. С каких это пор мой брат Чуфын стал твоим братом, спросил Кун Тиньхуэй. Только что, громко ответил Умин Юаньчжи. Увидев, что Умин Юаньчжи ведет себя подобным образом, Чуфын внезапно понял, что он не был просто высокомерным, деспотичным и неразумным человеком. Скорее он просто был человеком с очень раздражительным и чрезмерно откровенным характером, человеком, который будет следовать желаниям своего сердца и делать то, что ему нравится. В этот момент недовольство Чуфына по отношению к Умин Юаньчжи значительно уменьшилось. Конечно, это было совершенно определенно не только потому, что он заступился за него. Скорее это было потому, что Чуфын чувствовал, что Умин Юаньчжи обладал забавной личностью. Хэмпэф Наньгуныфань презрительно фыркнул в ответ на слова Умин Юаньчжи. Затем он нетерпеливо сказал, я дам тебе один совет, не вмешивайся в это дело и исчезни с глаз моих прямо сейчас. Сделай это, и я буду считать, что ничего не произошло. Иначе я заставлю тебя вечно сожалеть о своем сегодняшнем решении. Охо, никогда бы я не подумал, что ты, Наньгуныфань, являешься человеком, который либо совершенно спокоен, отказываясь говорить, либо ведет себя как хвастливый парень, который выплескивает дерьмо повсюду, если он начинает говорить. Кроме того, ты хвастаешься с такой уверенностью. Ты действительно просветил меня относительно того, что значит быть хвастливым. Умин Юаньчжи не собирался уступать и насмехался в ответ. Я уже сказал все, что должен был сказать. Если ты настаиваешь на том, чтобы ухаживать за смертью, я разделаюсь с тобой полностью, холодно сказал Наньгуныфань. Заносчивый парень, этот молодой мастер давно хотел испытать твою силу. Почему бы сегодня тебе не показать мне, какими именно способностями ты обладаешь? Умин Юаньчжи холодно фыркнул. Затем, с легким движением запястья, в его руке появился меч. Меч был сделан из серебра. Он не сиял ярким светом. Напротив, он казался очень простым и неукрашенным. Однако аура, излучаемая мечом, показывала, что он не был обычным оружием. Никто не посмел бы усомниться в его могуществе. Причина этого заключалась в том, что этот меч был неполным оружием возвышенного. Появление неполного оружия возвышенного значительно увеличило боевую силу Умин Юаньчжи. Однако Умин Юаньчжи не остановился только на этом. После того, как он достал свое неполное оружие возвышенного, его тело начало сиять ослепительным золотым светом. После того, как появился этот золотой свет, в небе появилось огромное изображение. Это был золотой лев. Это была божественная сила. После того, как Умин Юян Чжи раскрыл свою божественную силу, его развитие увеличилось со второго ранга сферы возвышенного до третьего ранга возвышенного свист. После того, как его развитие увеличилось, Умин Юян Чжи сделал шаг вперед и превратился во вспышку света, которая выстрелила прямо в Нань Гуны Фань ХМПФ. Столкнувшись с приближающимся Умин Юян Чжи, Нань Гуны Фань холодно фыркнул. Ослепительный свет также появился на его теле, и изображение огромного воина появилось в небе. Он тоже обладал божественной силой. Было излишне говорить о том, что после того, как Нань Гуны Фань высвободил свою божественную силу, его развитие также увеличилось. В мгновение ока они вступили в прямое противостояние. Они не использовали много боевых навыков. Вместо этого они дрались лоб в лоб. На этот раз Умин Юян Чжи и Нань Гуны Фань сражались целых 10 раундов. После того, как они обменялись 10-ю атаками, Умин Юян Чжи был сбит с ног. В этот момент выражение лица Умин Юян Чжи стало отвратительным. Несмотря на то, что на этот раз ему удалось драться с Нань Гуны Фань целых 10 раундов, прежде чем он был сбит с ног, у него было очень уродливое выражение лица. Причина этого заключалась в том, что он держал в руки неполное оружие возвышенного, в то время как Нань Гуны Фань сражался без оружия. Даже с помощью неполного оружия возвышенного, он фактически все еще не мог сравниться с Нань Гуны Фаним и мог только продержаться 10 атак, прежде чем он был сбит с ног. Даже если он не хотел признаваться в этом, Умин Юян Чжи понимал, что между ним и Нань Гуны Фаним существует огромная разница. Умин Юян Чжи будет лучше, если ты быстро сдашься. Не унижай себя здесь. Мы уже говорили тебе о том, что ты просто не на том же уровне, что и Нань Гуны Фань. В этот момент члены младшего поколения Звездного Поля Всех Небес радовались унижения Умин Юян Чжи и начали громко выкрикивать оскорбления в его адрес. Глава 3646. Истинная сила. Свист. Именно в этот момент Нань Гуны Фань внезапно поднял руку, показывая остальным, чтобы они успокоились. Среди члены младшего поколения Звездного Поля Всех Небес Нань Гуны Фань обладал абсолютной властью. Таким образом, после того, как он сделал такой жест, все члены младшего поколения Звездного Поля Всех Небес закрыли свои рты. Удивительно, но после того, как он показал людям позади него, чтобы они успокоились, Нань Гуны Фань, который мало говорил, внезапно заговорил снова. Я давно знаю о том, что, кроме Лин Ху Хун Фуя, все остальные люди в звездном поле боевого предка являются полным мусором. Именно поэтому я всегда считал ниже своего достоинства сражаться с вами всеми. После сегодняшнего опыта я понял, что это действительно так, насмешливо сказал Нань Гуны Фань. Когда они услышали эти слова, на лицах Кун Цы и всех остальных появились недовольные выражения. В конце концов, Нань Гуны Фань не просто оскорблял у Мин Юань Чжи, но он оскорблял их всех. Это, конечно, включало Чу Фына. Умин Юань Чжи, почему ты все еще стоишь здесь? Не сдерживайся против кого-то вроде него. Преподай ему безжалостный урок, иначе ты никогда больше не сможешь поднять голову. Крикнул Куна Цы. Это был первый раз в жизни Кун Цы, когда она хотела, чтобы Умин Юань Чжи одержал победу в бою. Давай же, используй все свои способности. В любом случае, результат будет тот же самый сказал Нань Гуны Фань. Очень хорошо. Поскольку это так, я, Умин Юань Чжи, заставлю тебя испытать мои способности. Пока Умин Юань Чжи говорил, из его тела вырывались белые газообразные языки пламени. Белое газообразное пламя напоминало одновременно туман и облака. После того, как они появились, окружающая боевая сила начала подвергаться его воздействию. Из-за эффекта белого газообразного пламени развитие Умин Юань Чжи снова увеличилось. Его развитие возросло с третьего рангосферы возвышенного до четвертого рангосферы возвышенного. Она уже появилась. Это сила облачного тумана. Увидев белое газообразное пламя, многие люди из звездного поля боевого предка взволнованно закричали. Даже без того, чтобы другие люди рассказали ему о произошедшем, Чу Фэн был в состоянии почувствовать, что причина, по которой развитие Умин Юань Чжи снова увеличилось, состояла в том, что он использовал сокровища. Однако это было не совсем обычное сокровище. Обычные сокровища никак не могли увеличить развитие человека, который находился в сфере возвышенного. Таким образом, это определенно было очень редкое сокровище. Сокровища, похожие по эффекту на голубую душу пустоты, которой владел Лин Ху Хун Фэй. Тем не менее, Чу Фэн был в состоянии сказать, что Лин Ху Хун Фэй сумел достичь еще более полного слияния со своей голубой душой пустоты. Хотя так называемая сила облачного тумана Умин Юань Чжи также была способна увеличить его развитие на один уровень, все еще присутствовали недостатки. По крайней мере, ее слияние с Умин Юань Чжи было недостаточно хорошим. Кроме того, Чу Фэн обнаружил, что Умин Юань Чжи, казалось, прилагал большие усилия, чтобы держать силу облачного тумана активной. Это означало, что даже при том, что сила облачного тумана была в состоянии увеличить его развитие, Умин Юань Чжи пришлось заплатить довольно высокую цену, чтобы активировать ее. Все это, в свою очередь, повлияло бы на его боевую силу. Тем не менее, нельзя было отрицать, что возможность использовать сокровища для повышения своего уровня развития на один уровень, даже находясь в сфере возвышенного, была экстраординарным подвигом. Это было не то, что можно было сделать за одну ночь. Умин Юань Чжи, должно быть, приложил много усилий и заплатил довольно высокую цену, чтобы использовать эту силу облачного тумана. Это вообще имеет значение? Нань Гуны Фаню смехнулся. Затем темно-красное пламя внезапно вырвалось из его тела. Пламя сразу же начало менять форму. Вскоре оно создало огненную броню, которая покрыла его. В этот момент развитие Нань Гуны Фаню снова увеличилось. Как и у Умин Юань Чжи, его развитие возросло с третьего ранга сферы возвышенного до четвертого ранга сферы возвышенного. После того, как появились огненные доспехи, сердца членов младшего поколения Звездного поля всех небес наполнились радостным волнением. Что касается членов младшего поколения из Звездного поля боевого предка, то гнев и недовольство на их лицах усилились. Несмотря на то, что и Нань Гуны Фань, и Умин Юань Чжи использовали сокровища, которые могли бы увеличить их развитие, сокровища Нань Гуны Фаня, с точки зрения как мощи, так и величия, превзошло сокровище Умин Юань Чжи. Тем не менее, Чу Фэн был в состоянии сказать, что степень слияния Нань Гуны Фаня с его сокровищем была все еще ниже, чем у Лин Ху Хун Фуя и его голубой души пустоты. Другими словами, хотя Нань Гуны Фань лучше владел своим сокровищем, чем у Мин Юань Чжи, он все же уступал Лин Ху Хун Фую. Ха-ха-ха. После того, как Нань Гуны Фань увеличил свое развитие, у Мин Юань Чжи не сразу бросился в атаку, как это было ранее. Вместо этого он разразился громким смехом. Нань Гуны Фань, неужели ты думаешь, что моя сила облачного тумана была моей последней козырной картой? Если ты так думаешь, то ты действительно смотришь на меня, у Мин Юань Чжи, свысока. Поскольку мисс Кун Цжи хочет, чтобы я выступил против тебя, тебе выпадет честь стать первым человеком, который увидит мою полную силу. Произнеся эти слова, у Мин Юань Чжи обратил свой пристальный взгляд на человека из Звездного Поля Всех Небес. Человеком, на которого он смотрел, был Баен Ло. Можно было сказать, что Баен Ло был вторым сильнейшим человеком среди всех членов младшего поколения Звездного Поля Всех Небес, уступая только Нань Гуны Фаню. Каждый раз, когда у Мин Юань Чжи бросал вызов Нань Гуны Фаню, этот Баен Ло выступал против него. Из-за этого у Мин Юань Чжи неоднократно сражался с Баен Ло. В конечном итоге они заканчивали каждый свой поединок в ничью. Таким образом, Баен Ло был членом младшего поколения Звездного Поля Всех Небес, который больше всего взаимодействовал с у Мин Юань Чжи. Баен Ло, ты всегда думал, что я у Мин Юань Чжи не мог победить тебя. По правде говоря, я просто чувствовал, что победить тебя было ниже моего достоинства. Сегодня я хочу, чтобы ты стал свидетелем моей истинной силы. После этих слов выражение лица у Мин Юань Чжи стало чрезвычайно суровым. Однако он уже закрыл глаза. Вскоре все заметили, что его аура меняется. Это было так, как если бы внутри него находился свирепый спящий зверь, который в данный момент просыпался. Свист. Внезапно у Мин Юань Чжи открыл свои плотно закрытые глаза. В этот момент его глаза стали фиолетовыми. Если быть точным, в его глазах появился пурпурный отпечаток. Кроме того, на его лбу также появился пурпурный отпечаток. Этот отпечаток был таким же, как и в его глазах. Когда появились отпечатки из его лба в качестве центра по всему телу у Мин Юань Чжи начали распространяться линии вин. Словно татуировки, они вскоре равномерно покрыли все его тело. Но самое главное было в том, что фиолетовые вены излучали слабый свет. С первого взгляда, хотя они казались странными, они были очень приятны глазу. После того, как появились фиолетовые линии вен, развитие у Мин Юань Чжи снова увеличилось. С четвертого ранга сферы возвышенного его развитие возросло до пятого ранга сферы возвышенного. Этот парень действительно скрывал такую силу. В этот момент выражения лиц этих высокомерных и снисходительных членов младшего поколения Звездного поля всех небес изменились. Это было особенно верно в отношении Боин Ло, который сражался с Умин Юань Чжи несколько раз. Поскольку Боин Ло много раз сражался с Умин Юань Чжи и каждый раз заканчивал поединок с ним в ничью, он знал все о способностях Умин Юань Чжи. Точно так же и другие члены младшего поколения Звездного поля всех небес знали о его способностях. Тем не менее фиолетовые линии вен, которые теперь покрывали его тело, были чем-то, что они никогда не видели, чтобы он использовал раньше. Это был первый раз, когда они поняли, что его сила намного превосходит их собственную. Это был первый раз, когда они поняли, насколько устрашающим был Умин Юань Чжи. Ужасающий. Конечно же Умин Юань Чжи был ужасающим. Каждый должен знать, что его настоящее развитие было только на уровне возвышенного второго ранга. Для гениев возможность увеличить свое развитие на один уровень выше своего настоящего развития была очень обычной. Однако возможность увеличить свое развитие на два уровня была тем, на что были способны только высшие гении демонического уровня. Что касается увеличения своего развития на три уровня, то независимо от того, было ли это сделано с помощью своей собственной силы или заимствованной внешней силы, это все еще было тем, что шокировало бы всех. Таким образом, даже присутствующие гении были поражены, увидев силу Умин Юань Чжи. Причина этого заключалась в том, что то, что сделал Умин Юань Чжи, для них было невозможно выполнить. Глава 3647. Клан Умин. Это не сокровище и не божественная сила. Скорее это похоже на силу родословной. Пробормотал Чуфын. Может ли это быть легендарной и уникальной силой родословной клана Умин? Внезапно кто-то испуганно вскрикнул. После этого группа членов младшего поколения звездного поля боевого предка разразилась шумом. Как будто они увидели что-то действительно необычное. Это действительно сила родословной нашего клана Умин, сказал Умин Сюнма. Так как он был человеком, который также был из главного царства звездного поля, человеком, который был также из клана Умин, слова Умин Сюнма служили абсолютным ответом. Уникальная сила родословной, как обладание силой родовой одновременно с божественной силой. Взгляд Чуфына изменился. В высших царствах было множество людей, которые обладали силой родословной. Сила родословной не ограничивалась только небесными родословными. Были также чудовищные кланы и человеческие кланы, которые обладали уникальными родословными, отличающимися от небесных родословных. Обладание силой родословной было неотъемлемым преимуществом перед обычными боевыми практиками. В конце концов, сила родословной была способна увеличить силу человека. На самом деле некоторые силы родословной были сильнее даже божественных сил. Давайте возьмем в качестве примера небесную родословную Чуфына. Это была чрезвычайно мощная сила родословной, и можно было сказать, что это была первоклассная сила родословной. Небесные родословные не только имели отметки молнии, которые могли увеличить развитие практика, но и броню молнии и крылья молнии также были способны увеличить развитие обладателя родословной. Даже если броня молнии и крылья молнии будут запечатаны по мере увеличения развития, человек все равно сможет их распечатать, если он будет достаточно сильным. Из-за того, что силы родословной были очень могущественными, люди, которые обладали силой родословной, не могли получить божественную силу. Однако этот Умин Юань Чжи явно был человеком, который обладал божественной силой. То, что он использовал для увеличения своего развития вначале, было без сомнения божественной силой. Однако было также очевидно, что он обладал силой родословной. Таким образом, как он мог получить божественную силу в дополнение ко всему этому. Может быть, кто-то помог ему и насильно обгденил божественную силу с его телом. Такая возможность действительно была вероятной. В конце концов, Чуфын знал о том, что есть люди, способные на это. Например, в звездном поле боевого предка на такое был способен этот старый доз с бычьим носом. Брат Чуфын, я могу сказать, что ты не очень много понимаешь о силе родословной главного царства звездного поля. Внезапно голос Кун Тиньхуэя прозвучал в ушах Чуфына. Увидев растерянные выражения лица Чуфына, Кун Тиньхуэй не стал ходить вокруг да около и прямо сказал. Люди из главного царства звездного поля имеют другое имя клан Умин. Это особый клан людей. Их клан очень могущественный. Практически каждый из них обладает божественной силой. Более того, все они достигли совершенного контроля над своей божественной силой. Можно было бы сказать, что их контроль над их божественной силой нисколько не уступает контролю нашего королевского города божественного тела. Тем не менее, помимо божественной силы, текущая в их крови особая сила родословная уникальна для них. Просто их сила родословной запечатана с самого рождения. Говорят, что только достигнув сферы самого возвышенного, они смогут распечатать свою силу родословной. Тем не менее, есть небольшая часть людей, которые могут распечатать свою силу родословной в сфере возвышенного. Люди, способные на такой подвиг, практически все способны стать преемниками будущего главы клана Умин, поскольку это является показателем их таланта, показателем их силы. Будучи в состоянии распечатать свою силу родословной в сфере возвышенного, человек получает всеобщее признание. Так вот в чем дело, услышав эти слова, Чуфын внезапно понял. Хотя клан Умин обладал силой родословной, их сила родословной не очень помогала им. На самом деле можно было бы сказать, что их сила родословной вообще не помогала им. По крайней мере, прежде, чем они достигнут сферы самого возвышенного, их сила родословной вообще не сможет им помочь. Вероятно, именно поэтому они были способны обрести божественную силу. Тем не менее, возможность получить божественную силу все еще была для практически всех из них экстраординарным подвигом. Это совершенно определенно не было тем, что можно было бы объяснить простым совпадением. Вместо этого казалось, что они обладали каким-то особым методом получения божественной силы. Может ли быть, что способность клана Умин может получить божественную силу, имеет какое-то отношение к их запечатанной силе родословной? Спросил Чуфын. То, о чем ты подумал, также является вещью, о которой думают многие люди. Возможно, это действительно связано с их силой родословной. Тем не менее, с точки зрения силы родословной, ваша небесная родословная все еще является сильнейшей. Даже если всем вам суждено быть неспособными получить божественную силу, вы способны пробудить множество различных сил. Я думаю, что ты понимаешь это лучше, чем я, сказал Кун Тиньхуи с сияющей улыбкой. Услышав эти слова, Чуфын тоже улыбнулся. Он не мог отрицать слова Кун Тиньхуи. Действительно, небесные родословные были способны раскрыть множество различных сил. Чуфын был способен использовать отметку молнии и броню молнии. Когда-нибудь его запечатанные крылья молнии тоже будут распечатаны. В то время Чуфын будет в состоянии мгновенно увеличить свое развитие на три уровня. Это было то, что другие боевые практики не смогли бы выполнить. Это было то, что могли сделать только те, кто обладал небесной родословной. Грохот, грохот, грохот. Внезапно Земля начала ритмично дрожать. Это было из-за Умин Юаньчжи. В этот момент Умин Юаньчжи использовал силу облачного тумана, силу родословной и божественную силу одновременно. Его аура полностью изменилась. Он казался божеством, состоящим из природной энергии. С каждым его шагом дрожали небо и земля. Наньгун и Фань. Хотя секта всех небес могущественная, наш клан Умин не является обычным кланом. Ты должен знать о том, что в нашем звездном поле боевого предка все еще есть люди, способные заставить тебя чувствовать страх, кроме Линху Хунфыя. На лице Умин Юаньчжи появилось самодовольное выражение. Это был не просто проявлением гордости. После высвобождения его различных сил, он стал гораздо более уверенным, даже высокомерным. Хех. Однако, когда Наньгун и Фаньа столкнулся с таким Умин Юаньчжи, уголки его рта приподнялись в усмешке. Он все еще презрительно улыбался. Во-первых, никогда еще Линху Хунфыя не заставлял меня чувствовать страх. Что касается тебя, то даже при том, что твое развитие увеличилось на три последовательных уровня, ты все еще не более чем клоун в моих глазах, ты все еще никто, сказал Наньгун и Фань. Насмешка. Это была откровенная насмешка. Будучи в состоянии раскрыть свою силу родословной в сфере возвышенного, Умин Юаньчжи уже считался преемником главы клана главного царства Звездного поля. Никто не отказался бы признать его талант и силу. Однако Наньгун и Фань не только отказался признать Умин Юаньчжи, но и серьезно оскорбил его. А ты и правда онощивый. Сегодня я заставлю тебя испытать истинную силу, которой обладаю я, Умин Юаньчжи. Конечно же, слова Наньгун и Фаньа привели в ярость Умин Юаньчжи. Неполное оружие возвышенного в руке Умин Юаньчжи резко обрушилось вниз. Ошеломляющая аура меча пронеслась вперед. Наньгун и Фань развел руками. После этого ошеломляющая аура меча рассеялась в воздухе. Глава 3648. Переполняющие намерения убийства. Что произошло? Когда он увидел произошедшее, даже выражение лица Чуфына изменилось. Хотя эта аура меча не была чрезвычайно мощной атакующей техникой, она обладала силой возвышенного пятого ранга. Превосходство в развитии было абсолютно не тем, что соперник мог компенсировать. Независимо от того, насколько мощными могут быть способности человека, если он не обладает бросающий вызов небесам боевой силой, он не сможет легко заблокировать атаку человека с более высоким уровнем развития. В настоящее время было очевидно, что Наньгун и Фань обладал более слабым развитием, чем у Мин Юань Чжи. Тем не менее он смог без особых усилий рассеять ауру меча у Мин Юань Чжи. Что-то не так. Вскоре Чуфын заметил, что в этой ситуации было что-то неладно. Аура Наньгун и Фань изменилась. В этот момент аура, которую он излучал, больше не была аурой возвышенного четвертого ранга. Вместо этого это была аура возвышенного пятого ранга. Даже при том, что он очень хорошо скрывал свое развитие, и многие из присутствующих людей не обнаружили его, Чуфын был в состоянии обнаружить его. Как это может быть? Как такое могло произойти? На лице у Мин Юань Чжи отразилось недоумение. Он не заметил, что развитие Наньгун и Фаньа изменилось. Таким образом, он чувствовал, что Наньгун и Фань рассеял его силу возвышенного пятого ранга силой возвышенного четвертого ранга. Черт возьми! Внезапно у Мин Юань Чжи закричал от ярости и непримиримости. После этого он поднял свое неполное оружие возвышенного и планировал начать еще одну атаку на Наньгун и Фань. Свист. Именно в этот момент Наньгун и Фань поднял и раскрыл ладонь. Как только он это сделал, у Мин Юань Чжи был сбит с неба. Он получил серьезные ранения и находился в таком жалком состоянии, что даже его неполное оружие возвышенного упало на землю. Что именно происходит? Не говоря уже о членах младшего поколения звездного поля боевого предка, даже члены младшего поколения звездного поля всех небес были совершенно озадачены. Они понятия не имели о том, что произошло. Возвышенный четвертого ранга сумел легко победить возвышенного пятого ранга? По их мнению, это было просто невозможно. Это было также что-то, чего они никогда не видели раньше. Неужели вы не можете понять, что произошло? Поскольку вы все хотите узнать обо всем так сильно, я, Наньгун и Фань, скажу вам правду. Внезапно Наньгун и Фань нахмурился. После этого из его тела вышла безграничная сила. В этот момент над Наньгун и Фаним появилось огромное изображение высотой более 10 тысяч метров. Это был огромный Будда. Будда казался несравненно божественным. Увидев его, можно было почувствовать нечто вроде благоговения от самого сердца. После того, как появился гигантский Будда, скрытая аура возвышенного пятого ранга Наньгун и Фаня также была высвобождена. В этот момент все пришли к пониманию. Оказалось, что это был не тот Наньгун и Фань, который был настолько бросающим вызов небесам, что он мог победить Юмин Юаньчжи с силой возвышенного пятого ранга, обладая развитием с возвышенного четвертого ранга. Вместо этого он использовал своего рода особую способность, чтобы увеличить свое развитие. Это секретная техника нашей секты всех небес, тело Будды всех небес. Действительно, это тело Будды всех небес. Это наше тело Будды всех небес. Никогда бы я не подумал, что Ифань действительно сумел успешно практиковать легендарное тело Будды всех небес. Члены младшего поколения Звездного Поля всех небес были чрезвычайно взволнованы. Из их взволнованных высказываний Чуфин и другие узнали о способности, которую использовал Наньгун и Фаня. Члены секты всех небес обучались особой таинственной технике с юности. Эта таинственная техника называлась «Таинственная техника всех небес». Эта таинственная техника всех небес была секретной техникой. Эта тайная техника называлась «Тело Будды всех небес». Тем не менее, тело Будды всех небес было очень трудно изучить. Это была легендарная сила. По слухам, во всем Звездном Поле всех небес только их нынешний глава понимал эту технику. Никто никогда не думал, что Наньгун и Фань также сумел успешно изучить «Тело Будды всех небес». Это также было причиной, по которой члены младшего поколения Звездного Поля всех небес были такими взволнованными. Свист. Именно в этот момент тело Наньгун и Фаня сдвинулось с места. Он начал летать и в следующее мгновение появился перед Умин Юаньчжи. Умин Юаньчжи, теперь ты знаешь о том, насколько ты незначительный и слабый? Наньгун и Фань смотрел на Умин Юаньчжи, как бог на простого смертного. Его взгляд был полон высокомерия и презрения. Хех. Умин Юаньчжи издал слабый смешок. Затем из его тела начала исходить безграничная боевая мощь. Подобно приливу, безграничная боевая мощь нахлынула на Наньгун и Фань. Волна боевой мощи испускала странную ауру. Это была необычная боевая мощь. Хотя Наньгун и Фань не был отброшен назад приливом безграничной боевой мощи, его движения были ограничены им. Это был секретный навык, секретный навык, способный мгновенно связать Наньгун и Фаня. Вот дерьмо. И Фань был неосторожен. Все члены младшего поколения Звездного поля всех небес показали нервные выражения, увидев это. Даже при том, что боевая мощь Наньгун и Фаня была намного сильнее, чем у Умин Юаньчжи. Он был ограничен Умин Юаньчжи. Как и подобает мишени, он мог только позволить себе быть избитым Умин Юаньчжи. Умри. В этот момент Умин Юаньчжи издал яростный крик. Затем он внезапно встал, поднял кулак из силы и ударил им Наньгун и Фаня по лицу. Грохот. Кулак попал в цель. Окружающий воздух начал сильно дрожать. Однако выражение лица Умин Юаньчжи застыло. Даже при том, что его кулак ударил Наньгун и Фаня в лицо, лицо Наньгун и Фаня не было повреждено вообще. Вместо этого кулак Умин Юаньчжи был залит кровью. Ты. На лице Умин Юаньчжи появилось потрясенное выражение. Тело Будды всех небес имеет предельную твердость, предельную мужественность. Оно не только увеличивает мое развитие, но и способно защитить меня. После его активации ты не сможешь навредить мне теми крохами способностей, которыми обладаешь. Хотя тебе удалось увеличить свое развитие, используя свое сокровище, свою силу родословное и свою божественную силу, тебе удалось сделать это только с большим трудом. Таким образом, несмотря на то, что ты также являешься прямо сейчас возвышенным пятого ранга, наша боевая мощь находится на совершенно разных уровнях. Если бы боевая мощь между одинаковыми уровнями могла различаться как небо и земля, то я стоял бы на небесах, а ты был бы погребен глубоко в земле. Умин Юаньчжи это несоответствие между тобой и мной. Это истина, которую ты никогда не сможешь изменить в своей жизни. У Нань Гуныфаня не только было насмешливое выражение на его лице, но он также говорил чрезвычайно злые слова. Каждое его слово было личным оскорблением в адрес Умин Юаньчжи. Это так? Умин Юаньчжи внезапно усмехнулся. Затем он открыл рот и выпустил гигантский плевок в лицо Нань Гуныфаня. Будучи неподготовленным, Нань Гуныфань был поражен плевком Умин Юаньчжи. Хотя я не могу причинить вред твоему телу, я могу опозорить тебя. Нань Гуныфань, каким бы удивительным ты ни был, ты должен помнить о том, что этот плевок является оскорблением, нанесенным тебе твоим дедушкой Умин Юаньчжи. Сказал он с гордым видом. Затем он разразился громким смехом. Умин Юаньчжи понял, что ему действительно не сравнится с Нань Гуныфанем. Однако этот плевок доставил ему огромное удовольствие. Он чувствовал, что хотя и проиграл Нань Гуныфаню, но не потерпел полное поражение. Что касается Нань Гуныфаня, то он стоял там совершенно ошеломленный. Он просто не смел поверить в то, что только что произошло. Несмотря на то, что слюна Умин Юаньчжи, как и его боевая мощь, просто не могла причинить ему никакого вреда. Даже несмотря на то, что слюна не могла даже испачкать его лицо. Все еще оставалось, что плевок попал на его лицо. Это был первый раз в жизни Нань Гуныфаня, когда кто-то плюнул ему в лицо. Что это за унижение такое? Быть оплеванным является чем-то, что обычные люди сочли бы невыносимым, а тем более если это касается кого-то столь же высокомерного и тщеславного, как Нань Гуныфаня. Я собираюсь убить тебя. Внезапно раздался яростный крик. Выражение лица Нань Гуныфаня исказилось. Его глаза были еще страшнее, чем у свирепых зверей. Кроме того, он излучал безграничное намерение убийства. Нань Гуныфаня вовсе не шутил. Он действительно планировал убить Умин Юянчжи. Более того, он уже нанес удар по Дантине Умин Юянчжи. Если этот удар достигнет своей цели, то даже если Умин Юянчжи выживет, он определенно потеряет свое развитие. Свист. Однако в момент, когда Умин Юянчжи находился в неминуемой опасности, между Умин Юянчжи и Нань Гуныфаним внезапно появилась фигура. Подобно молнии, этот человек силой заблокировал своим кулаком полный убийственного намерения кулак Нань Гуныфаня. После этого послышался нежный голос. Тебе придется пройти через меня, если ты хочешь убить его. Глава 3649. Бросая вызов всем остальным. Человек, который заблокировал атаку Нань Гуныфаня, был известен всем присутствующим. Это был Умин Сюнма. Тело Умин Сюнма излучало не только божественную силу, но и силу сокровища. Самое главное, что фиолетовые отпечатки присутствовали также в его глазах и на его лбу. Его тело также было покрыто странно красивыми фиолетовыми линиями вин. Значит, Умин Сюнма на самом деле также сумел разблокировать силу родословной клана Умин. Эти двое парней, они действительно хорошо скрывают свою силу. Все присутствующие пришли к внезапному осознанию, увидев нынешнюю внешность Умин Сюнма. Его истинная сила была не слабее, чем Умин Юань Чжи. Эти двое были поистине достойны называться высшими гениями главного царства Звездного Поля. По крайней мере, они оба обладали талантом, достойным становлением следующим главой клана Умин. После того, как он использовал свою божественную силу, сокровище и силу родословной, развитие Умин Сюнма естественно увеличилось со второго ранга сферы возвышенного до пятого ранга сферы возвышенного. ХМПФ Нань Гуны Фань холодно фыркнул. Затем его рука начала дрожать, и всепоглощающая боевая мощь хлынула вперед. Тем не менее Умин Сюнма также был подготовлен. Он махнул рукой и оттолкнул ее. Хотя рябь энергии от их столкновения оттолкнула Умин Сюнма на несколько десятков шагов назад, Нань Гуны Фань также был оттеснен назад. Хотя это было всего лишь 10 шагов, он все еще был оттеснен в результате их столкновения. Боевая мощь Умин Сюнма действительно способна противостоять боевой мощи Нань Гуны Фань. В то время как то, что Умин Сюнма остановил удар Нань Гуны Фань, может быть совпадением, то, что произошло в результате их последнего противостояния, определенно не было совпадением. Противостояние показало, что Умин Сюнма был очень сильным. В конце концов, он смог заставить Нань Гуны Фань отступить. Тем не менее Умин Сюнма держал в своей руке высококачественное неполное оружие возвышенного. Это неполное оружие возвышенного, безусловно, оказало огромную помощь его боевой мощи. Однако Умин Юань Чжи держал неполное оружие возвышенного, когда он ранее сражался против Нань Гуны Фаня. Тем не менее даже при том, что Нань Гуны Фань не использовал неполное оружие возвышенного, Умин Юань Чжи все еще не мог противостоять ему и был безжалостно подавлен им на протяжении всего времени. На самом деле можно сказать, что Умин Юаньчжи не сумел даже отбиться от Нань Гуныфаня на протяжении всего их матча. Таким образом, можно было увидеть, что даже при том, что сила Умин Сюнма все еще уступала силе Нань Гуныфаня, его сила определенно превосходила силу Умин Юаньчжи. Разве можно сражаться вдвоем против одного? В этот момент все члены младшего поколения Звездного поля всех небес забеспокоились. Не только они гневно кричали, но и Бэйнло и другие могущественные люди среди них также выступили вперед. Они, казалось, планировали начать битву против членов младшего поколения Звездного поля боевого предка. Всем назад. К всеобщему удивлению, Нань Гуныфаня закричал на своих спутников тоном, полным нетерпения. Я, Нань Гуныфаня, сам могу позаботиться об этом мусоре. Ты, ты и ты, вы трое тоже можете подойти ко мне. Нань Гуныфаня не только произнес эти слова, но и указал на Кун Ци Лун Нин и Сянь Юнь. Его поведение можно было бы назвать очень неуважительным. В конце концов, он назвал их мусором ранее, а затем указал на Кун Ци Лун Нин и Сянь Юнь. Разве это не означало, что в глазах Нань Гуныфаня Кун Ци Лун Нин и Сянь Юнь также были мусором? Столкнувшись с таким поведением со стороны Нань Гуныфаня, Кун Ци и Лун Ниноби посмотрели на него яростными и хмурыми взглядами. Они были гордыми гениями, стоящими выше всех остальных. Никогда прежде они не испытывали такого унижения. Несмотря на то, что их лица побледнели от гнева, они не сделали ни одного шага вперед. В конце концов, они чувствовали, что, поскольку все они были возвышенными второго ранга, было бы неприлично запугивать Нань Гуныфаня своим количеством. Если они действительно будут иметь дело с Нань Гуныфанем пятеро на одного, это повлияет на их репутацию, как только новости об этом деле распространятся. Даже если бы им удалось одержать над ним победу, они, как говорится, имели бы несправедливое преимущество в этой битве. Если бы они проиграли, то были бы полностью унижены. Так как молодой мастер Нань Гун сделал такое предложение, то я, Сянь Юнь, приму его. К удивлению всех присутствующих, когда и кунцы, и луннин колебались из-за беспокойства за свою репутацию, культурная, утонченная и, казалось бы, гораздо более хладнокровная Сянь Юнь на самом деле выступила вперед. В этот момент одежда Сянь Юнь развивалась, хотя ветра не было. Она излучала бессмертную и внушительную ауру всем своим телом. В сочетании с утонченной аурой, которой она уже обладала, она действительно выглядела как небесная фея. Сянь Юнь, как самый сильный гений чудовищного святого города, обладала способностями не слабее, чем те, которыми обладали Умин Юань Чжи и Умин Сюнма. Она не только увеличила свое развитие со второго ранга до пятого, но и взяла в руку меч. Меч был очень тонким и длинным. На первый взгляд он вовсе не казался особенным. Однако если бы кто-то присмотрелся к мечу поближе, тогда они бы заметили, что меч был несравненно острым. Это тоже было высококачественное неполное оружие возвышенного. Сянь Юнь, она говорит серьезно. Многие люди были шокированы поведением Сянь Юнь. По всеобщему удивлению, чья-то рука схватила Сянь Юнь. Сянь Юнь, успокойся. Ты действительно планируешь запугать его количеством? Спросила Кун Ци. Кун Ци, я очень спокойно, сказал Сянь Юнь. Ты совсем не спокойна. Неужели ты не обдумала последствия своего решения? Кун Ци опровергла слова своей подруги. Они уже подавляют нас, унижают. Независимо от того, какие могут быть последствия, я не могу придумать причину, чтобы отказаться от этой битвы. Мы являемся боевыми практиками. Почему мы так много работаем, чтобы тренироваться? За иллюзорную честь и славу? Нет. Насколько я понимаю, мы так много работаем, чтобы тренироваться, потому, что мы не хотим быть униженными другими. Все ради того, чтобы мы могли иметь целостность идти против судьбы, идти против небес. Если мы потеряем эту целостность, то независимо от того, сколько чести мы сможем получить, все это будет напрасно, сказала Сянь Юнь. Сянь Юнь, ты, Кун Ци была ошеломлена, услышав эти слова. Это касалось не только нее. Лун Нин и многие другие члены младшего поколения Звездного поля боевого предка также были ошеломлены. Даже Чу Фэн посмотрел на Сянь Юнь с совершенно новым уровнем уважения. Он чувствовал, что то, что сказала Сянь Юнь, было очень правильно. Не пытайтесь попусту тратить время. Если вы собираетесь драться, тогда нападайте на меня вместе. Разве вы все не хотели бросить мне вызов? Сегодня я предоставлю вам эту возможность. Я также хочу, чтобы вы все поняли, что означает слово несоответствие, насмешливо сказал Нань Гуны Фань. Этот парень, он просто невыносимо издевается над нами. Кун Ци наконец не смогла сдержаться. Она чувствовала, что то, что сказала Сянь Юнь, было очень разумно. Ее тело сдвинулось с места, и она полетела в сторону Нань Гуны Фаня. Следом за ней, Лун Нин также полетела и приземлилась позади Нань Гуны Фаня. Кун Ци и Лун Ниноби применили свои самые сильные способности и увеличили свое развитие на целых три уровня, чтобы получить развитие возвышенных пятого ранга. Кроме того, они вдвоем отрезали путь к бегству Нань Гуны Фаню. Они действительно собирались преподать ему урок. В тот момент члены младшего поколения звездного поля боевого предка очень нервничали. Даже члены младшего поколения звездного поля всех небес начали волноваться. В конце концов, Умин Юань Чжи, Умин Сюн Ма, Кун Ци, Лун Нин и Сянь Юнь были представителями сильнейших сил звездного поля боевого предка. Они также были самыми сильными членами младшего поколения, которые были в звездном поле боевого предка. Их сила была признана большинством людей. Таким образом, даже члены младшего поколения Звездного Поля Всех Небес были обеспокоены сложившейся ситуацией. Они боялись того, что Нань Гуныфань не выдержит осады этой пятерки. Члены младшего поколения Звездного Поля Боевого Предка также были встревожены. Однако они, естественно, не беспокоились о Нань Гуныфане. Вместо этого они переживали за своих пятерых гениев. Кунцы и другие не только представляли себя, они также представляли их всех, всех членов младшего поколения Звездного Поля Боевого Предка. Если бы все пятеро не смогли справиться с Нань Гуныфаним, даже объединив усилия, они были бы не единственными, кто был бы унижен. Вместо этого все Звездное Поле Боевого Предка будет унижено. Как только новости об этом деле распространятся, все Звездное Поле Боевого Предка станет посмешищем. Это также было причиной, по которой Кунцы и Луннин ранее не решались сражаться с Нань Гуныфаним. Глава 3651 Восстановление своего развития О, что вы все сказали раньше. Разве это не было что-то вроде того, что если я, Нань Гуныфань, хочу бросить вызов Чуфыну, я должен сначала пройти через вас всех? В таком случае, мусор, что ты скажете мне сейчас. Хотя Нань Гуныфань больше не сражался, он не собирался просто так забыть об этом вопросе и начал оскорблять Мин Юянчжа и других. Если бы это было раньше, они определенно опровергли бы оскорбление Нань Гуныфаня. Однако теперь они были совершенно безмолвными. Когда даже они сами чувствовали, что они были мусором, как именно они должны были опровергнуть слова Нань Гуныфаня. Увидев пятерых человек, которые были полностью сокрушены, угол Кирта Нань Гуныфаня приподнялись в довольной улыбке. Эта сцена была именно тем, что он хотел увидеть. Таким образом, он снова обратил свой пристальный взгляд на Чуфына. Чуфын, ты собираешься выйти, чтобы сразиться со мной или ты признаешь свое поражение? Спросил Нань Гуныфань. Он все еще не собирался щадить Чуфына. На самом деле, если бы не его желание бросить вызов Чуфыну, Нань Гуныфань не стал бы сражаться с Умин Юянчжи и остальными. Причина, по которой он оскорбил Умин Юянчжи и других людей подобным образом, заключалась именно в том, что они стали препятствием для его возможности преподать урок Чуфына. Юный друг Нань Гуныфань, если юный друг Чуфын не желает принять твой вызов, ты не должен настаивать на поединке, сказал господин Шауцзянь. Чуфын, моя броня души алого пламени уже рассеялась. В данный момент я не могу использовать ее снова. Даже в такой ситуации, ты все еще не осмеливаешься бороться со мной. Я слышал, что твой отец был героем своего времени. Как он мог породить такого трусливого и слабого отброса вроде тебя? Нань Гуныфань полностью проигнорировал предупреждение господина Шауцзяня и продолжал оскорблять Чуфына. Этот Чуфын действительно трус. В самом деле, Чуфын действительно мусор. Еще в шахматной формации он действовал так сильно. Кроме того, разве не было сказано, что ему удалось сразиться в ничью против Линху Хунфыя? Как он стал таким трусом в тот момент, когда покинул шахматную формацию? В этот момент члены младшего поколения Звездного поля всех небес также начали высмеивать Чуфына. Подобно воющим ветрам и проливным дождям, их оскорбления обрушились на Чуфына. Чуфын чувствовал себя очень раздраженным. Он не чувствовал ярости из-за их оскорблений. Вместо этого, он был в ярости потому, что не мог сражаться, даже при том, что он явно обладал силой, чтобы победить Нань Гуныфаня. Самое главное, когда он посмотрел на безразличных кунцы, Луннин, Сянь Юнь, Умин Юань Чжи и Умин Сюнма, которые медленно поднялись, Чуфын почувствовал себя очень больно. Он знал, что после сражения они получили серьезную травму, они пережили серьезное психическое потрясение. Такая травма может влиять на них на протяжении всей оставшейся жизни. Из-за этого он чувствовал, что действительно подвел их пятерых. Он действительно хотел пойти и преподать урок Нань Гуныфаню. Он также хотел заткнуть рот этим клоунам из Небесного Звездного Поля. К сожалению, он не мог этого сделать. Это заставило его чувствовать себя крайне подавленным. Внезапно Чуфын взревел. Черт возьми, посмотрите на эту ситуацию. Может вы все прекратите сражаться и вернете мне мое развитие, чтобы я мог позаботиться об этом ублюдке? Переполненный этим удушающим чувством, Чуфын даже громко закричал от ярости. Его голос был очень пронзительным и звучал сродни грому. Все присутствующие ясно это слышали. На мгновение воцарилась полная тишина. Все собравшиеся были ошеломлены. Даже Нань Гуныфан не был исключением. Все они были совершенно озадачены внезапным криком Чуфына. У этого парня что-то не так с головой или что? Что за чертовщину он несет? Он что, сошел с ума? После того, как они были на мгновение ошеломлены, все собравшиеся начали обсуждать произошедшее. Однако, когда они снова посмотрели на Чуфына, удивление заполнило их лица. Они были удивлены, обнаружив, что выражение лица Чуфына изменилось с того строгого взгляда, которым он смотрел раньше, на улыбку, полную радости. Это была необычная улыбка. Вместо этого это была улыбка бесконечного волнения, восторженная улыбка. Причина, по которой Чуфын так улыбался, заключалась в том, что он был потрясен, обнаружив, что после этого яростного крика девять огромных зверей-молнии в его донтяне фактически прекратили атаковать семя священного дерева. Поскольку огромные звери-молнии прекратили свои атаки, священное семя-дерево также перестало сопротивляться им. После этого развитие Чуфына, которое было подавлено вследствие их битвы, было восстановлено. Святая корова, вы в состоянии меня слышать, вы все действительно даете мне лицо. Чуфын был поистине в экстазе. Он был в состоянии почувствовать, что его подавленное развитие вернулось к нему. В это мгновение его тело и душу наполнило развитие третьего сферы возвышенного. Все это было так живо. Брат Юань Чжи, брат Сюнма, мисс Кун Ци, мисс Лун Нин, мисс Сянь Юнь. Внезапно Чуфын обратил свой пристальный взгляд на этих пятерых людей одного за другим. Затем он сжал кулак и поклонился. Мне очень жаль это. В этот момент не только посторонние зрители были сбиты с толку. Даже все пятеро были озадачены действиями Чуфына. Умин Юань Чжи подошел к Чуфыну и спросил. Брат Чуфын, ты что ты делаешь? Почему ты внезапно стал извиняться перед нами? Чуфын, что произошло? Старший брат Чуфын, ты что ты сказал раньше? Я не совсем понимаю. Кун Ци, Лун Нин и другие также подошли к Чуфыну. Брат Чуфын, ты не должен чувствовать себя обремененным этим. Возможность бросить вызов Нань Гуны Фаню была чем-то, что мы всегда хотели осуществить. Просто он все время отказывался принимать наши вызовы. Мы просто воспользовались этой возможностью сегодня, чтобы бросить ему вызов. Даже с учетом того, что результат довольно унизительный, это все равно было тем, что мы хотели. Умин Сюн Ма подошел к Чуфыну и похлопал его по плечу. У него была очень внимательная натура. По сравнению с растерянным Умин Юань Чжи и остальными, он подумал о причине, по которой Чуфын внезапно извинился перед ними. Молодой мастер Чуфын, победа и поражение являются обычным делом в сражениях. Боевые практики не боятся быть побежденными. То, чего мы боимся, это побеждать слишком много. Мы в порядке, ты не должен винить себя, стала убеждать Чуфына Сянь Юнь. А я-то тут все гадал, что происходит. Так это действительно правда. Брат Чуфын, хотя сейчас я и не ровня Нань Гун и Фаню, однажды я смогу победить его. Несмотря на то, что сегодня я пережил унижение, я верну свою честь в будущем, Умин Юань Чжи похлопал себя по груди. Увидев, что эти пять человек утешают его, несмотря на то, что они сами чувствовали себя очень подавленными, Чуфын чувствовал себя еще более расстроенным. В конце концов, он недолго знал этих пятерых людей. На самом деле он разговаривал с ними всего пару раз. Чуфын действительно никогда не думал, что эти пятеро лучшие гении, которые представляли главное царство Звездного Поля и три города, будут такими преданными и праведными людьми. Я, Чуфын, навсегда запомню добрые намерения каждого из вас. Произнеся эти слова, Чуфын посмотрел на Нань Гун и Фаня. Свист. Внезапно Чуфын поднял руку, и вспышка света полетела в сторону Нань Гун и Фаня. Нань Гун и Фань взмахнул рукой и заблокировал вспышку света, сбив ее на землю. Все решили, что это было какое-то скрытое оружие. Однако при ближайшем рассмотрении они обнаружили, что это была лекарственная гранула. Однако поскольку Нань Гун и Фань, взмахнув рукой, вложил в нее слишком много силы, эта лекарственная гранула разбилась в дребезги. Тем не менее все смогли сказать, что это действительно была лекарственная гранула. Глава 3652. Чуфын вступает в битву. Что этот парень пытается сделать? У него что-то не так с головой? Почему он решил бросить лекарственную пилюлю в Нань Гун и Фаня? Члены младшего поколения Звездного поля всех небес начали смотреть на Чуфына, как на сумасшедшего. Нынешнее поведение Чуфына было просто слишком странным. Даже в этот момент они не могли точно понять, что он пытался сделать. Какая потеря это было для тебя, чтобы вылечить твои раны, сказал Чуфын Нань Гун и Фаню. Вылечить мои раны? Почему я должен лечить свои травмы, когда я не травмирован? Холодно спросил Нань Гун и Фань. В его голосе прозвучала даже легкая насмешка. Это твоя так называемая броня души алого пламени вызвала у тебя настоящую реакцию. Будет лучше, если ты выздоровеешь и не будешь потом говорить о том, что я издеваюсь над тобой, когда ты будешь ранен, сказал Чуфын. Что ты хочешь этим сказать? Холодно спросил Нань Гун и Фань. Эта ситуация произошла из-за меня. Таким образом, я должен быть тем, кто решит эту проблему. Нань Гун и Фань, разве ты не хотел сразиться со мной? Я, Чуфын, официально принимаю твой вызов, сказал Чуфын. Что он принял вызов? Что именно не так с головой этого парня? Раньше он даже не смел пукнуть, когда его унижали. Его поведение было просто предельно трусливым. Он даже нуждался в том, чтобы у Мин Юань Чжа и другие пришли ему на помощь. Почему он внезапно решил принять вызов именно сейчас? Выражение шока заполнило лица членов младшего поколения Звездного поля всех небес. Они были не в состоянии понять поведение Чуфына. Даже сам Нань Гун и Фань был удивлен. Он спросил. Ты серьезно? Конечно, если ты готов, я начну свою атаку, сказал Чуфын. Хех. Нань Гун и Фань внезапно расхохотался. Он сказал. Очень хорошо, выйди вперед и выпусти этого своего мирового духа. И зачем мне высвобождать своего мирового духа? Спросил Чуфын. Разве ты не мусор с точки зрения боевого развития? Разве ты не полагаешься на свои техники мирового духа и мирового духа? Я не хочу терять время, так как ты планируешь сразиться со мной. Действуй и дай волю своей полной силе, так как я не собираюсь давать тебе поблажек, сказал Нань Гун и Фань. Нань Гун и Фань не только слышал о Чуфыне из разговоров других. Он также навел справки о самом Чуфыне. Таким образом, он знал о том, что он полагался не на свое развитие, а скорее на силу своего мирового духа, чтобы сразиться в ничью с Линху Хунфоем. О, действительно, я боролся против Линху Хунфоя, используя свои техники мирового духа. Однако мне не нужно использовать своего мирового духа, чтобы заботиться о тебе. Я сам справлюсь, сказал Чуфын. На что ты намекаешь? Нань Гун и Фань нахмурил брови и холодно спросил. Разве я недостаточно ясно выразился? Очень хорошо, я объясню тебе все более ясно. По сравнению с Линху Хунфоем, я чувствую, что ты все еще не квалифицирован, чтобы сражаться с моим мировым духом. Я, Чуфын, могу позаботиться о тебе лично. Чуфын говорил легко и уверенно. Однако его слова были крайне издевательскими. Услышав слова Чуфына, гордый Нань Гун и Фань не смог этого вынести. Именно он всегда оскорблял других. Его еще никто и никогда не оскорблял. Ляск. Внезапно Нань Гун и Фань взмахнул рукой и воткнул алебарду в землю. Сила его движения была так велика, что в земле осталась огромная трещина. Чуфын, ты сам напросился на это. Не вини меня за то, что я тебя запугиваю. Прокричав эти слова, Нань Гун и Фань сделал шаг вперед. Он превратился во вспышку света, когда полетел к Чуфыну. Его атака была такой же, как и первая атака у Мин Юань Чжи против него. Он не использовал никаких боевых навыков. Вместо этого он использовал физическую силу своего тела, чтобы напасть на Чуфына. Он нанес удар прямо в лицо Чуфыну. Что касается Чуфына, то он стоял в том же месте неподвижно. Словно мишень он ждал, когда кулак Нань Гун и Фань достигнет его лица. А наконец, кулак Нань Гун и Фань оказался перед Чуфыном. Со взрывом он врезался в лицо Чуфына. Из-за того, что скорость этого удара была просто слишком высокой, удар почти наверняка достиг своей цели. Однако, когда все увидели сцену, развернувшуюся перед ними, выражения их лиц сильно изменились. Все были поражены, обнаружив, что кулак Нань Гун и Фань был менее чем в полуметре от лица Чуфына. Но на таком расстоянии его кулак был остановлен. Это был Чуфын. Чуфын поймал рукой кулак Нань Гун и Фань. Боже мой, смотрите. Посмотри на тело этого парня. Кроме того, посмотри на его лоб. Может быть, этот парень тренировался в легендарной таинственной технике божественного наказания, а также сумел распечатать силу бронемолнии. Внезапно присутствующие члены младшего поколения подняли настоящий шум. Даже люди из звездного поля всех небес не могли сдержать своего изумления. Хотя Нань Гун и Фань был не способен использовать сокровища, которое увеличило его развитие, его божественная сила и тело Будды всех небес все еще были активны. Когда эти две силы были активированы, развитие Нань Гун и Фань возрастало до четвертого ранга сферы возвышенного. По логике вещей, Чуфын также должен был увеличить свое развитие, чтобы блокировать удар Нань Гун и Фань. Таким образом, Чуфын не пытался сдерживаться и активировал как свою отметку молнии божественного уровня, так и броню молнии. Логически, поскольку настоящее развитие Чуфына было на уровне третьего ранга сферы возвышенного, он мог бы увеличить свое развитие до пятого ранга сферы возвышенного с использованием этих двух сил. Однако, поскольку Нань Гун и Фань ранее сражался с Умин Юань Чжи и другими и не мог использовать свою броню души Алого Пламени, и таким образом мог только увеличить свое культивирование до четвертого ранга сферы возвышенного, Чуфын решил не использовать преимущество перед Нань Гун и Фанем и намеренно подавил уровень развития. В этот момент все почувствовали, что он действительно обладал развитием возвышенного второго ранга. Они верили в то, что он увеличил свое развитие до четвертого ранга сферы возвышенного с помощью своей отметки молнии и бронемолнии. Поскольку Чуфын был святым мировым спиритистом, даже господин Шауцзянь не мог обнаружить то, что он подавил свое развитие. Что касается тех представителей младшего поколения, то для них было просто невозможно обнаружить это. Таким образом, они просто не имели представления о том, что Чуфын на самом деле обладал развитием возвышенного третьего ранга. Они чувствовали, что его настоящее развитие достигло второго ранга возвышенного, как и развитие Нань Гун и Фаня, Умин Юань Цжи и другие. Тем не менее они все еще были поражены способностями Чуфына. Отметка молнии божественного уровня и бронемолнии. Все они слышали об этих способностях раньше. Однако то, что они слышали, было всего лишь слухами. Несмотря на то, что они были опытными и знающими гениями, это был их первый раз, когда они видели представителя младшего поколения, способного использовать эти две способности. Таким образом, просто этих двух способностей было достаточно, чтобы доказать то, что Чуфын был экстраординарным. Все знали о том, что он не был обычным боевым практиком. Вместо этого он был существом, которое натренировало свою небесную родословную до ее пика. Никогда бы я не подумал, что ты действительно обладаешь некоторыми навыками. Даже взгляд, которым Нань Гуныфань посмотрел на Чуфына, несколько изменился. Он признавал отметку молнии божественного уровня и броню молнии Чуфына больше, чем божественную силу и силу родословной Умин Юань Цжи. Я вполне способный. Это ты меня немного разочаровал, сказал Чуфын. Что ты сказал? Лицо Нань Гуныфаня сразу помрачнело, когда он услышал эти слова. Я хочу сказать, что этот твой удар кулаком совершенно бессильный, сказал Чуфын. Ублюдок, ты ухаживаешь за смертью. Нань Гуныфань пришел в ярость. Он со взрывом нанес вперед другой удар кулаком в сторону Чуфына. Сила этого удара была явно намного больше, чем у первого. Даже если Нань Гуныфань не вложился в атаку полностью, он не сдерживался. Чуфын холодно улыбнулся разъяренному Нань Гуныфаню. Он сжал другую руку в кулак и направил удар в сторону приближающегося кулака Нань Гуныфаня. Взрыв. Два кулака столкнулись. Энергетическая рябь охватила все вокруг. Чуфын был отброшен назад на 10 шагов, прежде чем ему удалось стабилизировать себя. Хотя Чуфын был вынужден отступить на 10 шагов из-за столкновения кулаков, все члены младшего поколения Звездного поля всех небес смотрели на произошедшие чрезвычайно серьезными взглядами. На их лицах не было и следа улыбки. Причина этого была в том, что они были в состоянии ясно видеть, что Нань Гуныфань, человек, который был известен своей боевой силой, на самом деле был отброшен назад на 20 шагов после столкновения кулаков, прежде чем он едва смог стабилизировать свое положение. Более того, его нынешний внешний вид был довольно жалким. Глава 3653. Боевая сила Чуфына. Нань Гуныфань посмотрел на Чуфына. Нескрываемое изумление и сложные эмоции наполнили его взгляд. До этого он никогда бы не подумал о том, что он будет тем, кто проиграет в противостоянии кулаков против Чуфына. «Я же тебе сказал, твой кулак недостаточно сильный», — сказал Чуфын с сияющей улыбкой. «Чушь собачья». Нань Гуныфаня сдал громкий крик. Затем он снова стремительно полетел к Чуфыну. Атака Нань Гуныфаня была такой же, как и его предыдущие атаки. Это все еще был очень простой и прямой удар. Его намерение было очень ясным. Он не хотел принимать то, что произошло, и хотел снова обменяться ударами кулаков с Чуфыном. Что касается Чуфына, то он, естественно, понимал намерение Нань Гуныфаня. Таким образом, он решил дать Нань Гуныфаню то, что он хотел. Чуфын сделал шаг назад, принял стойку коня, отвел руку назад и сжал кулак в движении, чтобы нанести удар. Однако Чуфын не сразу нанес свой удар. Он сдерживался до тех пор, пока Нань Гуныфаня не появится прямо перед ним, прежде чем нанести свой удар. Взрыв. Два кулака столкнулись и вызвали громкий взрыв. В то же самое время фигура была отброшена в полет. Это был Нань Гуныфаня. На этот раз он не только был вынужден отступить на несколько десятков шагов. Вместо этого он был отброшен в полет кулаком Чуфына. Он пролетел несколько десятков метров, прежде чем, наконец, приземлился на землю. Однако поскольку сила удара Чуфына была просто слишком большой, он все еще спотыкался и отошел назад на дюжину шагов, прежде чем окончательно смог стабилизировать свое положение. Однако на этот раз Чуфын был совершенно невозмутимым. Матерь Божья. Что Чуфын не человек. Даже Кунци воскликнула от восхищения. Она была кем-то, кто сражался с Нань Гуныфанем. Причина, по которой они потерпели сокрушительное поражение, заключалась в том, что боевая сила Нань Гуныфаня была просто слишком большой. Можно было сказать, что именно из-за этого огромного несоответствия в их боевой силе они потерпели такое жалкое поражение от рук Нань Гуныфаня. Все было так, как сказал Нань Гуныфань. Несмотря на то, что у них был тот же самый уровень развития, было огромное несоответствие между их боевой силой. Хотя Кунци и другие были способны увеличить свое развитие на три уровня, как и Нань Гуныфань, их мастерство в использовании различных способностей было просто недостаточно глубоким. Таким образом, после того, как их развитие увеличилось, их боевая сила все еще была чрезвычайно слабой и находилась на нижнем уровне силы возвышенных пятого ранга. Что касается Нань Гуныфаня, то его боевая сила находилась на высшем уровне. Однако, судя по ситуации, развернувшейся перед ними, это было не так. Если боевая сила Нань Гуныфаня была на высшем уровне, то как он мог быть подавлен Чуфыном? Судя по текущей ситуации, боевая сила Нань Гуныфаня была бы только на среднем уровне в самом лучшем случае. Именно Чуфын обладал боевой силой высшего уровня. Твою мать, мой брат Чуфын просто слишком силен. Кун Тинь Хуэй был чрезвычайно взволнован. Однако, когда он собирался похвалить Чуфына, он обнаружил, что человек, стоявший рядом с ним, первым выкрикнул хвалу. Более того, этот человек крикнул именно то, что он хотел крикнуть. Что касается этого человека, то это был Умин Юань Чжи. Скажи, Умин Юань Чжи, ты можешь не красть мои слова? Чуфын является моим братом, понятно? С каких это пор он стал твоим братом? Спросил Кун Тинь Хуэй. Заткнись. С твоими крохами силы, как ты можешь быть квалифицирован, чтобы обращаться к Чуфыну как к брату? Только такой человек, как я, может обращаться к Чуфыну как к брату? Умин Юань Чжи бросил презрительный взгляд на Кун Тинь Хуэя. Твою мать. Только сейчас я понял, что ты действительно такой бесстыдный Кун Тинь Хуэй в гневе закатил глаза. Ты хочешь продолжить? На самом деле я использовал только 30% своей силы в первом ударе. Что касается удара, нанесенного ранее, то я использовал только 60% своей силы. Если ты хочешь снова сразиться со мной, я могу рассмотреть возможность использования 80%. Конечно, ты должен очень хорошо знать о том, что ты не квалифицирован, чтобы заставить меня использовать мою полную силу, сказал Чуфын. Если боевые практики должны сражаться исключительно с грубой силой, то какая польза от изучения боевых техник? Сказал Нань Гуны Фань. Твою мать. Это было не то, что тот ублюдок сказал ранее. Он все время смеялся над вами за то, что вы слишком слабые, сказал Кун Тинь Хуэй у Мин Юань Чжи. На что ты намекаешь? У Мин Юань Чжи пристально посмотрел на Кун Тинь Хуэя. Однако вскоре он сказал. Тем не менее то, что ты сказал, тоже разумно. Я никогда бы не подумал, что Нань Гуны Фань, человек, который холоден как айсберг, будет иметь такую толстую кожу. Верно. Он действительно способен найти оправдание для себя. Он действительно неприятный человек. Лун Нин сердито надуло губы. Нань Гуны Фань, то, что ты говоришь, на самом деле разумно. Это как если бы толстяк называл худого человека бесполезным, человек низкого роста называл высокого человека бесполезным, а бедный человек называл бесполезным богатого человека, сказал Чуфын с сияющей улыбкой. Хорошо сказано. Кун Тинь Хуэй был вне себя от радости, услышав слова Чуфына. Никогда бы я не подумала, что Чуфын достаточно хорош в использовании слов, даже кунцы похвалила Чуфына. В конце концов, Чуфын на самом деле оскорбил Нань Гуны Фаня, сказав, что он был бесполезным. Громкие слова не являются настоящим проявлением навыков. Давай, доставай свое оружие. Ляск. Нань Гуны Фань сделал рукой захватывающий жест, и его алебарда поднялась из земли и полетела к нему, оказавшись в его руке. По правде говоря, я могу позаботиться о ком-то вроде тебя даже без применения оружия. Однако я сделаю так, как ты хочешь. Конечно, это не из уважения к тебе. Ведь раньше ты не проявлял никакого уважения к моим друзьям. Таким образом, ты не можешь рассчитывать на мое уважение. Я просто решил сражаться с тобой оружием потому, что хочу испытать этот синий нефритовый меч мандариновой утки. Пока Чуфын говорил, он достал синий нефритовый меч мандариновой утки. Он даже намеренно повернулся, чтобы взглянуть на женщину, одетую в красное, стоящую среди членов младшего поколения звездного поля всех небес Инчжуанхун. Нань Гуны Фань уже был разгневан предыдущими словами Чуфына. И теперь, после того, как Чуфын посмотрел на Инчжуанхун, его гнев полностью загорелся. Причина, по которой Нань Гуны Фань изначально нацелился на Чуфына, заключалась в Инчжуанхун. Ляск. Удерживая Алибарду в руке, Нань Гуны Фань бросился вперед, чтобы напасть на Чуфына. Будучи разгневанным, он не стал утруждать себя лишними словами и решил использовать самый прямой метод, чтобы заткнуть рот Чуфыну. Нань Гуны Фань был очень быстрым. Он оказался перед Чуфыном в мгновение ока. Алибарда в его руке стала нечеткой, и бесчисленные Алибарды появились со всех сторон и пронзили воздух в направлении Чуфына. Нань Гуны Фань не использовал никаких боевых навыков, а также не использовал никаких секретных навыков или бессмертных техник. Он планировал противостоять Чуфыну, используя только силу своего неполного оружия возвышенного. Он хотел вернуть себе утраченную честь после недавнего противостояния на кулаках. Что касается Чуфына, то он с самого начала понимал намерения Нань Гуны Фаня. Однако он решил дать Нань Гуны Фаню то, что тот хотел. Чуфын хотел сражаться с Нань Гуны Фанем так, как тот хотел, чтобы он мог заставить его потерпеть полное поражение. Чуфын взмахнул своей рукой, и синий нефритовый меч мандариновой утки в его руке начал сиять светом, его сила была полностью высвобождена. Затем синий нефритовый меч мандариновой утки Чуфына столкнулся с Алибардой Нань Гуны Фаня. Глава 3654. Дискриминация. Ляск. После столкновения оружия во все стороны разлетелись искры. На этот раз Нань Гуны Фаня на самом деле не был подавлен ни в малейшей степени. Он взмахнул Алибарда и снова направил ее на Чуфына. Однако Чуфын был готов защититься от его атаки. Он нанес удар своим синим нефритовым мечом мандариновой утки, чтобы противостоять приближающейся Алибарде. Атака Нань Гуны Фаня и контратака Чуфына столкнулись. Скорость их атак была настолько высокой, что люди младшего поколения просто не могли увидеть ситуацию ясно. Только в те моменты, когда их оружие сталкивалось, они могли видеть их двоих. Странно. Боевая сила Чуфына намного превосходит силу Нань Гуны Фаня. Он также должен обладать абсолютным преимуществом в этом противостоянии оружием. Почему же сейчас он не проявляет никаких признаков превосходства? Во взгляде Кунцы что-то мелькнуло. На ее лице отразилось замешательство. Это все из-за Алибарды. Неполное оружие возвышенного Нань Гуны Фаня чрезвычайно прочное и сильное. В прямом столкновении, даже при том, что они оба являются неполными оружиями возвышенного, синий нефритовый меч мандариновой утки Чуфына все равно не сможет сравниться с ней. Хотя синий нефритовый меч мандариновой утки очень острый, он не обладает большими преимуществами в прямом столкновении с другими видами оружия, а тем более с таким оружием, как Алибарда Нань Гуны Фаня. Причина, по которой Чуфын не был подавлен в лобовом противостоянии оружием, использующая синий нефритовый меч мандариновой утки против Алибарды Нань Гуны Фаня, не заключается в синего нефритового меча мандариновой утки. Скорее это полностью связано с боевой силой Чуфына. В этот момент, когда все были озадачены, господин Шаудзянь объяснил им текущую ситуацию. Так вот в чем дело. Нань Гуны Фаня поистине презренный. Поскольку его боевая сила ниже, он решил компенсировать ее своим оружием. У Кунца и остальных были недовольные выражения лиц. Это не совсем верно. Синий нефритовый меч мандариновой утки юного друга Чуфына также обладает своим собственным преимуществом. Он не только острый, но и содержит морозную ауру. Если он сумеет хотя бы раз ударить Нань Гуны Фаня, то морозная аура распространится по всему его телу. После этого движения Нань Гуны Фаня станут ограниченными, и матч закончится, сказал господин Шаудзянь. Внезапно Бэйн Ло из Звездного поля всех небес сказал. Старший Шаудзянь, то, что вы сказали, чрезвычайно верно. Просто я боюсь, что у Чуфына не будет возможности распространить эту холодную ауру. Юный друг, что ты хочешь этим сказать? Спросил господин Шаудзянь. Младший брат Нань Гун обучался владению оружием всю свою жизнь. Он практически совсем другой человек, когда держит в руках оружие. Возможно, Чуфын сможет получить небольшое преимущество над ним в поединке с использованием кулаков и ног, но если они будут сражаться с применением оружия, тогда Чуфын, несомненно, будет побежден. Бэйн Ло не только дал объяснение, но и был чрезвычайно доволен, когда произнес эти слова. Это было так, как будто он уже видел ситуацию насквозь и решил, что Чуфын определенно проиграет. Услышав слова Бэйн Ло, кунцы и остальные нахмурились. Хотя боевая сила Чуфына была очень высокой, они сражались против Нань Гун и Фаня. Таким образом, его сила была прочно запечатлена в их сердцах. Поэтому они нисколько не сомневались в словах Бэйн Ло. Именно потому, что они знали о том, что Нань Гун и Фань был чрезвычайно сильным, они так беспокоились о Чуфыне. Юный друг, то, что ты сказал, неверно. Удивительно, но господин Шаудзянь на самом деле опроверг заявление Бэйн Ло. Затем он обратил свой пристальный взгляд на членов младшего поколения как из Звездного поля всех небес, так и из Звездного поля боевого предка. Юные друзья, из-за того, что вы ограничены своим развитием, вы все, вероятно, не можете ясно видеть битву. Однако было бы жалко пропустить этот бой. Итак, позвольте этому старику объяснить вам, что происходит в битве, сказал господин Шаудзянь. «Очень хорошо. В таком случае, нам придется побеспокоить господина Шаудзяня». Члены младшего поколения были вне себя от радости, услышав эти слова. Как и сказал господин Шаудзянь, они просто не могли отчетливо разглядеть ясно сражение между Чуфыном и Нань Гун и Фаним. Хотя они были достаточно удачливы, чтобы присутствовать на их битве, они просто не могли разглядеть, насколько она была чудесной. Это неизбежно заставило бы их чувствовать некоторое сожаление. Если господин Шаудзянь был в состоянии рассказать им о текущей ситуации, это было бы именно тем, что они хотели. Почувствовав предвкушающие взгляды членов младшего поколения, господин Шаудзянь не стал ходить вокруг да около и начал рассказывать им о ходе сражения. Юный друг Нань Гун и Фань, несомненно, достиг превосходного мастерства в обращении со своей алебардой. Не говоря уже о членах младшего поколения, даже те, кто тренировался тысячи лет, редко обладают таким превосходным мастерством владения своим оружием. Скорее всего это его талант. Талант действительно не является чем-то, что может быть компенсировано тяжелой работой и временем. Услышав слова господина Шаудзяня, кунцы, кунтиньхуи и другие начали беспокоиться еще больше. Однако прежде, чем они смогли беспокоиться в течение слишком долгого времени, господин Шаудзянь заговорил снова. Стоит отметить, что юный друг Чуфен также обладает превосходным уровнем владения своим оружием. Он достиг состояния слияния со своим мечом. В его руках синий нефритовый меч мандариновой утки способен высвободить свою силу до пикового уровня. По мнению этого старика, с точки зрения владения своим оружием, мастерство юного друга Чуфена может быть даже выше, чем у юного друга Наньгуна, сказал господин Шаудзянь. Чуфен настолько силен, все собравшиеся удивились, услышав словами господина Шаудзяня. Хотя все они знали о том, что Чуфен был очень силен, они слишком мало знали о нем. Более того, даже при том, что он сумел сразиться с Линхухунфоем в ничью, он полагался на своего мирового духа, чтобы сделать это, а не на свою собственную боевую силу или развитие. Наньгуныфань с другой стороны, был другим. Он уже был известен своей силой. Кроме того, они также видели силу Наньгуныфаня во время его боя. Наньгуныфань сумел победить пятерых лучших гениев из звездного поля боевого предка за несколько коротких обменов ударами, и все это он сделал в одиночку. Это полностью показывало то, насколько он был сильным. Даже при том, что Чуфен сумел получить огромное преимущество над Наньгуныфанем, когда они сражались без использования оружия. Они все еще очень беспокоились о Чуфене из-за того, насколько известным был Наньгуныфань. Они подсознательно все еще чувствовали, что Наньгуныфань был сильнее Чуфена. Вот почему они были так потрясены, услышав слова господина Шаудзяня. Господин Шаудзянь, естественно, вы не обязаны объяснять нам ситуацию, сложившуюся в битве. Однако, пожалуйста, делайте свой анализ беспристрастно, и не дискриминируйте в пользу кого-то из вашего звездного поля боевого предка. Даже если мы не можем видеть детали сражения, мы все еще можем приблизительно понять общую ситуацию. Эти двое являются равными друг другу противниками. Как вы можете сказать, что Чуфен сильнее, с недовольством сказал Боинло. На самом деле Боинло был не единственным, кто чувствовал себя подобным образом. У многих членов младшего поколения звездного поля всех небес были недовольные выражения лиц. Они считали, что господин Шаудзянь говорил в пользу Чуфена и намеренно портил репутацию Наньгуныфаня. Ты можешь видеть битву более ясно, чем этот старик, спросил господин Шаудзянь. Ради своего неполного оружия возвышенного мой младший брат Наньгун сделал все возможное, чтобы сосредоточиться на обучении техники алибарды. Он уже достиг уровня слияния со своим оружием. Что касается Чуфена, он только недавно получил этот синий нефритовый меч мандариновой утки. Это первый раз, когда он использует его. Тем не менее вы говорите, что его мастерство над своим оружием выше, чем у моего младшего брата Наньгуна, сказал Бэйнло. Поистине отвратительно. Раньше он фактически сосредоточился на тренировках в технике алибарды. Этот матч абсолютно несправедлив, сказал Кун Тиньхуэй. Действительно, это крайне несправедливо. Вот вам и разговоры о справедливости. В конце концов, он сделал что-то настолько несправедливое. Этот Наньгуныфань поистине презренный, начали ругаться на Наньгуныфаня, Умин Юаньчжа и другие члены младшего поколения «Звездного поля боевого предка». Услышав критику других людей, выражение лица Бэйнло стало уродливым. Только в этот момент он внезапно понял, что сказал то, чего не должен был говорить. То, что он сказал, явно и подпортило репутацию Наньгуныфаня. Однако он сделал это ненарочно. Он просто не мог терпеть того, что господин Шаудзянь говорил в пользу Чуфена, и выпалил это случайно. В конце концов, только это могло доказать, что мастерство Наньгуныфаня в обращении с Алибардой превосходило мастерство Чуфена в обращении с мечом. Глава 3655. Боевой опыт. Даже если бы юный друг Бэйнло не упомянул об этом, этот старик был вполне способен понять это. Алибарда, которую держит наш юный друг Наньгуныфань, обладает великолепной атакой и превосходной защитой. Каждое движение Алибарды совершается с исключительным мастерством. Можно сказать, что юный друг Наньгуныфань специально тренировался ради своего оружия. В этом аспекте юный друг Чуфен действительно уступает. Однако остается верным тот факт, что юный друг Чуфен использует свое оружие лучше. Причина, по которой это происходит, заключается в его необычайном боевом опыте, сказал господин Шаудзянь. Боевой опыт. Вы говорите боевой опыт. Вы хотите сказать, что Чуфен является единственным, у кого есть что-то вроде боевого опыта. Мой младший брат Наньгуныфань усердно тренировался каждый день с тех пор, как он начал заниматься боевым развитием. Все люди, которые выступали в качестве его спарринг-партнеров, являются старшими нашей секты. С точки зрения боевого опыта, ни у кого не было бы его больше, чем у моего младшего брата Наньгуна, сказал бы Инло. Вы же сами сказали, что это были спарринги. Хотя это правда, что спарринг увеличит ваш боевой опыт, количество прогресса, тем не менее, ограничено. Юный друг Чуфен, с другой стороны, совсем другой. Его боевой опыт, безусловно, не был получен благодаря участию в спаррингах. Вместо этого он был навязан ему через бесчисленные битвы жизни и смерти. Возможно, вы все не в состоянии понять то, что только что сказал этот старик. Вы все высокого происхождения и принадлежите к великим силам. Обычно люди держатся от вас на расстоянии из-за страха. Никто не смеет провоцировать вас. Кроме того, вас защищают каждый раз, когда вы отправляетесь в путешествие. Когда кто-нибудь из вас испытывал настоящую опасность. Однако все по-другому, когда дело касается юного друга Чуфена. Хотя этот старик не знает о том, какого рода опыт у него был. Я могу сказать по тому, как он сражается, что все его способности были получены из сражений не на жизнь, а на смерть. Это то, чем вы все не обладаете. Это преимущество, которым обладает только юный друг Чуфен, сказал господин Шаутзянь. Боже мой, если все так, как сказал господин Шаутзянь, то не означает ли это, что мой брат Чуфен будет вступать в битвы жизни и смерти с людьми без всякой причины. Это действительно жестокая жизнь. Челюсть Кун Тиньхуя отвисла от шока. И это касалось не только его одного. Все члены младшего поколения звездного поля боевого предка были потрясены. Все они очень хорошо знали господина Шаутзянь, а также знали о том, что он никогда не лжет. На самом деле он никогда не говорил ничего, в чем не был бы уверен. Таким образом, они твердо верили в слова господина Шаутзяня и нисколько не сомневались в его словах. Почему я вдруг почувствовала к нему сочувствие? Взгляд, которым Кун Ци посмотрела на Чуфена, изменился. Сочувствие? К кому? Спросил Кун Тиньхуи. А к кому же еще, если не к твоему брату Чуфену? Сказала Кун Ци. А, чему тут сочувствовать? Спросил Кун Тиньхуи. Старший брат, неужели ты действительно настолько глупый? Какой человек способен пережить столько испытаний жизни и смерти? Это означает, что всю жизнь Чуфена его никогда не защищал кто-либо. Вот почему он пережил все эти опасности. Кроме того, разве не было сказано, что он был первоначально изгнан в низшие царства? Разве он не считался человеком, не способным к развитию самого рождения? Более того, не небесный клан Чу вернул его в великое высшее царство тысячи миров. Я слышала, что он вернулся в великое высшее царство тысячи миров самостоятельно. Таким образом, хотя он также может быть членом младшего поколения, как и мы, то, что он пережил, совершенно определенно отличается от нашего опыта, сказала Кун Ци. С-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с, судя по тому, что ты сказала, все действительно так. Услышав слова кунцы, кунтиньхуи и другие тоже начали смотреть на Чуфына с сочувствием в глазах. Действительно, все они слышали о том, что Чуфын был не способен к боевому развитию. Вместе с отцом они были изгнаны из небесного клана Чу. Хотя изгнание было одним делом для кого-то вроде Чу-сю-аньяня, Чуфын был тогда только младенцем. Кроме того, что каким местом были низшие царства. Они были местом, которое содержало крайне скудное количество природной энергии и было просто несравнимо с высшими царствами. Для таких людей, как Кун Тинь Хуэй, обычные царства были отдаленными и пустынными местами. Что же касается низших царств, то они были просто местами, в которые они никогда не захотят попасть за всю свою жизнь. Ляск, ляск, ляск. Внезапно звуки ударов оружия начал становиться все более частыми, все более пронзительными. Все были в состоянии видеть, что скорость, с которой Чуфын и Наньгун и Фань размахивали своим оружием, стала настолько высокой, что даже Кун Ци и другие не могли ясно видеть их. Эти двое парней, они просто слишком могущественные, разве нет? Они действительно изумительные. Я бы даже не осмелился предположить, что они на самом деле только возвышенные второго ранга, как и мы. Они все еще сражаются, не используя никаких боевых навыков или бессмертных техник. Глаза Кун Ци и Лун Нин были широко открыты и полностью сосредоточены на битве между Чуфыном и Наньгун и Фаним. Ляск внезапно раздался чрезвычайно пронзительный звук. После этого алебарда Наньгун и Фаня была отправлена в полет. Вращаясь, она оставила на своем пути полный беспорядок. В конце концов она упала на расстоянии более чем в 10 тысяч метров. Когда все снова посмотрели на Чуфына и Наньгун и Фаня, они обнаружили, что руки Наньгуна и Фана сильно дрожали, а его ладони были залиты кровью. Однако когда они посмотрели на Чуфына, они не только обнаружили, что синий нефритовый меч мандариновой ютки все еще был в его руке, но они также обнаружили, что Чуфын был совершенно невредимым, и его рука, которая держала меч, ни в малейшей степени не дрожала. Увидев это, члены младшего поколения Звездного поля боевого предка были вне себя от радости. С другой стороны, у всех членов младшего поколения Звездного поля всех небес были мрачные выражения лиц. Вначале они не поверили словам господина Шаутзяня. Однако в этот момент истина была перед их глазами, и у них не было иного выбора, кроме как поверить в нее. Чуфын был действительно ужасающе сильным. По крайней мере, его боевой опыт намного превосходил опыт Наньгун и Фаня. Знаешь ли ты теперь, какова разница между нами? Спросил Чуфыну Наньгун и Фаня. Еще, когда Наньгун и Фаня заговорил, он протянул руку и сделал захватывающее движение. Его алебарда, которая была выпущена издалека, взлетела в воздух и оказалась в его руке. Свист, свист, свист. После этого Наньгун и Фаня снова взмахнул алебардой, чтобы напасть на Чуфына. На этот раз тело Чуфына безостановочно двигалось. Он уклонялся от атак Наньгун и Фаня без малейшего намерения дать отпор. Однако, к всеобщему удивлению, Наньгун и Фаня вообще не смог причинить вред Чуфыну. Независимо от того, насколько изысканными были его атаки, Чуфын легко уклонился от всех из них. Казалось, что Чуфын видел насквозь все атаки Наньгун и Фаня. Что делает Чуфын? Верно, почему Чуфын не сопротивляется? Многие люди были озадачены его действиями. Похоже, ты все еще не понимаешь, сказал Чуфын Наньгун и Фаню. Хотя он все это время избегал яростных атак Наньгун и Фаня, его голос был чрезвычайно спокойным и сдержанным. Было видно, что он легко и без какого-либо давления уклонялся от атак своего противника. Ублюдок, отбивайся. Наньгун и Фаня закричал от ярости. Он просто не заботился о том, что Чуфын думал, что он пытался сделать. Все, что он знал, так это то, что его поведение было крайне оскорбительным. Тогда я сделаю так, как ты просишь. Свист. Внезапно, словно призрак, Чуфын сделал шаг вперед и перестал уклоняться от атак Наньгун и Фаня. Вместо этого он бросился на него в атаку. Скорость Чуфына была слишком быстрой. К тому времени, когда Наньгун и Фаня понял, что Чуфын напал на него, было уже слишком поздно. Плеск. Когда меч пронесся мимо, кровь брызнула во все стороны. В то же самое время, когда Чуфын прошел мимо Наньгун и Фаня, он оставил кровавую рану на левой стороне талии Наньгун и Фаня. И-а-а-а. Как только меч нанес по нему удар, тело Наньгун и Фаня мгновенно стало скованным. Затем он беспомощно опустился на землю. Он понял, что ситуация была плохой, и сразу же прикрыл свою рану рукой. В этот момент все смогли увидеть, как мороз распространяется от раны Наньгун и Фаня. Вскоре морозная аура полностью накрыла Наньгун и Фаня. С первого взгляда Наньгун и Фаня казался снеговиком, покрытым льдом и инеем. Этот меч ядовитый. Немедленно закричали члены младшего поколения Звездного Поля Всех Небес. Их голоса наполнились гневом. Это было так, как если бы Чуфын сделал какую-то непозволительную вещь. Это не яд. Это морозная аура. Именно в этом, как ранее сказал господин Шаутзянь, и заключается преимущество моего меча. Это так же, как преимущество Алибарды Наньгун и Фаня заключается в том, насколько она твердая и сильная. Объяснив, Чуфын снова посмотрел на Наньгун и Фаня. Теперь ты понимаешь, если бы я хотел победить тебя, мне просто нужно было нанести тебе один единственный удар. Ранее я сражался с тобой лоб в лоб потому, что я хотел, чтобы ты понял, что даже если я использую слабость моего синего нефритового меча мандариновой утки, чтобы иметь дело с силой острия твоей Алибарды, я все равно смогу победить тебя до состояния неспособности удержать свое оружие. Это и есть несоответствие между тобой и мной, сказал Чуфын. Этот ублюдок, члены младшего поколения Звездного поля всех небес побледнели от гнева, услышав слова Чуфына. В то же время они чувствовали себя очень больно, когда смотрели на Наньгун и Фаня. Они чувствовали, что Чуфын был просто слишком безжалостным. Он явно был способен прямо нанести удар Наньгун и Фаню. Однако он отказался сделать это. Вместо этого он решил безостановочно мучить его. Намерение Чуфына было просто слишком очевидным. Он намеренно пытался причинить Наньгун и Фаню душевную травму. Глава 3656 Презренный метод. Зачем вести себя так самоуверенно, когда исход битвы еще не определен? К всеобщему удивлению, Наньгун и Фаня лишь презрительно усмехнулся. Способность этого парня противостоять шоку была на удивление совершенно экстраординарной. Нет, если быть точным, этот парень был просто слишком толстокожим. Наньгун и Фаня достал из своего пространственного мешка целебную пилюлю и бросил ее в рот. Раны на его теле начали быстро заживать, и ледяная аура, которая покрывала его тело, также начала рассеиваться. На самом деле его аура стала просто намного лучше, чем раньше. Нынешний Наньгун и Фаня был просто в гораздо лучшем состоянии, чем когда он начал сражаться с Чуфыном. Чуфын, и ты, и я знаем, что ни один из нас не использовал всю свою силу. Таким образом, то, что произошло ранее, было просто проверкой, сказал Наньгун и Фань Чуфыну. Наньгун и Фаня, как ты можешь быть таким бесстыдным? Ты уже дважды проиграл, тебе следует быстро признать свое поражение, крикнул Умин Юаньчжи. Неудачник, ты не имеешь права говорить здесь, Наньгун и Фаня холодно фыркнул. Затем он снова повернулся к Чуфыну и сказал, Чуфын, с этого момента я буду сражаться всерьез. Услышав эти слова, даже Чуфын не смог сдержать своего смеха. Было очевидно, что Наньгун и Фаня с самого начала был чрезвычайно серьезен в своих действиях. Просто он не был ровней Чуфыну. Тем не менее он вел себя так, как будто просто играл с Чуфыном и никогда не действовал всерьез с самого начала. Даже Чуфын почувствовал восхищение в отношении того, насколько толстокожим был Наньгун и Фаня. Я тоже не хочу терять время. Давай же, используй любую способность, которой ты обладаешь, сказал Чуфын. На этот раз ты поймешь. Свист. Когда Наньгун и Фаня заговорил, он взмахнул алебардой в своей руке, чтобы снова напасть на Чуфына. Как только Наньгун и Фаня сдвинулся с места, чтобы напасть на него, глаза Чуфына заблестели. Он чувствовал, что здесь что-то было не так. Даже несмотря на то, что нынешняя атака Наньгун и Фаня напоминала его предыдущие атаки, его скорость и сила значительно возросли. В мгновение ока алебарда Наньгун и Фана ударила в грудь Чуфына. На уклонение не было времени. У Чуфына не было другого выбора, кроме как поднять свой синий нефритовый меч мандариновой утки, чтобы заблокировать входящий удар, когда он отступал назад. Лязг. Столкновение заставило Чуфына пролететь более 10 тысяч метров, прежде чем он наконец приземлился. После этого Чуфын быстро сделал несколько сотен шагов назад, прежде чем окончательно стабилизировать свое тело. Когда Чуфын стабилизировал свое положение, все обнаружили, что из его тела течет кровь. Это был синий нефритовый меч мандариновой утки. Чуфын использовал синий нефритовый меч мандариновой утки, чтобы блокировать алебарду Наньгун и Фаня. Однако поскольку удар был просто слишком мощным, синий нефритовый меч мандариновой утки был насильно вдавлен в грудь Чуфына, оставив после себя кровавую рану. Тем не менее Чуфыну повезло, что синий нефритовый меч мандариновой утки успешно блокировал удар алебарды. Если бы он был поражен ее ударом, то в его теле определенно появилась бы дыра. Как это может быть? Почему боевая сила Нань Гуныфаня внезапно стала такой мощной? Господи, неужели Нань Гуныфань с самого начала скрывал свою боевую силу, и это и есть его настоящая сила? Все члены младшего поколения Звездного поля боевого предка были в панике. Нынешняя боевая сила Нань Гуныфаня отличалась словно небо от земли, если сравнивать ее с прежней. Нет, Нань Гуныфаня должен был скрывать свою боевую силу, сказал Умин Сюнма. Тогда что произошло? Спросила Кун Ци. Даже она не могла понять, что происходит. Я тоже не совсем уверен. Как бы то ни было, это странно. Произнеся эти слова, Умин Сюнма посмотрел на господина Шаутзяня. Другие члены младшего поколения также смотрели на господина Шаутзяня. Они также хотели узнать ответ. К сожалению, они были слишком слабыми и не могли догадаться о том, что происходит. Они чувствовали, что единственным человеком, который мог бы знать ответ на этот вопрос, был господин Шаутзянь. Именно в этот момент послышался голос Чуфына. Даже если ты проглотил запретное лекарство, ты все равно не сможешь победить меня. Что? Запретное лекарство? Толпа сильно встревожилась, услышав эти слова. Чуфын, если ты не можешь победить, то признай поражение. Почему ты так ядовито наговариваешь? Члены младшего поколения Звездного Поля Всех Небес стали ругаться на Чуфына. Чуфын проигнорировал их. Он посмотрел на Нань Гуныфаня и сказал. Нань Гуныфань, неужели ты не осмеливаешься признаться в том, что сделал? Юный друг Нань Гуныфань, здесь нечего скрывать. Хотя лекарственная пилюля, которую ты проглотил ранее, казалась целебным лекарством. На самом деле это было запретное лекарство, способное увеличить твою боевую силу. Хотя ты можешь скрыть это от других, ты не сможешь скрыть это от этого старика, сказал даже господин Шаудзянь. ХМПФ. Я никогда не говорил о том, что то, что я принимал, не было запретным лекарством. А что в этом такого? Разве боевым практикам не позволено принимать в бою запретные лекарства? Я даже не использую свою броню души алого пламени. Я уже даю Чуфыну достаточное количество лица. Разве мне нельзя принимать запретные лекарства? Сказал Нань Гуныфань. Твою мать, насколько же бесстыдным может быть этот парень? Он явно уже использовал броню души алого пламени, и некоторое время не сможет использовать ее снова. Как он может вывернуть все таким образом, чтобы это звучало так, как будто он дает поблажку Чуфыну? Кун Тиньху и остальные просто жаждали плюнуть Нань Гуныфаню в лицо. Этот Нань Гуныфань был просто слишком бесстыдным. Если бы не его решение сражаться, никто действительно никогда бы не подумал, что холодный и молчаливый Нань Гуныфань будет таким толстокожим и бесстыдным. Этот парень определенно был не только грубым, но он на самом деле был негодяем с крайне плохим моральным характером. Естественно, в принятии запретных лекарств нет никакой проблемы. Давай продолжим. Бум. После того, как эти слова Чуфына покинули его рот, два ярких золотых и ослепительных луча света появились из ниоткуда. Один из них был гигантским золотым мечом, а другой был гигантским золотым топором. Это были меч войны древней эпохи и топор войны древней эпохи соответственно. Меч войны древней эпохи и топор войны древней эпохи обладали огромной силой. Хотя они больше не были способны дать Чуфыну бросающую вызов небесам боевую силу, способную преодолеть один уровень развития, после того, как Чуфын стал возвышенным, они все еще были способны дать ему огромное количество боевой силы. Управляемые Чуфыном, меч войны древней эпохи и топор войны древней эпохи начали атаковать Нань Гуныфаня. Ты думаешь, что сможешь победить меня, используя только тайные навыки? Нань Гуныфань мог сказать, что это были тайные навыки. Таким образом, к сожалению, он не использовал никаких особых способностей и столкнулся с тайными навыками Чуфына, используя свою алебарду. Однако после нескольких столкновений Нань Гуныфань оказался в неловкой ситуации. Он никогда бы не подумал, что эти два тайных навыка будут обладать такой огромной боевой силой. Несмотря на то, что он уже проглотил запретное лекарство, он был фактически не способен противостоять атакам от двух тайных навыков. Это оружие просто слишком мощное. Как эти тайные навыки могут обладать такой огромной боевой силой, где Чуфын получил такие мощные тайные навыки? Даже посторонние зрители вскрикнули от удивления. Собственная боевая сила Чуфына была уже чрезвычайно мощной. Что касается тайных навыков, то они обладали боевой силой во много раз больше, чем сам Чуфын. Если бы эти тайные навыки были использованы в сфере боевого бессмертного, тогда они должны были быть в состоянии даровать юному другу Чуфыну бросающую вызов небесам боевую силу, способную преодолеть один уровень развития. Это действительно редко встречающиеся навыки, которые обладают большой силой, сделал свои выводы господин Шаутзянь. Теперь я понял. Я действительно слышал о том, что мой брат Чуфын обладал двумя сильными тайными навыками. Как только эти два мощных тайных навыка сливаются с ним, они способны дать моему брату Чуфыну вызывающую вызов небесам боевую силу. Судя по тому, как все обстоит сейчас, они должны быть этими огромным мечом и огромным топором перед нами, сказал Кон Тиньхуэй. Так вот в чем дело. Неудивительно. Неудивительно, что огромный меч и огромный топор такие могущественные. Особенно этот огромный меч, его сила просто несравнимо мощная. Даже Наньгуныфа не может противостоять этому. В этот момент другие тоже пришли к внезапному пониманию. Они наконец поняли, как два гигантских оружия Чуфына могли обладать такой ужасающей силой. Они были фактически способностями, способными позволить Чуфыну получить бросающую вызов небесам боевую силу в сфере боевого бессмертного. Даже при том, что сила тайных навыков Чуфына ослабла, как только он достиг сферы возвышенного, и они больше не были способны даровать ему бросающую вызов небесам боевую силу, они все еще обладали огромной боевой силой. Когда Чуфын сражался с людьми, обладающими тем же развитием, они могли бы оказать ему огромную помощь. Глава 3657. Темное призрачное пламя. Что случилось? Неужели ты все еще такой вялый и слабый даже после использования запретного лекарства, которое должно было увеличить твою силу? Увидев, что Наньгуныфань постоянно отступает, сражаясь с его мечом Войны Древней Эпохи и Топором Войны Древней Эпохи, Чуфын начал делать резкие замечания. ХМПФ. Изначально я планировал поиграть с тобой. Однако раз уж ты действуешь подобным образом, я закончу эту бессмысленную битву. Несмотря на то, что он был явно избит Чуфыном, Наньгуныфань вел себя так, как будто он был тем, кто побеждал. Бум. Внезапно из его тела вырвалось темное черное газообразное пламя. Когда темное черное газообразное пламя яростно вспыхнуло, оно полностью поглотило Наньгуныфаня. Хотя они были пламенем, они были неуязвимы. Даже боевой меч Древней Эпохи и боевой топор Древней Эпохи не были способны сломать их. Оно появилось. Это наша защитная бессмертная техника Секты Всех Небес, бессмертная техника 9-го ранга, темное призрачное пламя. Бейнло и другие члены младшего поколения из Секты Всех Небес были чрезвычайно взволнованы. Они реагировали так, как будто ждали этого все время. Так это и есть темное призрачное пламя? Даже взгляд господина Шаутзяня несколько изменился. Господин Шаутзянь – это темное призрачное пламя очень сильное. Увидев серьезные выражения лица господина Шаутзяня, кунцы и остальные поняли, что темное призрачное пламя определенно не было обычной бессмертной техникой 9-го ранга. Этот старик сам только слышал о темном призрачном пламени. Темное призрачное пламя является бессмертной техникой 9-го ранга. Оно было создано основателем Секты Всех Небес. Темное призрачное пламя является бессмертной техникой, которой очень трудно овладеть. Говорят, что это одна из самых сложных бессмертных техник 9-го ранга. Если кто-то хочет изучить темное призрачное пламя, ему придется ежедневно сжигать свое тело с помощью особого черного пламени. Посредством многократного закаливания своего тела человек сможет ощутить характеристики этого черного пламени. Только тогда можно было понять сущность этого пламени. Из-за того, что процесс постижения темного призрачной пламени является очень болезненным, многие люди просто не решаются прикоснуться к нему. Однако если человек способен успешно вынести эту пытку темным призрачным пламенем, он получит огромную атакующую способность. Я слышал, что основатель секты всех небес полагался именно на темное призрачное пламя, чтобы уничтожить низшее царство. После того, как темное призрачное пламя погасло, все существа в том низшем царстве были сожжены дотла. Даже море сгорело дотла, а горы обратились в прах, сказал господин Шаудзянь. Он действительно сумел уничтожить все царство, используя эту бессмертную технику. Сердца людей напряглись, когда они услышали эти слова. Хотя они знали о том, что размеры низших царств не могут сравниться с размерами высших царств или даже обычных царств, все еще оставалось, что низшие царства были целым миром. Так как оно было в состоянии истребить все живое, выжечь реки досуха и стереть с лица земли горы, то можно было сказать, что с мощью темного призрачного пламени шутки были плохи. Это еще не все. Если кто-то выпустит темное призрачное пламя, оно будет продолжать распространяться без остановки. Его дальность атаки просто огромная. С другой стороны, если кто-то сконцентрирует темное призрачное пламя и соберет его вокруг своего тела, это значительно увеличит его боевую силу. В данный момент, хотя Наньгуныфань является всего лишь возвышенным четвертого ранга, его истинная сила благодаря использованию темного призрачного пламени бесконечно близка к силе возвышенного пятого ранга, сказал господин Шаутзянь. Оно такое мощное? Нервозность заполнила лица членов младшего поколения звездного поля боевого предка после того, как они услышали эти слова. Как же Чуфэн должен был справиться с такой мощной способностью? Этот старик также хочет посмотреть, какую способность юный друг Чуфэн использует, чтобы иметь дело с этой бессмертной техникой девятого ранга. По сравнению с остальными, господин Шаутзянь ничуть не волновался. Вместо этого его глаза наполнились предвкушением. Это было так, как если бы он знал о том, что Чуфэн обладал какой-то способностью, способной противостоять темному призрачному пламени Наньгуныфаня. Внезапно темное черное газообразное пламя, окружавшее Наньгуныфаня, взмыло в небо и превратилось в элебарду. Его внешний вид был точно таким же, как у неполного оружия возвышенного, принадлежавшего Наньгуныфаню. А Лебарда, состоящая из черного пламени, начала быстро двигаться и бросилась навстречу мечу Войны Древней Эпохи и топору Войны Древней Эпохи. Увидев это, Чуфэн не смел колебаться, и начал немедленно контролировать меч Войны Древней Эпохи и топор Войны Древней Эпохи, посылая их противостоять Алибарде. Ляск. После двух громких щелчков, топор Войны Древней Эпохи и меч Войны Древней Эпохи были отброшены назад. Состояние меча войны древней эпохи было лучше. На его лезвии появилась лишь пара трещин. Однако топор войны древней эпохи полностью разрушился и превратился в газообразное пламя, которое рассеялось в воздухе. Какая мощь? Ранее все только слышали о могуществе темного призрачного пламени от господина Шаутзяня. Тем не менее в этот момент они были в состоянии ясно увидеть проявление его силы. С помощью всего лишь двух ударов, темному призрачному пламени удалось полностью победить два сильных тайных навыка древней эпохи Чуфына. Исходя из этого можно было хорошо понять, насколько сильным было темное призрачное пламя. Чуфын – это сила, которой я обладаю, когда я серьезен. Давай же, признай свое поражение. Не заставляй меня дальше сражаться, иначе ты умрешь, сказал Наньгуныфан Чуфыну. Его тон был полон высокомерия. Он действовал так, как будто уже одержал победу, а Чуфын был просто муравьем, которого он мог раздавить и убить по своему желанию. Однако только сам Наньгуныфан знал лучше о том, сколько раз Чуфын играл с ним в их противостояние из-за его собственной беспечности. Хотя он выглядел так, как будто не обращал на это внимания, его сердце пылало гневом. Теперь, когда он наконец-то смог восстановить утраченные позиции, Наньгуныфан, естественно, должен был должным образом унизить Чуфына. Однако Чуфын лишь улыбнулся в ответ на оскорбление Наньгуныфаня. Признать свое поражение, в то время как ты мог стать серьезным, я, Чуфын, еще не сделал этого. Что, услышав слова Чуфына, не только сердца присутствующих зрителей задрожали, но даже сердце Наньгуныфаня наполнилось тревогой. Ему было очень страшно. Он боялся того, что Чуфын действительно обладает способностью подавить его. В конце концов, Наньгуныфан знал о том, что бессмертная техника девятого ранга, темное призрачное пламя, была его самой сильной атакующей техникой. Если даже темное призрачное пламя не сможет победить Чуфына, тогда он, вероятно, действительно будет побежден. Грохот. Внезапно над Чуфыном послышались раскаты грома. Не только гром был очень громким, но раскаты грома также беспрерывно звучали один за другим. В этот момент толпа не могла удержаться, чтобы не поднять голову и не посмотреть на небо над Чуфыном. В этом месте собиралась и сгущалась мощная аура. Эта аура терзала чувства собравшихся здесь людей. Вместе с мощной аурой была кроваво-красная молния, которая появилась в том же месте, откуда звучал гром. Поначалу молния выглядела как простое отражение, однако вскоре она начала становиться все более и более различимой. Всего лишь в мгновение ока все смогли ясно увидеть молнию. Молния была очень ослепительной. Подобно гигантским драконам, она скакала и кружила в воздухе, издавая громоподобный рев. Эта молния не была обычной молнией. Она была кроваво-красной. Кроваво-красная молния выглядела очень странно и зловеще, когда двигалась в воздухе. Человек чувствовал бы себя неуютно, просто увидев ее. У всех членов младшего поколения, присутствующих в этом месте, были испуганные выражения на их лицах, когда паника наполнила их сердца. Кроваво-красная молния покрыла все небо и окрасила землю и все живое на ней в один кроваво-красный цвет. Вилла божественного оружия изначально напоминала рай, однако в тот момент вся ее территория больше походила на ад на земле. Глава 3658. Боевой навык против бессмертной техники. Способность, которую использовал Чуфен, была боевым навыком табу бессмертного, который он получил на священной горе первобытного моря, табу бессмертного. Техника кровавой молнии. Табу бессмертного. Техника кровавой молнии была чем-то, что Чуфен случайно нашел на священной горе первобытного моря, когда он впервые прибыл в Великое Высшее Царство Тысячи Миров. Даже если это было что-то, что он поднял с земли, на самом деле оно было чрезвычайно мощным боевым навыком. Когда Чуфен впервые вошел в Великое Высшее Царство Тысячи Миров, он был всего лишь слабым истинным бессмертным. Но теперь Чуфен достиг сферы возвышенного. Скорость его увеличения силы можно было бы назвать молниеносной. Однако, несмотря на то, что развитие Чуфена так сильно увеличилось, табу бессмертного. Техника кровавой молнии была все еще самой сильной атакующей техникой, которой он обладал. Это еще больше показало то, насколько мистическим местом была эта священная гора первобытного моря. Даже Чуфен почувствовал сожаление от того, что он не исследовал ее. Если бы он остался, чтобы исследовать то место, тогда он мог бы обнаружить больше сокровищ. В конце концов, он сумел так легко получить технику кровавой молнии. Если бы он решил тщательно искать сокровища, то наверняка смог бы обнаружить еще более могущественные сокровища. Конечно, нельзя было сказать, что он не получил ничего другого после вступления в Великое Высшее Царство Тысячи Миров. Например, не так давно он получил тайный навык нисхождения возвышенного демона от пожирающего кровь возвышенного демона. Кроме того, в небесном клане Чуон получил девять рассечений небесной молнии после восхождения на десятую ступень лестницы небесной молнии. Оба этих навыка обладали очень мощными способностями, особенно девять рассечений небесной молнии, мощь которых была просто неоценимой. Это совершенно определенно была бросающая вызов небесам техника. К сожалению, чем более бросающей вызов небесам была техника, тем труднее было овладеть ею. Таким образом, табу бессмертного. Техника кровавой молнии была все еще самой мощной наступательной техникой, которую Чуфен мог использовать в этот момент. Кроме того, после того, как он использовал табу бессмертного. Техника кровавой молнии, присутствующие люди младшего поколения были действительно удивлены. По крайней мере, она выглядела устрашающе мощной. Ха-ха-ха. Внезапно, в то время как члены младшего поколения были напуганы кроваво-красной молнией, которая заполнила небо, внезапно раздался издевательский смех. Это был смех Наньгуныфаня. Все были озадачены, внезапно услышав его смех. Однако после того, как Наньгуныфань заговорил, все поняли причину его неожиданного смеха. А я-то тут гадал, какую бросающую вызов небесам технику ты будешь использовать. Оказывается, это на самом деле боевой навык табу бессмертного. Чуфен. Одно дело, если бы ты решил использовать боевой навык табу бессмертного, чтобы противостоять бессмертной технике пятого ранга. Однако ты на самом деле настолько бредишь, что используешь слабый боевой навык табу бессмертного, чтобы противостоять моей бессмертной технике девятого ранга, темному призрачному пламени. Насколько я понимаю, ты был загнан мной в угол, и у тебя нет никакой другой техники, чтобы ты мог ее использовать, не так ли? Наньгуныфань посмотрел на Чуфена с насмешливым выражением лица. Он действительно чувствовал, что действия Чуфена были забавными, что это на самом деле боевой навык табу бессмертного. Учитывая его боевую силу, я думал, что это бессмертная техника девятого ранга. После слов Наньгуныфаня поведение толпы изменилось. Было общеизвестно, что, независимо от того, насколько сильными могут быть боевые навыки табу бессмертного, боевые навыки табу бессмертного могут сравниться только с бессмертными техниками пятого ранга. Это было бы просто несбыточной мечтой, если бы кто-то попытался использовать боевой навык табу бессмертного против бессмертной техники девятого ранга. Может мой боевой навык табу бессмертного противостоять твоей бессмертной техники девятого ранга или нет, это не тебе решать. Вместо этого это будет определено результатом их противостояния, сказал Чуфен. Очень хорошо. Я хочу, чтобы ты понял, какую цену тебе придется заплатить за то, что ты смотришь на меня свысока. Внезапно из тела Нань Гуныфаня вырвалось бесконечное черное газообразное пламя. Черное газообразное пламя взмыло в небо и начало менять форму, образуя гигантский силуэт. Присмотревшись внимательнее, можно было увидеть, что этот силуэт выглядел точно так же, как Нань Гуныфань. Этот силуэт был более 10 тысяч метров высотой. Держа Алибарду в руке, этот силуэт устремился прямо к Чуфену. Огромный силуэт был похож на Бога, спустившегося в мир смертных. Чуфен, с другой стороны, выглядел как простой смертный. Перед Чуфеном стоял огромный силуэт, похожий на Бога, вершившего суд над смертным. Увидев это огромное несоответствие, все зрители напряглись. Огромный силуэт двигался очень быстро. Сделав несколько больших шагов, он подошел к Чуфену, поднял Алибарду и направил ее к нему. А нет, это не обычная Алибарда. Это Алибарда, состоящая из темного призрачного пламени. На таком расстоянии Чуфен просто не может уклониться от этого удара. Даже если ему удастся уклониться, он все равно будет ранен быстро распространяющимся темным призрачным пламенем. Увидев эту сцену, даже господин Шаудзянь нахмурился. Его нервы были напряжены. Он был готов остановить сражение в любой момент. Он знал о том, что атака Нань Гуныфаня потенциально может забрать жизнь Чуфена. Господин Шаудзянь не допустил бы того, чтобы такое произошло. Если Чуфен не сможет противостоять этой атаке, он немедленно бросится к нему на помощь. Конечно, он не стал бы вмешиваться, если бы для этого не было абсолютной необходимости. В конце концов, если бы он начал действовать, то это означало бы, что Чуфен проиграл матч. Грохот. Именно в этот момент раскаты грома начали звучать один за другим. Краснота неба стала еще более ослепительной. Кроваво-красные молнии, похожие на огромных кроваво-красных драконов, издавали громкий рев, стремительно спускаясь с неба. На самом деле все они били в одно и то же место. Все кроваво-красные молнии ударили в Нань Гуныфаня. Хотя он был покрыт черным газообразным пламенем, которое образовывало гигантский силуэт, черное газообразное пламя рассеивалось, когда в него ударяли одна молния за другой. Каждый раз, когда кровавая молния ударяла в черное газообразное пламя, она вырывала из него большой кусок. Будучи неоднократно пораженным огромным количеством кровавых молний, огромный силуэт, состоящий из черного газообразного пламени, был мгновенно поврежден до неузнаваемости. Он начал шататься, и казалось, что он скоро разрушится. Боже мой, это просто слишком сильно. Этот Чуфен может быть, он действительно планирует использовать этот боевой навык табу бессмертного, чтобы победить бессмертную технику девятого ранга Наньгуныфаня. Это просто совершенно неслыханно. Увидев, что черное газообразное пламя Наньгуныфаня, казалось, было на грани уничтожения молнии Чуфена, многие члены младшего поколения просто не смели поверить своим глазам. Это разрушило их понимание боевых навыков. Если бы они не были свидетелями этого своими собственными глазами, они определенно не поверили бы в то, что боевой навык табу бессмертного может подавить бессмертную технику девятого ранга. Ублюдок, разве ты не радуешься прямо сейчас? Наньгуныфаня сдал яростный крик. Затем черное газообразное пламя, рассеянное молнией, снова собралось вместе, образуя бесчисленные гигантские черные руки, которые устремились к Чуфену. К несчастью, прежде чем гигантские руки смогли дотянуться до него, они были поражены кровавой молнией и уничтожены в воздухе. В то же самое время кровавая молния все еще спускалась на Наньгуныфань. Когда кровавая молния продолжала спускаться с неба, мощные энергетические волны разлетелись во все стороны. Вскоре мощные энергетические волны образовали огромный энергетический вихрь, который начал распространяться наружу. Если бы не господин Шаудзянь, который немедленно заблокировал вихрь энергии своей гнетущей мощью, то он бы уничтожил подавляющее большинство младшего поколения. Из-за опустошения, вызванного энергетическим вихрем, люди младшего поколения просто не могли больше видеть процесс с битвы. Все, что они могли видеть, так это безостановочные красные вспышки, появляющиеся последовательно в хаосе битвы. Такая ситуация продолжалась очень долго, прежде чем окончательно закончилась. В этот момент, кроме энергетических рябий, сеющих хаос, не было слышно ни единого звука. Когда атаки кровавых молний прекратились, все замолчали и затаили дыхание. Они не могли оторвать глаз от поля боя. Они знали о том, что внезапное затишье вполне могло означать то, что исход битвы был определен. Все они хотели точно знать о том, кто победил. К сожалению, поскольку энергетическая рябь все еще мешала им видеть, они ничего не могли разглядеть. Глава 3659. Несправедливое преимущество. Свист. Внезапно господин Шауцзянь махнул рукой. Энергетическая рябь, сеявшая хаос по всему небу, немедленно рассеялась. В этот момент все смогли увидеть, что Чуфэн все еще стоял на том же месте, где он был ранее. Что касается Наньгуныфаня, то он был всего в нескольких десятках метров от него. Однако, хотя одежда Чуфэна была совершенно неповрежденной, Наньгуныфань напротив лежал на земле. Кроме того, состояние здоровья Наньгуныфаня было крайне плохим. У него даже не было сил на то, чтобы встать. То, от чего он страдал, определенно не было поверхностными ранами. Даже его душа была ранена. Он победил. Чуфэн победил. Чуфэн на самом деле действительно сумел победить бессмертную технику девятого ранга, используя боевой навык табу бессмертного. Невероятно. Это просто невероятно. После мгновения спокойствия группа членов младшего поколения звездного поля боевого предка разразилась взволнованными криками. Если противостояние между Чуфэном и Наньгуныфанем вначале все еще напоминало спарринг, то противостояние после этого было настоящим сражением. Это было еще более важно, когда Наньгуныфань явно потерял свою способность продолжать борьбу. Чуфэн полностью выиграл битву. Тем не менее, в то время как все члены младшего поколения звездного поля боевого предка ликовали и праздновали победу, члены младшего поколения звездного поля всех небес смотрели на происходящее недовольными взглядами. Ифань. В этот момент члены младшего поколения звездного поля всех небес подошли к Наньгуныфаню и помогли ему подняться. Они начали давать ему лекарственные гранулы и лечить его раны. Тем не менее, было также много людей, которые смотрели на Чуфэна резкими, словно нож, взглядами. Чуфэн. Это был всего лишь спарринг, почему ты должен был действовать так злобно. Неужели ты не понимаешь, что значит остановиться, когда результат сражения определен? Бэйнло и другие яростно посмотрели на Чуфэна. Вы что, все ослепли, что ли? Я только уничтожил его бессмертную технику девятого ранга и оставил несколько поверхностных ран на его теле. Я вообще не причинил ему вреда. Причина его нынешнего состояния связана с отрицательной реакцией от принятого им запретного лекарства. Это не имеет ко мне никакого отношения, сказал Чуфэн. То, что сказал юный друг Чуфэн, верно. Справедливости ради, этот старик был сосредоточен на битве на протяжении всего времени. Если бы юный друг Чуфэн действительно хотел нанести серьезные травмы, этот старик начал бы действовать, чтобы остановить его. Текущее состояние ран юного друга Наньгун и Фаня действительно в основном не связано с юным другом Чуфэном, сказал господин Шоуцзянь. Люди из Звездного поля всех небес, вы что, собираетесь вести себя как полные неудачники? Даже мы можем сказать о том, что травмы Наньгун и Фаня вызваны отрицательной реакцией от запретного лекарства, как вы могли не быть в состоянии понять это? ХМПФ. Неужели все люди Звездного поля всех небес такие? Вы не только использовали запретное лекарство, но еще и обвиняете других в том, что сделало это запретное лекарство. Я действительно никогда не встречал таких бесстыдных людей, как вы. Верно? Когда вы побеждали нас в шахматных матчах, мы никогда не использовали никаких оправданий. А почему у вас, когда на этот раз настала ваша очередь проигрывать, так много отговорок? Вы все по-настоящему раздражающие неудачники, по-настоящему бесстыдные. С Кун Тиньхуэем и Умин Юаньчжи, возглавляющими словесную атаку, члены младшего поколения Звездного поля боевого предка начали высмеивать членов младшего поколения Звездного поля всех небес. ХМПФ. Бесстыдные? Если кто тут и бесстыдные, то это вы все. Вы прекрасно знаете о том, что у Чуфына были только отметка молнии и броня молнии, чтобы увеличить свое развитие. Если бы он сражался с Ифаним с самого начала, то просто не смог бы противостоять ему. Именно поэтому ты намеренно спланировал и послал Умин Юаньчжи и остальных остановить Наньгун Ифаня, заставив его использовать свою броню души алого пламени. Чуфын вышел вперед только после того, как сила брони души алого пламени больше не могла быть использована. Чуфын, спроси себя, ты действительно победил? Неужели тебе не стыдно обвинять Ифаня в употреблении запретного лекарства? Верно. Хотя это правда, что Ифан использовал запретное лекарство, каким бы сильным оно ни было, может ли оно дать ему целый уровень развития? Ну и что, если твои способности очень сильные? Ифань способен увеличить свое развитие на три последовательных уровня, в то время как ты можешь увеличить свое развитие только на два. Спроси себя вот о чем. Если бы Ифань мог использовать силу брони души алого пламени, если бы он мог увеличить свое развитие еще на один уровень, смог бы ты победить его? Чуфын, ты поступил просто презренно и бесстыдно, давая себе несправедливое преимущество. Бэйн Ло и члены младшего поколения Звездного Поля Всех Небес начали ругаться на Чуфына. Они просто отказывались признать то, что Нань Гун Ифань потерпел поражение. Вместо этого они чувствовали, что Чуфын победил благодаря использованию презренных методов. Броня души алого пламени является настоящим сокровищем. С другой стороны, отметка молнии моего брата Чуфына и броня молнии обе являются силами, принадлежащими его родословной. Это и есть истинные способности. По сравнению с использованием силы своей собственной родословной, чем можно гордиться при использовании сокровища для увеличения своего развития? Кун Тинь Хуи говорил с презрением во взгляде. ХМПФ. Ну и что, если это сокровище? Возможность использовать сокровище также является способностью человека. В противном случае, как получилось, что у твоей младшей сестры есть сокровище, чтобы увеличить ее развитие, в то время как у тебя его нет? Это потому, что ваш королевский город божественного тела не обладает такого рода мощным сокровищем, или это потому, что ты просто не в состоянии подчинить его? Высмеивал его Боин Ло. Кун Тинь Хуи, естественно, не собирался отставать. Он сразу же опроверг слова Боин Ло. Вскоре люди Звездного Поля Боевого Предка и Звездного Поля Всех Небес начали ожесточенно спорить. Члены младшего поколения Звездного Поля Всех Небес настаивали на том, что Чуфын выиграл благодаря несправедливому преимуществу, в то время как члены младшего поколения Звездного Поля Боевого Предка называли их жалкими неудачниками. Несмотря на то, что никто из них не хотел проигрывать в споре, члены младшего поколения Звездного Поля Боевого Предка, включая самых громких и неистовых Кун Тинь Хуи и Умин Юань Чжи, на самом деле паниковали. Они все чувствовали, что слова Боин Ло были очень разумными. Это было правдой, что Чуфын получил преимущество, обладая тем же уровнем развития, с Нань Гуны Фаним, который принял запретное лекарство. Если бы Нань Гуны Фан не принял это запретное лекарство, он, вероятно, вообще не смог бы сравниться с Чуфыном. Однако было также верно и то, что Нань Гуны Фан не мог использовать силу своей брони Души Алого Пламени. Если бы он мог использовать свою броню Души Алого Пламени, его развитие было бы на уровень выше, чем у Чуфына. Неравенство в развитии было тем, что не могло быть компенсировано. Какой бы мощной ни была боевая сила Чуфына, какими бы удивительными ни были его способности, он не смог бы победить. Из-за этого они были обеспокоены тем, что когда ответная реакция Нань Гуны Фаня закончится и он сможет использовать свою броню Души Алого Пламени снова, если Нань Гуны Фан решит бросить вызов Чуфыну вновь, тогда тем, кто будет побежден, вероятно, будет Чуфын. Даже при том, что Чуфын все еще имел своего мирового духа, все еще оставалось, что это будет сила его мирового духа, а не его настоящее развитие, его настоящая боевая сила, что-то, что боевые практики признавали больше. Из-за этого люди из Звездного Поля Боевого Предка волновались за Чуфына. Хотя это было правдой, что он победил, Нань Гуны Фань мог снова бросить ему вызов в любое время. Как Чуфын должен был иметь дело с Нань Гуны Фанем, когда это произойдет? На самом деле, я уже ожидал, что вы все это скажете. Именно в этот момент послышался голос Чуфына. Все обнаружили, что у Чуфына не было никакого следа гнева на его лице даже после того, как его критиковали и оскорбляли члены младшего поколения Звездного Поля Всех Небес. Напротив, он слегка улыбался. Казалось, что оскорбление и критика со стороны членов младшего поколения Звездного Поля Всех Небес были для него очень смешными. Чуфын, ты наконец понял, что у тебя было несправедливое преимущество в битве? Издевался над ним Боэнло. Услышав эти слова, Чуфын слегка рассмеялся. Затем он сказал. Смотрите внимательно. Неужели у меня, Чуфына, действительно есть несправедливое преимущество? Хуууууууу. Сразу после того, как слова Чуфына покинули его рот, мощная аура вырвалась из его тела. Поскольку Баенло и другие стояли довольно близко к Чуфыну, их придавило к земле. Внешний вид Чуфына не изменился. Кроме бронемолнии и отметки молнии, никакой другой силы не появилось. Однако, развитие Чуфына возросло с 4 ранга сферы возвышенного до 5 ранга сферы возвышенного. Глава 3660. Разрушенная гордость. Как это может быть? Возможно ли, что Чуфын также обладает сокровищем, способным увеличить его развитие на один уровень в сфере возвышенного, таким как броня души алого пламени? Почувствовав Ауру Чуфына, выражения лиц многих членов младшего поколения изменились. Это было особенно верно для тех членов младшего поколения звездного поля всех небес. На их лицах было такое выражение, словно их накормили собачьим дерьмом, и они совершенно лишились дара речи. Они больше не знали, что им сказать. Они чувствовали, что их лица пылают, а сердца сильно сжимаются и вот-вот взорвутся. Ранее они кричали о том, что у Чуфына было несправедливое преимущество в спарринге. Однако теперь они поняли, что Чуфын сдерживался на протяжении всего боя. Это заставило их почувствовать себя крайне неловко. Ха-ха. Боинло, почему вы все сейчас ничего не говорите? Неужели вы все действительно думали, что только ваш Наньгуныфань обладает сокровищем, способным увеличить его развитие, а мой брат Чуфын нет? Теперь ты понимаешь, что дело не в том, что мой брат Чуфын не обладает таким сокровищем, просто он считал ниже своего достоинства использовать его. Он отличается от вашего Наньгуныфаня, который сразу же решит проглотить запретное лекарство только потому, что его боевая сила ниже, чем у его противника, а затем найдет оправдание, сказав, что он принял запретное лекарство потому, что он не использует свою броню души алого пламени. Ха-ха. Уморительно. Это действительно уморительно. Какое оправдание вы все сейчас попытаетесь придумать? Наньгуныфань не смог победить моего брата Чуфына даже после принятия запретного лекарства. Вы смеете продолжать говорить о том, что у моего брата Чуфына было несправедливое преимущество? Кун Тиньхуэй был просто вне себя от радости. Хотя он был очень молодым, его лицо было полно морщин от того, как сильно он улыбался. Он был не единственным, кто испытывал радость. Кун Ци, Лун Нин, Сян Юнь, Умин Юань Чжи, Умин Сюн Ма и другие члены младшего поколения Звездного поля боевого предка также были вне себя от радости. Ранее они все время подвергались критике со стороны членов младшего поколения Звездного поля всех небес. Они говорили о том, что единственная причина, по которой Чуфын смог победить, была в том, что Наньгуныфань не смог использовать силу своей брони души алого пламени. Из-за этого они чувствовали себя довольно неловко и смущенно. В конце концов, это было очень хорошее оправдание. Однако они обнаружили, что Чуфын на самом деле также обладал сокровищем, способным увеличить его развитие на один уровень. При этом никто не посмеет снова сказать о том, что он получил несправедливое преимущество. Наньгуныфань потерпел полное поражение. Никакие оправдания не смогут спасти его. Даже если Чуфын и Наньгуныфань будут сражаться снова сто раз, результат все равно будет тем же самым. Юный друг Чуфын не использовал никаких сокровищ, внезапно сказал господин Шауцзянь. Это не сокровище. Все были очень удивлены, услышав это. Подумайте хорошенько. Юный друг Чуфын только увеличил свое развитие на два уровня, сказал господин Шауцзянь. Все немедленно начали ощущать ауру Чуфына. Сделав это, они обнаружили, что все было действительно так, как сказал господин Шауцзянь. На Чуфыне было видно только два вида сил, помогающих ему увеличить свое развитие. Может быть, Чуфын вообще не использовал никаких сокровищ? Вместо этого его настоящее развитие это просто не возвышенный второго ранга, а скорее возвышенный третьего ранга. Все направили свои взгляды на Чуфына. У господина Шауцзянь действительно острое зрение. Чуфын улыбнулся, обращаясь к господину Шауцзяню. Если бы ты не перестал скрывать его, этот старик тоже не смог бы его обнаружить. Святые мировые спиритисты поистине необыкновенные. Твоя способность скрываться поистине поразительная, похвалил господин Шауцзянь. Поразительно. Настоящее развитие Чуфына – это возвышенный третьего ранга? Разве это не означает, что он просто не использовал полную силу в матче во время отбора десяти звезд боевого предка? Если бы он использовал все свои силы, разве это не означало бы, что даже Лин Ху Хун Фэй не смог бы сравниться с ним? В конце концов, Лин Ху Хун Фэй и Нань Гу Нэ Фэй являются соперниками. Их сильные стороны должны быть на одном уровне друг с другом, не так ли? Если Нань Гу Нэ Фэй не является равным противником Чу Фыну, не будет ли это означать, что Лин Ху Хун Фэй, вероятно, также не сможет противостоять Чу Фыну? Толпа стала еще более взволнованной. Когда они посмотрели на Чу Фына, восхищение в их взглядах стало еще более интенсивным. Даже святые кунцы и луннин смотрели на Чу Фына с особыми изменениями в их выражениях лиц. Если бы Чу Фын смог победить Лин Ху Хун Фэй, это, естественно, сделало бы его самым сильным гением звездного поля боевого предка. В этот момент члены младшего поколения звездного поля боевого предка были бесконечно взволнованы. Что же касается членов младшего поколения звездного поля всех небес, то они были совершенно тихими. Первоначально они критиковали Чу Фына за то, что у него было несправедливое преимущество. Только в этот момент они поняли, что Чу Фын на самом деле давал поблажку Нань Гуны Фаню. Таким образом, хотя они чувствовали себя очень неохотно, у них не было выбора, кроме как принять поражение. И дело касалось не только них. Даже сам Нань Гуны Фань был очень подавлен. Быть побежденным совсем не страшно. Страшным было то, что его победили так основательно. И это было еще более заметно, когда он был полностью побежден на публике и перед женщиной, которая ему нравилась. Нань Гуны Фань определенно был человеком с очень сильным образом мышления. Даже при том, что у него был раздражительный характер, он был не из тех, кого другим было легко сломить. Однако, без сомнения, он был сломлен. На самом деле он выглядел еще более подавленным, чем у Мин Юань Чжи, Кун Цы и другие, когда они были побеждены Нань Гуны Фанем ранее. Все знали о том, что гордость Нань Гуны Фаня была разбита в дребезги, как и гордость у Мин Юань Чжи и остальных. Единственная разница была в том, что гордость у Мин Юань Чжи и других была разрушена Нань Гуны Фанем, в то время как гордость Нань Гуны Фаня была разрушена Чу Фыном. В этот момент члены младшего поколения Звездного поля боевого предка подошли к Чуфыну и со всех сторон окружили его. Первоначально они были полностью подавлены членами младшего поколения Звездного поля всех небес. Именно Чуфын неоднократно изменял ситуацию и позволял им безжалостно разгромить членов младшего поколения Звездного поля всех небес. Таким образом, Чуфын в настоящее время был сродни герою в их глазах. Все они были преисполнены обожания и уважения по отношению к нему. Брат Чуфын, как ты стал таким удивительным? Как тебе удалось победить бессмертную технику девятого ранга, используя боевой навык табу бессмертного? Кроме того, это темное призрачное пламя является чрезвычайно мощной бессмертной техникой девятого ранга. Насколько точно ты хорошо понимаешь боевые навыки? Спросил Кун Тиньхую Чуфына. Чуфын, скажи мне правду, ты вообще еще человек? Люди не смогли бы достичь того, чего достиг ты. Я овладел сильнейшим боевым навыком табу бессмертного из нашего королевского города божественного тела. Тем не менее при его использовании очень трудно справиться с бессмертной техникой пятого ранга, и он просто не может конкурировать с бессмертной техникой шестого ранга. Таким образом, как ты смог использовать боевой навык табу бессмертного, чтобы победить бессмертную технику девятого ранга? Кун Цы посмотрела на Чуфына с серьезным выражением лица. Казалось, она действительно хотела знать ответ. На самом деле то, что никто не делал этого раньше, не является верным. Этому старику посчастливилось стать свидетелем того, как юноша использовал боевой навык табу бессмертного, чтобы победить бессмертную технику девятого ранга в прошлом. В этот момент даже господин Шауцзянь подошел. Господин Шауцзянь, кто это был? Спросил Кун Тиньхуэй. Говоря об этом, этот человек является кем-то очень близким для юного друга Чуфына. Господин Шауцзянь не ответил прямо. Вместо этого он посмотрел на Чуфына с сияющей улыбкой. Господин Шауцзянь, вы, должно быть, говорите о моем отце, не так ли? Спросил Чуфын. Когда Чуфын впервые вошел в великое высшее царство тысячи миров, он даже не знал о том, что такое бессмертные техники. Это старший рассказал ему о разнице между бессмертными техниками и боевыми навыками табу бессмертного. От того же самого старшего, Чуфын узнал о том, что его отец Чу Сюань Юань сумел победить бессмертную технику девятого ранга, используя боевой навык табу бессмертного. Единственная разница была в том, что старший, который упомянул об этом, понятия не имел о том, что Чуфын был сыном Чу Сюань Юань. Однако господин Шауцзянь знал об их отношениях. Верно, кивнул господин Шауцзянь в ответ на слова Чуфына. Человеком, о котором он говорил, действительно был отец Чуфына, Чу Сюань Юань. Глава 3661. Вещь отца. Ух ты. Вот что это подразумевается под фразой «каков отец, таков и сын». Старший брат Чуфын, ты действительно удивительный. Конечно же, ты сравним со старшим Чу Сюань Юаньем. Лун Нин посмотрела на Чуфына с восхищением. Что ты подразумеваешь под сравним? Хотя старший Чу Сюань Юань очень сильный, мой брат Чуфын также очень силен. Я чувствую, что мой брат Чуфын уже превзошел старшего Чу Сюань Юаня. Это никаков отец, таков и сын. Это молодые превосходят старых, сказал Кун Тинь Хуэй. Увидев, что люди рядом с ним шутят, Чуфын улыбнулся. Чуфын очень любил такую атмосферу. Это было еще более важно, когда люди, которые относились к нему так по-дружески, были ранее полны враждебности по отношению к нему. Чуфын понимал, что причина этих огромных изменений была не только в том, что он победил членов младшего поколения «Звездного поля всех небес» и Нань Гуны Фаня. Самое главное, это было потому, что они были людьми «Звездного поля боевого предка». Вот почему они вели себя подобным образом. У них у всех было чувство причастности к произошедшему. В то время как у людей одного клана были бы внутренние распри, и братья сражались бы друг с другом, они оставались близкими друг другу. Если бы они столкнулись с внешними врагами, которые пришли, чтобы запугать и унизить их, они бы сплоченно боролись против внешних врагов. «Звездное поле боевого предка» было таким же. Хотя различные силы занимали разные места в огромном «Звездном поле», сражались и строили планы друг против друга и даже убивали друг друга, у них все еще было чувство принадлежности, чувство связи друг с другом. Оно заключалось в том, что все они были боевыми практиками из «Звездного поля боевого предка». Обычно они не чувствовали бы такого рода идентичность. В пределах «Звездного поля боевого предка» они будут думать только о своих соответствующих силах и никогда не будут учитывать отношения, которыми они могут обладать с другими силами, присутствующими в «Звездном поле боевого предка». Однако, когда люди из «Звездного поля боевого предка» подвергались издевательствам и унижениям со стороны людей из других «Звездных полей», они осознавали свою идентичность и понимали, что все они были одним народом. В такое время они бы забывали о своих обидах и ненависти друг к другу и действовали вместе, чтобы бороться против внешних врагов. Конечно, не все могли так поступить. Все присутствующие были представителями младшего поколения. Все они были молодыми и относительно невинными. Они были более горячими и любящими, а не интригующими. Они не будут взвешивать все за и против своих действий. Вот почему возникла такая сцена. По крайней мере, в тот момент эти люди выглядели как одна семья. Согласно прошлым обычаям, после того, как люди младшего поколения закончат свои спарринги, вилла божественного вооружения окажет им радушный прием. Хотя на этот раз спарринг-сессия вызвала крайнюю депрессию у всех членов младшего поколения «Звездного поля всех небес». Члены младшего поколения им всегда были подавлены в прошлых матчах. Поэтому, несмотря на то, что люди их «Звездного поля всех небес» совершенно не были заинтересованы в предстоящем банкете, хотя они просто не желали принимать в нем участие, они решили принять в нем участие ради того, чтобы показать свое лицо и проявить свою осознанность. Даже Нань Гун Ифань присутствовал. Конечно, Инчжу Анхун тоже присутствовала. Кроме господина Шаутзяня, на банкете присутствовали только представители младшего поколения. Обычно рядом с господином Шаутзяним сидели Кун Цэ и Лун Нин. Однако этот банкет был совсем другим. Чу Фэн был тем, кто сидел рядом с господином Шаутзяним. Конечно, это было не то, что он делал по своей воле. Вместо этого это было по просьбе господина Шаутзяня. Господин Шаутзянь обычно не пил во время прошлых мероприятий. Однако на этот раз он действительно пил довольно много. Похоже, он действительно был в приподнятом настроении. Не только господин Шаутзянь чувствует себя радостно. Я тоже чувствую себя очень весело. Каждый год мы должны были наблюдать за тем, как молодое поколение Звездного Поля Всех Небес так самодовольно ведет себя на банкете. Однако взгляните на их поведение в этом году. Они даже не едят всю эту прекрасную еду. Я просто вне себя от радости от того, что вижу это. Они так долго подавляли нас. Наконец-то нам удалось отомстить. Тем не менее, похоже, что господину Шаутзяню действительно очень понравился Чуфын. Им им. Это правда. Я тоже это заметил. Однако я могу понять, почему это произошло. В конце концов, Чуфын такой выдающийся. Разве старшие не всегда любят выдающихся людей из младшего поколения? В этот момент все представители младшего поколения обратили внимание на перемену в поведении господина Шаутзяня. Господин Шаутзянь был из тех, кто в прошлом никогда не притрагивался к спиртному. Однако он внезапно решил выпить вина по собственному желанию. От выпитого вина у него не только сильно покраснело лицо, но и покраснела шея. Он действительно много выпил и выглядел по-настоящему счастливым. Он улыбался и не мог скрыть своего счастья с тех пор, как начался банкет. Его рот был практически открыт все это время. Самое главное, что он болтал с Чуфыном практически все это время. Таким образом, было очевидно, что Чуфын был причиной, по которой он чувствовал себя так весело. Юный друг Чуфын, ты узнаешь это? Господин Шаутзянь достал из своего пространственного мешка какой-то предмет и протянул его Чуфыну. Это был предмет, похожий на свиток. Однако он, похоже, был сделан из стали. Он был полностью серебряным, а также был запечатан. Хотя он и напоминал свиток, это был не свиток, так как его нельзя было открыть. Увидев сложные символы и руны на похожем на свиток предмете, Чуфын понял, что эта вещь совершенно определенно не была обычным предметом. Знания этого младшего ограничены. Я не знаю, что это за предмет. Старший, не могли бы вы сказать мне о том, что это такое, сказал Чуфын. Ты что, не узнаешь его? Это вещь твоего отца, сказал господин Шаутзянь. Вещь моего отца. Взгляд Чуфына сильно изменился, когда он узнал о том, что похожий на свиток предмет был связан с его отцом. Даже его сердце больше не могло оставаться спокойным. Чуфын был не единственным. В этот момент практически все члены младшего поколения звездного поля боевого предка повернулись, чтобы посмотреть на предмет, который господин Шаутзянь держал в руке. Старший, это действительно вещь моего отца? Спросил Чуфын. Да. Тогда твой отец только прибыл на нашу виллу божественного оружия, когда открылось кладбище божественного оружия. Именно поэтому он и решил войти. Однако, сделав это, он фактически забрал лучшее оружие, которое находилось внутри. В то время твой отец не имел никакого отношения к нашей вилле божественного оружия. Таким образом, он чувствовал себя очень виноватым из-за того, что забрал наши лучшие оружия, и решил вместо этого отдать этот предмет этому старику. Кстати говоря, этот предмет твой отец привез из долины заключения демонов высшего царства зеленого поля, сказал господин Шаутзянь. Долины заключения демонов высшего царства зеленого поля. Услышав эти слова, глаза представителей младшего поколения засияли еще сильнее. Как всем было известно, в звездном поле боевого предка были пережитки трех великих эксцентриков. Это были соответственно святой плащ девяти драконов на ледяной вершине в высшем царстве девяти драконов, колесница подземного мира из пещеры подземного мира в высшем царстве тихой печати. Алибарда бога битва из зеркального моря в одиноком высшем царстве. Однако в прошлом действительно существовало девять пережитков великих эксцентриков. Просто сокровища из других пережитков великих эксцентриков уже были изъяты. Люди, которые нашли эти сокровища, были связаны с Чуфыном. Ими были соответственно его дед Чу Ханьсян и его отец Чу Сюань Юань. Что касается долины заключения демонов в высшем царстве зеленого поля, то это было место, в котором в прошлом был расположен один из таких пережитков. Таким образом, хотя этот похожий на свиток предмет не казался чем-то примечательным, он определенно не был обычным сокровищем, если его извлек из долины заключения демонов Чу Сюань Юань. Так как им было чрезвычайно любопытно, Кон Тинь Хуэй, Кун Цэй и другие покинули свои места и подошли к господину Шау Цзяню и Чу Фыну. Вместе они начали внимательно разглядывать сокровища. Однако, как бы они не изучали его, они не смогли ничего понять. Любопытствуя, Кун Цэй спросила. Господин Шау Цзянь, что же это такое? Однако, к всеобщему удивлению, господин Шау Цзянь улыбнулся и покачал головой. Этот старик также ничего не знает об этом предмете. Глава 3662. Просьба Инчжу Анхун. Господин Шау Цзянь, даже вы не знаете, что это такое? Спросили люди младшего поколения. Действительно, этот старик понятия не имеет о том, что это такое. Господин Шау Цзянь улыбнулся и покачал головой. Затем он сунул похожий на свиток предмет в руку Чу Фына. Поскольку это принадлежало твоему отцу, ты должен убедиться в том, что сохранишь эту вещь должным образом. Господин Шау Цзянь, поскольку это то, что мой отец дал вам, этот младший не может принять это. Отказался Чу Фын. Ха-ха. Господин Шау Цзянь внезапно рассмеялся, услышав эти слова. Его смех был очень глубоким. После довольно продолжительного смеха господин Шау Цзянь сказал Чу Фыну. Когда я говорю об этом, мне действительно стыдно. Этот предмет был с этим стариком уже довольно много лет. В конце концов, когда я получил его, твой отец был еще моложе тебя. Для этого старика бесполезно хранить этот предмет. Он у меня уже много лет, но я так и не смог определить, что это такое. Таким образом, зачем мне все еще держать его при себе? С другой стороны, ты совсем другое дело. Я чувствую, что вижу твоего отца, когда смотрю на тебя. Никогда еще не было другого человека из младшего поколения, способного заставить этого старика чувствовать себя подобным образом, сказал господин Шау Цзянь. Старший, мы не возражаем против того, что вы нахваливаете Чу Фына. Однако вам следует учитывать и наши чувства тоже, не так ли? Вот именно. В этот момент кунцы и остальные высказали свое недовольство. Ха-ха-ха. Радостно рассмеялся господин Шау Цзянь. Он не стал из кожи вон лезть, чтобы хвалить кунцы и остальных. Он также не пытался утешить их. Это служило доказательством того, что господин Шау Цзянь действительно чувствовал, что талант кунцы и остальных не может сравниться с талантом Чу Фына. В противном случае он не стал бы действовать таким образом, когда он отказался бы даже сказать что-нибудь, чтобы успокоить их. Тем не менее кунцы и остальные тоже не сердились на господина Шау Цзянь из-за его поведения. Увидев способности Чу Фына, даже они сами почувствовали, что они действительно не могут сравниться с ним. Юный друг Чу Фын, ты унаследовал лучшую кровь своего отца. Таким образом, в то время как этот старик может быть не в состоянии разглядеть сущность этого предмета, ты можешь быть в состоянии сделать это. Поэтому, вместо того, чтобы держать этот предмет здесь с этим стариком, будет лучше, чтобы я передал его тебе. Кроме того, твой отец с самого начала ничем не был обязан нашей вилле божественного оружия. В конце концов, сможете ли вы получить что-либо от кладбища божественного оружия, зависит только от вас. Услышав то, что сказал господин Шау Цзянь, Чу Фын почувствовал, что в его словах был здравый смысл. Но самое главное заключалось в том, что его слегка интересовал предмет, который когда-то принадлежал его отцу. Вдобавок ко всему, господин Шау Цзянь был очень серьезен и проявлял великолепное гостеприимство. Таким образом, Чу Фын решил принять его. В таком случае этот младший сделает так, как ему говорит старший, и примет эту вещь. Спасибо, господин Шау Цзянь, сказал Чу Фын, принимая свиток. После этого короткого перерыва банкет продолжился. Точно так же, как это было в прошлом, банкет продлился 4 часа. Через 4 часа, если кто-то хотел уйти, он мог решить уйти, и никто не скажет, что они вели себя неуважительно. Из-за этого можно было бы сказать, что банкет закончился бы через 4 часа. С самого начала банкета и до самого конца, все люди Звездного поля боевого предка чувствовали себя очень радостно. С другой стороны, члены младшего поколения Звездного поля всех небес выглядели подавленными на протяжении всего времени банкета. Если бы они не оставались с целью проявить уважение, если бы они не хотели, чтобы другие говорили, что они были жалкими неудачниками, не способными смириться с поражением с изяществом, они вместо этого, вероятно, вообще не приняли бы участие бы в банкете и предпочли бы сразу уйти. Брат Чуфын, то, что ты пришел к нам, это редкое событие. Таким образом, ты должен остаться еще на пару дней. Ты этого не знаешь, но эта вилла Божественного оружия является очень веселым местом. Хотя банкет уже закончился, Кун Тиньхуэй схватил Чуфына и не позволил ему уйти. Старший брат Чуфын, твое мастерство в шахмат и практика древней эпохи просто слишком сильные. Ты должен научить меня. Научили меня тоже. Научили меня тоже. Как тебе удалось контролировать такое огромное количество шахматной силы? Лун Нин, Кун Цэ и многие другие девушки окружили Чуфына. Лица всех из них были розовыми, и они казались особенно очаровательными. Из-за алкоголя они стали гораздо смелее. Как и Кун Тиньхуэй и другие мужчины, они на самом деле также хватали и тащили Чуфына. Увидев это, мужчины Звездного поля боевого предка стали чрезвычайно завидовать Чуфыну. В конце концов, Лун Нин и Кун Цэ были святыми в их сердцах. Однако, несмотря на то, что они завидовали, они также были способны понять причину всего этого. Если бы у них были способности Чуфына, они, вероятно, также были бы в состоянии получить такого рода отношения. К сожалению, они не обладали способностями его уровня. Молодой мастер Чуфын внезапно послышался чрезвычайно приятный, но холодный голос. Этот голос привлек всеобщее внимание. Посмотрев в направление источника голоса, все присутствующие были ошеломлены. Особенно члены младшего поколения Звездного поля всех небес. Они были просто поражены. Причина этого заключалась в том, что человеком, который говорил, была Инчжуанхун. Одетая в красное платье, Инчжуанхун все еще казалась такой же красивой, как и раньше, когда она стояла перед ним. Инчжуанхун была просто слишком красивой. Даже при том, что кунцы Луннин и Сяньюн были редкими красавицами, они потеряли свое великолепие как в том, как они выглядели, так и с точки зрения ауры, который они испускали по сравнению с Инчжуанхун. Контраст был еще более заметным, когда они стояли так близко. Тем не менее, в тот момент все были больше обеспокоены не тем, кто был более красивым. Вместо этого они были больше беспокоились о том, почему Инчжуанхун, человек, считающийся красавицей номер один в Звездном поле всех небес, человек, который был даже более ледяным, чем Наньгун и Фань, внезапно заговорил с Чуфыном. «Мисс Инь, тебе что-нибудь нужно?» спросил Чуфын. «Да, не могли бы мы поговорить наедине?» спросила Инчжуанхун. Конечно, Чуфын немедленно встал, услышав эти слова. Инчжуанхун не стала выходить за пределы дворца. Вместо этого она направилась вглубь дворца, туда, где были маленькие золые комнаты отдыха, в которых можно было поговорить наедине. Чуфын последовал за ней, хотя остальным было очень любопытно узнать, о чем Инчжуанхун хотела поговорить с Чуфыном. Они вели себя очень тактично и решили наблюдать со стороны и не следовать за ними, чтобы не потревожить их двоих. Первоначально члены младшего поколения Звездного поля всех небес начали вставать со своих мест, так как банкет закончился, особенно Наньгун и Фань, которому не терпелось поскорее уйти. Однако после того, как Инчжуанхун пригласила Чуфына на приватный разговор, взгляд Наньгун и Фаня наполнился шоком. Его взгляд был прикован к тому месту, откуда они ушли. Он хотел подсмотреть, о чем именно они разговаривают. Его острый взгляд был способен видеть сквозь стены. Естественно, он также сможет увидеть Чуфына и Инчжуанхун. Он обнаружил, что после того, как Чуфын и Инчжуанхун прошли некоторое расстояние, они вошли в зал отдыха. Свист. Внезапно Чуфын поднял руку, и слой духовной силы накрыл их обоих. Это была скрывающая формация. Как только скрывающая формация появилась, даже Наньгун и Фань был не в состоянии увидеть через ней насквозь. В этот момент никто не мог видеть, что делали Чуфын и Инчжуанхун. Этот ублюдок. Грохот. Разъяренный Наньгун и Фань ударил своей ладонью вниз и разбил стол перед собой. Наньгун и Фань, что ты делаешь? Почему ты так себя ведешь, когда даже не выпил? Сердита крикнула Кун Ци. Наньгун и Фань, ты должен будешь возместить нам то, что ты разрушил. Кун Тиньхуэй был поистине бесстыдным. Он фактически потребовал компенсации от Наньгун и Фаня. Будьте уверены, я могу вам это компенсировать, Сердита сказал Наньгун и Фань. Затем он повернулся и направился к выходу из дворцового зала. Однако он сделал всего пару шагов, прежде чем развернулся и снова сел в кресло. Он направил свой пристальный взгляд туда, где находились Чуфын и Инчжуанхун. В этот момент все смогли увидеть, что Наньгун и Фань был смертельно бледным. Он был по-настоящему взбешен. Однако, несмотря на то, что он был взбешен, Наньгун и Фань сумел сдержать свой гнев, развернулся и сел обратно на свое место. Все знали о том, что он ведет себя так из-за Инчжуанхун. Увидев, что Наньгун и Фань вел себя таким образом, Кун Тиньхуэй и другие не смогли сдержать своего смеха. Хотя Наньгун и Фань был действительно лишен морального характера, он, казалось, был довольно сильно увлечен Инчжуанхун. Таким образом, все знали о том, что он был действительно разъярен в этот момент. К несчастью для него, Кун Тиньхуэй и другие просто наслаждались, видя его таким разъяренным. В то же время, внутри зала для отдыха. После того, как Чуфын создал вокруг них скрывающую формацию, он повернулся к Инчжуанхун. Чуфын хотел спросить ее о том, что ей было нужно. Однако прежде, чем он успел спросить, заговорила Инчжуанхун. Глава 3663. Оружие мирового духа. Ты знаешь, почему я пришла в Высшее Царство Девяти Драконов? Спросила Инчжуанхун. Меня это также очень интересует. Не могла бы ты мне это объяснить? Попросил Чуфын. Меня заинтересовал Святой Плащ Девяти Драконов. Однако только после того, как я пришла в Высшее Царство Девяти Драконов, я узнала о том, что Святой Плащ Девяти Драконов с Ледяной Вершиной уже был кем-то получен, сказала Инчжуанхун. Это действительно совпадение, смущенно улыбнулся Чуфын. На самом деле я также пришла сюда с определенной целью, сказала Инчжуанхун. Ты очень прямолинейна. В таком случае, какова твоя цель? Спросил Чуфын. Достигающая небес оружейная пагода виллы Божественного Оружия, сказала Инчжуанхун. Ты говоришь об этой Красной Пагоде? Спросил Чуфын. Вилла Божественного Оружия была очень большой и имела на своей территории множество зданий всех видов. Тем не менее было одно здание, которое было особенно примечательным. Это была пагода, находящаяся глубоко внутри виллы Божественного Оружия. Эта пагода была полностью красной. Мало того, что она казалась очень странной, но в ней также было несколько тысяч этажей. Эта красная пагода пронзала облака и уходила глубоко в небо. На нее было очень приятно смотреть. Кроме того, она была защищена очень мощной формацией мирового духа. Даже глаза небес Чуфына не могли видеть сквозь нее. Таким образом, даже Чуфын не знал о том, как внутри была обустроена пагода. Тем не менее красная пагода была несколько похожа на то, что описала Энчжуанхун. Именно по этой причине Чуфын подозревал, что достигающей небес оружейной пагодой была та самая красная пагода. Совершенно верно, кивнула Энчжуанхун. А что ты хочешь получить из этой пагоды? Ты же не можешь думать о том, чтобы забрать всю эту пагоду, не так ли? Спросил Чуфын с сияющей улыбкой. Энчжуанхун была просто слишком холодным человеком. Находясь рядом с ней, даже атмосфера становилась крайне тяжелой. Чуфын не любил такого рода атмосферу. Таким образом, он подсознательно начал шутить. Тебе также будет интересно то, что находится внутри этой пагоды, сказала Энчжуанхун. Правда, почему бы тебе тогда не сказать мне о том, что может находиться внутри, сказал Чуфын. Оружие для мировых духов, сказал Энчжуанхун. Оружие для мировых духов, выражение лица Чуфына изменилось, когда он услышал эти слова. Чуфын, который уже сел, немедленно встал. Конечно же, Энчжуанхун попала в цель. Если бы это было что-то другое, Чуфын, возможно, не был бы заинтересован в этом. Однако, услышав о том, что это было связано с мировыми духами, Чуфын немедленно заинтересовался, чрезвычайно заинтересовался. Чуфын знал Миледи Королеву уже очень долгое время. Миледи Королева действительно оказала ему огромную помощь. Чуфын всегда чувствовал, что он должен был ей. Именно поэтому он всегда хотел дать ей что-то взамен и выразить свою благодарность. К сожалению, он не смог найти ничего подходящего. Тем не менее, он внезапно узнал о том, что на самом деле есть оружие, которое могут использовать мировые духи. Естественно, Чуфын хотел получить его для своей Миледи Королевы. Есть множество различных видов оружия для мировых духов. Однако то, что находится внутри достигающей небес оружейной пагоды, не является обычным оружием. Это оружие было создано специально для мастером-мировым спиритистом из древней эпохи. Возможно, от этого оружия будет мало пользы, если мировые духи вернутся в свой духовный мир, но оно будет чрезвычайно полезно мировым духам в то время, когда они находятся в нашем мире боевого развития, продолжила Инчжанхун. Инчжанхун была человеком, который говорил очень мало, человеком, который обычно молчал. Чуфын знал о том, что Инчжанхун говорит так много потому, что она хотела вызвать его интерес. Инчжанхун вела себя так потому, что она хотела заручиться его поддержкой. Мне действительно это интересно. Однако поскольку оружие является собственностью Виллы Божественного Оружия, мы не можем украсть его, не так ли? Спросил Чуфын. Это оружие не принадлежит Вилле Божественного Оружия. Оно только было оставлено на Вилле Божественного Оружия другом мастера Виллы. Этот человек заявил о том, что если кто-то сможет войти в пагоду, они смогут выбрать и взять оружие в пагоде по своему желанию, сказала Инчжанхун. Разве такое вообще бывает? В таком случае, почему ты не сделала этого напрямую? Почему ты мне об этом рассказываешь? Спросил Чуфын. Я здесь в первый раз. Если говорить прямо, то это было бы довольно самонадеянно. Увидев, что твои отношения со старшим Шаутзянем довольно хорошие, я решил рассказать тебе об этом деле. Кроме того, мне также нужна твоя помощь, сказала Инчжанхун. В таком случае я пойду и спрошу об этом позже. Если все действительно обстоит так, как ты сказала, я готов сотрудничать с тобой, сказал Чуфын. Увидев, что Чуфын согласился на ее предложение, она больше ничего не сказала, а только кивнула. Затем Чуфын и Инчжанхун покинули зал отдыха и вернулись в главный дворцовый зал. Брат Чуфын, что ты сделал с мисс Синьбе? Ты даже использовал духовную формацию, чтобы скрыть вас. Может быть, Хе-хе вы двое совершили что-то постыдное? Увидев, что Чуфын вернулся, Кун Тиньхуи подбежал к Чуфыну с озорным выражением на лице. Следи за своим языком. Сразу после того, как Кун Тиньхуи закончил произносить эти слова, на него был брошен ледяной взгляд. Это был взгляд Инчжанхун. Взгляд Инчжанхун стал особенно холодным. Хотя она была прекрасной, как небесная фея, ее взгляд испугал даже такого бесстыдного человека, как Кун Тиньхуи. Мисс Синь, ты хочешь, чтобы я помог тебе преподать ему урок? Нань Гуныфань подошел к Инчжанхун. По сравнению с Инчжанхун, Нань Гуныфань имел очень ясное выражение гнева на его лице. Казалось, что он немедленно разорвет Кун Тиньхуи на части, если Инчжанхун отдаст приказ. Нет необходимости. Однако, несмотря на то, что Нань Гуныфань проявлял такую заботу о ней, Инчжанхун ответила очень холодно. Она произнесла только два слова, а затем вернулась к своему стулу и снова села. Она не собиралась уходить. Естественно, она ждала того, что Чуфэн спросит у господина Шаутзяню о достигающей небесооружейной пагоде. Кун Тиньхуи, следи за своими словами как следует. В противном случае никто не сможет тебя спасти. Несмотря на то, что Инчжанхун очень холодно ответила ему, Нань Гуныфань все еще яростно угрожал Кун Тиньхуию. И никто не сможет меня спасти. Мой брат Чуфэн стоит прямо здесь. Попробуй прикоснуться ко мне, если сможешь. Кун Тиньхуи подошел к Чуфэну и вызывающе посмотрел на Нань Гуныфаня. Хэмпэв, Нань Гуныфань хотел что-то сказать. Однако, взглянув на Чуфэна, он холодно фыркнул, махнул рукой и ушел. Чуфэн уже оставил на его сердце огромную травму. Если он не будет абсолютно уверен в победе, то, каким бы тщеславным он ни был, Нань Гуныфань не осмелится бросить ему вызов снова. Брат Кун, то, что ты сказал раньше, было действительно чрезмерным. Чуфэн посмотрел на Кун Тиньхуи с легким упреком. У меня вообще не было злого умысла. Это просто шутка. С обидой сказал Кун Тиньхуи. Как ты мог так небрежно шутить по поводу репутации и чести женщины? Если кто-то будет так шутить обо мне, сможешь ли ты это терпеть? Кун Ци подбежала и раскритиковала своего старшего брата. Твоя младшая сестра более разумная, чем ты, сказал Чуфэн. Я все понял. Я ошибся. Наконец понял свою ошибку Кун Тиньхуи. Сказав эти слова, он специально подбежал к Инчжуанхуну и извинился перед ней. Несмотря на то, что Инчжуанхун не потрудилась обратить на него внимание, Кун Тиньхуи был полон искренности в своих извинениях. Единственное, чего он не сделал, так это не опустился перед ней на колени. В конце концов, именно члены младшего поколения Звездного поля всех небес были раздражены Кун Тиньхуием и прогнали его прочь. В противном случае он, вероятно, продолжал бы беспокоить Инчжуанхун, пока она наконец не простит его. В этот момент Чуфэн подошел к господину Шауцзяню. Чуфэн не хотел ходить вокруг да около. Таким образом, он прямо спросил господина Шауцзяня о достигающей небесоружейной пагоде. Достигающая небесоружейная пагода? Юный друг Чуфэн, почему ты внезапно упомянул об этом деле? Ты же не можешь быть заинтересован в этой достигающей небесоружейной пагоде, не так ли? Господин Шауцзянь был не только удивлен услышав то, что сказал Чуфэн, но и улыбка на его лице стала серьезной. В его глазах также можно было заметить след сопротивления, когда он смотрел на Чуфэна. Это заставило сердце Чуфэна напрячься. Он был в состоянии сказать о том, что господин Шауцзянь, казалось, не хотел, чтобы Чуфэн вошел в достигающую небесоружейную пагоду. Глава 3664. Опасная достигающая небесоружейная пагода. По правде говоря, этот младший действительно очень заинтересован. Я слышал, что в достигающей небесоружейной пагоде есть оружие, которым могут пользоваться мировые духи. Мой мировой дух в настоящее время не обладает таким оружием, сказал Чуфэн. Господин Шауцзянь вздохнул. Юный друг Чуфэн, дело не в том, что этот старик запрещает тебе войти в нее, просто достигающая небесоружейная пагода слишком опасная. Она опасная? Услышав эти слова, выражение лица Чуфэна изменилось. Первоначально эта достигающая небесоружейная пагода была местом, в котором наша вилла божественного оружия хранила наше оружие. Позже, во времена третьего мастера нашей виллы божественного оружия, у него был друг, который пришел на нашу виллу божественного оружия. Первоначально друг нашего мастера виллы случайно обнаружил пережиток древней эпохи. Он получил сокровища, оставленные после себя мастером-мировым спиритистом древней эпохи из этого остатка. Эти сокровища были оружием, специально созданным для мировых духов с использованием специальных материалов и специальных методов. Каждое оружие было создано с использованием как материалов из нашего мира боевого развития, так и семи духовных миров. Говорят, мировые духи были способны высвободить великую силу, если бы они использовали это оружие в мире боевого развития. Обычно все это оружие было бы бесценным сокровищем. Однако случилось так, что друг нашего мастера виллы не был скупым человеком. Он прибыл на нашу виллу божественного оружия, и после обсуждения с нашим мастером виллы он принял решение поместить все это оружие в нашу достигающую небесоружейную пагоду. Кроме того, он оставил очень мощную духовную формацию вокруг пагоды. Он заявил о том, что, независимо от того, кто бы это ни был, если кто-то сможет пробиться сквозь созданную им духовную формацию и войти в пагоду, он сможет выбрать внутри оружие по своему желанию. К сожалению, по прошествии стольких лет не нашлось никого, кто был способен прорваться через эту духовную формацию. Никто не смог войти в достигающую небесоружейную пагоду. Даже люди с нашей виллы божественного оружия не смогли войти в нее. Одно дело, если бы просто не было возможности прорваться через духовную формацию. Однако эта достигающая небесоружейная пагода на самом деле обладает великой убийственной формацией. Если кто-то приблизится к достигающей небесоружейной пагоде, этот человек будет немедленно атакован этой убийственной формацией. Поскольку эта убийственная формация чрезвычайно мощная, человек будет либо убит, либо ранен, если он приблизится к ней. Не говоря уже о посторонних, даже наша вилла божественного оружия понесла большие потери из-за этой убийственной формации. Позже достигающая небесоружейная пагода стала считаться запретной зоной, и никому больше не разрешалось приближаться к ней, сказал господин Шаутзянь. А разве такое бывает? Услышав все это, Чуфын понял, почему господин Шаутзянь был против того, чтобы позволить ему войти в достигающую небесоружейную пагоду. Оказалось, что достигающая небесоружейная пагода была очень опасным местом. Чуфын, господин Шаутзянь не лжет тебе. Это место действительно очень опасное. Ранее старший из нашего королевского города божественного тела пытался прорваться через эту духовную формацию. В конце концов, он не только не прорвался через нее, но даже почти потерял свое развитие в этом процессе. Потребовалось больше тысячи лет, чтобы вылечить его. Однако даже сейчас ему все еще не удалось восстановить развитие, которое он имел в то время. Ты должен знать, что этот мой старший был пиковым экспертом сферы возвышенного. Он был человеком, который изначально был способен стать экспертом сферы самого возвышенного. Это из-за той проклятой пагоды он в конечном итоге разрушил свои будущие перспективы. Кунцы подошла и предупредила Чуфына об опасности достигающей небесоружейной пагоды. Кроме того, она жаловалась, когда рассказывала о том, что произошло с ее старшим. Когда даже пиковый возвышенный не может прорваться через духовную формацию, разве это не означает, что друг мастера Виллы был необыкновенным человеком? Спросил Чуфын. На самом деле наш мастер Виллы встретил своего друга только случайно. Он даже не знает имени этого человека. Тем не менее этот человек действительно обладал непостижимой силой. Кстати говоря, этот человек был очень странным экспертом, сказал господин Шауцзянь. Именно в этот момент Инчжуанхун внезапно встала и заговорила. «Старший, до тех пор, пока вы позволите Чуфыну и мне попытаться войти в пагоду, я готова согласиться на все условия». Услышав ее слова, все пришли к внезапному осознанию. То, о чем Инчжуанхун ранее говорила с Чуфыном наедине, было, скорее всего, связано именно с этим вопросом. Иначе Чуфын не стал бы внезапно поднимать эту тему, а Инчжуанхун не была бы так в ней заинтересована. «Мисс Инь, если вы двое будете настаивать на том, чтобы войти в пагоду, этот старик не остановит вас. Тем не менее этот старик действительно не хочет, чтобы вы двое решили пойти на такой риск. Учитывая ваш талант, ваши будущие перспективы неоценимы. Нет никакой необходимости брать на себя такой риск из-за оружия для мировых духов, не так ли?» Сказал господин Шауцзянь. «Согласно тому, что сказал старший, означает ли это, что старший не остановит меня, если я решу отправиться в пагоду?» Спросил Инчжуанхун. «Я этого не сделаю», — покачал головой господин Шауцзянь. «Чуфын, я иду. Что насчет тебя?» Инчжуанхун перевела свой пристальный взгляд на Чуфына. «Я тоже пойду», — сказал Чуфын. «Брат Чуфын, ты что, с ума сошел? Вам рассказали обо всех этих несчастных событиях, почему вы все еще настаиваете на том, чтобы пойти на такой риск?» «Чуфын, если тебе нужно оружие для твоего мирового духа, мы можем придумать другие методы, чтобы найти его для тебя. Просто нет необходимости настаивать на том, чтобы бросить вызов достигающей небесоружейной пагоде. Это действительно не то место, куда следует входить людям». Верно. «Одно дело, если бы ты решил рискнуть потому, что там есть сокровище развития. Однако то, что там находится, является всего лишь оружием для мировых духов». Кун Тиньху и кунцы немедленно подошли к Чуфыну, чтобы отговорить его от вхождения в пагоду. «Хотя есть много оружия, которые могут использовать мировые духи, оружие снаружи не может сравниться с тем, которое содержится в достигающей небесоружейной пагоде», — сказала Эньчжуанхун. Услышав эти слова, Чуфын почувствовал еще большее искушение. «Старший, я надеюсь на ваше понимание». Внезапно Чуфын почтительно поклонился господину Шаудзяну. Он выражал свое искреннее желание отправиться к достигающей небесоружейной пагоде. Господин Шаудзянь тяжело вздохнул. Затем он сказал, «Поскольку все обернулось подобным образом, этот старик может только надеяться на то, что вы двое сможете сделать то, что было невозможно для других, и успешно войти в достигающую небесоружейную пагоду». «Спасибо, что согласились на это», — старший, Чуфын сжал кулак, чтобы выразить свою благодарность. Несмотря на то, что практически никто не хотел, чтобы Чуфын и Инчжуанхун рисковали подобным образом, никто не был в состоянии остановить их обоих, обладающих такой решимостью. «Посже господин Шаудзянь привел Чуфына и остальных к достигающей небесоружейной пагоде. Господин Шаудзянь не лгал. Это место действительно считалось запретной зоной. Оно было защищено очень мощной запечатывающей формацией. Эта запечатывающая формация была не просто техникой мирового духа. Вместо этого она содержала в себе силу сокровищ. Таким образом, даже святому мировому спиритисту, такого как Чуфын, пришлось бы потратить довольно много времени, если бы он хотел прорваться через нее. Таким образом, без специального ключа духовной формации было бы очень трудно войти в эту область. В этот момент господин Шаудзянь уже открыл вход духовной формации с помощью ключа духовной формации. Юный друг Чуфын, мисс Сынь, смотрите внимательно. У основания этой пагоды до сих пор лежат скелеты. Еще не поздно передумать, господин Шаудзянь указал на достигающую небесооружейную пагоду. Чуфын смог увидеть, что около пагоды действительно лежало много скелетов. Некоторые из этих скелетов были разрезаны на куски, некоторые были обуглены до черноты, а некоторые имели признаки поражения молнией. Было видно, что эти люди довольно много страдали перед своей смертью. Самое главное заключалось в том, что там было довольно много скелетов. Конечно же, господин Шаудзянь не лгал им. Достигающая небесооружейная пагода была действительно очень опасной. Кроме того, многие люди уже потеряли из-за нее свои жизни. «Пока ты будешь делать то, что я говорю, я гарантирую, что ты сможешь войти внутрь», — сказала Энчжуэн Хун Чуфыну. Она была чрезвычайно уверена в себе, когда произносила эти слова. Чуфын мог сказать, что она не шутила вокруг. Кроме того, она была не из тех, кто любит шутки. Таким образом, она совершенно определенно знала способ проникнуть в достигающую небесооружейную пагоду. Глава 3665. Святая дочь Инчжуэн Хун. «Делать так, как ты говоришь, да ты кем себя возомнила?» Чуфын является святым мировым спиритистом, разве не ты должна слушать его указания вместо этого? Кунцы и остальные очень неодобрительно отнеслись к словам Инчжуэн Хун. Они чувствовали, что она просто хотела получить выгоду от Чуфына. Поэтому, когда она так уверенно произнесла эти слова, Кунцы и все остальные были очень недовольны ее манерой поведения. Тем не менее Инчжуэн Хун полностью проигнорировала Кунцы и остальных, а затем сразу вошла в эти врата духовной формации. Чуфын немедленно последовал за ней. «Удивительно, но после того, как они вдвоем прошли через врата духовной формации и вошли в запретную зону, за ними последовал еще один человек. Это был Нань Гуныфань. Почему ты последовал за нами сюда?» Спросила Инчжуэн Хун Нань Гуныфаня. Ее тон был очень холодным. В ее голосе даже слышалось раздражение. «Мисс Сынь, я, Нань Гуныфань, определенно не боюсь смерти. Поскольку ты планируешь войти в достигающую небес оружейную пагоду, я, Нань Гуныфань, буду сопровождать тебя. Я не боюсь того, что ты умрешь. Я только боюсь, что ты станешь помехой. Не иди за мной». Отношение Инчжуэн Хун стало еще более холодным, а ее тон стал очень мерзким. Она даже подошла к Чуфыну и начала говорить с ним. В этот момент выражение лица Нань Гуныфаня стало еще более уродливым. Если бы Инчжуэн Хун публично оскорбила кого-то подобным образом, это вызвало бы недовольство у кого угодно. Кроме того, в то же самое время, когда она оскорбила Нань Гуныфаня, она даже вела себя так близко с Чуфыном. Естественно, это заставило бы Нань Гуныфаня чувствовать себя очень недовольным. Именно в этот момент послышался голос господина Шаудзяня. «Юный друг Нань Гуныфань, тебе лучше вернуться. Это место не является таким местом, которому ты можешь бросить вызов». Когда возникла такая ситуация, Нань Гуныфань очень смутился. Однако, похоже, он уже привык к такому смущению. В конце концов, по сравнению с унижением, причиненным ему Чуфыном в шахматной формации и во время их сражения, это было вообще ничем. Таким образом, Нань Гуныфань с мрачным видом вернулся назад. Именно в этот момент человек из Звездного поля всех небес злобно заговорил. «Эта женщина действительно порочная. Так как она отказывается слушать советы, то пусть лучше она там и умрет». Он пытался заступиться за Нань Гуныфаня. Взрыв. У-у-у-эх. Однако сразу после того, как его слова были произнесены, он был отправлен в полет. Когда он приземлился, все его кости были сломаны, а тело покрыто кровью. Он был серьезно ранен. Это было сделано Нань Гуныфаним. Нань Гуныфань послал вперед удар ладонью, который причинил ему серьезные ранения. «Я не желаю, чтобы кто-либо дурно отзывался о миссинь. Если я еще раз услышу нечто подобное, даже если вы принадлежите к той же секте, что и я, я все равно не проявлю милосердия». Нань Гуныфань вовсе не шутил. Все были способны почувствовать его намерение убийства. Увидев Нань Гуныфаня таким, даже Кун Тиньхуэй, который изначально насмехался над ним, перестал смеяться. Не то чтобы он боялся того, что Нань Гуныфань нападет на него. Вместо этого он был просто удивлен, обнаружив, что Нань Гуныфань на самом деле был настолько сильно увлечен Инчжуанхун. Это разрушило его впечатление о нем в самом. Грохот. Именно в этот момент раскатистый гром раздался из достигающей небесоружейной пагоды. Из достигающей небесоружейной пагоды появилась молния, которая вскоре покрыла огромную площадь. Кроме молний были резкие ветры и огненное пламя. Каждая из этих сил была чрезвычайно сильной. Эти силы были собраны в одном месте и полностью поглотили Чуфына и Инчжуанхун. Боже мой, разве это вообще можно назвать духовной формацией? Да это просто чистилище. Увидев силы, высвобожденные достигающей небесоружейной пагодой, все люди, находящиеся за ее пределами, были в ужасе. Цвет лица всех из них изменился от страха. Особенно у Кунтиньхуя и остальных. Они всех мурились, и очень беспокоились за Чуфына. Черт побери, эти двое просто слишком бросают вызов небесам. Вскоре беспокойство на лицах людей сменилось восхищением. Несмотря на то, что пламя, молнии и резкий ветер были очень страшными, они не мешали людям наблюдать за развитием ситуации внутри формации. Таким образом, до тех пор, пока присутствующие люди решали активировать свои наблюдательные способности, они смогут видеть ситуацию внутри. В этот момент все смогли увидеть Чуфына и Энчжуанхун. Они обнаружили, что они двое действительно обнаружили место, не охваченное этими ужасающими силами. Казалось, что они сумели проследить за атаками великой формации и изобретательно избегали их всех. Несмотря на то, что приблизиться к достигающей небесоружейной пагоде, избегая безостановочных ужасающих атак, было очень трудно, они действительно приближались к достигающей небесоружейной пагоде. Кроме того, что самое удивительное заключалось в том, что они смогли совершить такой подвиг не из-за Чуфына. Скорее это произошло из-за Энчжуанхун. Она схватила Чуфына и, избегая атак формации, приближалась к пагоде. Чуфын, с другой стороны, ничего не сделал. Он сложил ладони вместе и закрыл глаза. Казалось, он просто заснул. Я действительно недооценил эту Энчжуанхун. Никогда бы я не подумала, что она настолько могущественная. Кун Ци, которая раньше смотрела на Энчжуанхун свысока, ахнула от восхищения. Хэмпэв, этот Чуфын действительно недостоин быть святым мировым спиритистом. Он действительно должен полагаться на кого-то из нашего звездного поля всех небес после входа в это место. Его репутация действительно незаслуженная. Верно. Учитывая то, с какой уверенностью он действовал ранее, я думал, что он обладал огромным мастерством. Оказывается, он на самом деле не более чем мусор. Бэйнло и другие члены младшего поколения звездного поля всех небес начали оскорблять Чуфына. Не слишком ли рано говорить такие вещи? Будет лучше, если вы все продолжите наблюдать, чтобы увидеть то, как именно все будет продолжаться. Именно в этот момент послышался голос господина Шаутзяня. Он говорил в пользу Чуфына. После того, как он заговорил, члены младшего поколения звездного поля всех небес закрыли свои рты. Тем не менее многие люди закатили глаза на господина Шаутзяня. Они не поверили его словам. Вместо этого они чувствовали, что он был просто заступался за Чуфына. Их реакция была вполне понятна. В конце концов, господин Шаутзяня очень открыто выразил свое расположение к Чуфыну. Инчжуанхун постепенно приближалась к пагоде. Каждый ее шаг позволял ей искусно уклоняться от атак. Если бы она сделала хоть один неверный шаг, то, несомненно, умерла бы, так как пламя, молния и ветер были очень сильными. Когда даже пиковый эксперт сферы возвышенного будет серьезно ранен, если он будет поражен ими, Чуфын и Инчжанхун, учитывая их развитие, несомненно, будут убиты. Таким образом, несмотря на то, что Инчжуанхун искусно избегала атак, большинство собравшихся все еще были очень обеспокоены. В конце концов, если бы они сделали хоть один неверный шаг, то были бы немедленно убиты. Никто из присутствующих не сможет их спасти. Однако по прошествии часа Инчжуанхун на самом деле не сделала ни одного неверного шага. Более того, они смогли подойти к достигающей небесоружейной пагоде. Удивительно, пугающе удивительно. Никогда бы я не подумал, что Инчжуанхун может быть такой выдающейся. Может ли она также быть святым мировым спиритистом? Независимо от того, как она это сделала, все еще остается, что она это сделала. Она добилась того, чего не смог достичь даже пиковый эксперт сферы возвышенного. Сначала я думал, что она всего лишь симпатичная девушка, которая приобрела свою репутацию благодаря красоте. Никогда бы я не подумал, что действительно недооценил ее. Святая дочь секты красной одежды высшего царства перерождения Инчжуанхун действительно обладает некоторыми способностями. Даже кунцы и другие члены младшего поколения звездного поля боевого предка хвалили Инчжуанхун без остановки. Она действительно заставила их по-новому относиться к себе. Что-то не так. Инчжуанхун не может войти в достигающую небесоружейную пагоду. Вскоре кто-то обнаружил, что Инчжуанхун не смогла войти в достигающую небесоружейную пагоду, даже подойдя к ней. Она все еще избегала концентрированных атак. Похоже, у нее даже возникли некоторые трудности. Она не сможет продержаться долго. Глава 3666. Только одно оружие. А нет. Если они не смогут войти, это будет бесполезно, даже если им удастся приблизиться к пагоде. Увидев, как развивалась ситуация, сердца многих людей напряглись, и нервозность заполнила их взгляды. Было много людей, которые так нервничали, что крепко сжимали кулаки и обливались холодным потом. Чем ближе Чуфен и Инчжуанхун подходили к достигающей небесоружейной пагоде, тем более концентрированными становились ошеломляющие атаки. Таким образом, несмотря на то, что Инчжуанхун была в состоянии уклониться от атак, выполнить это было очень сложно. Все действительно опасались того, что если бы это продолжалось, она сделает ошибку и приведет Чуфена к вратам смерти вместе с собой. Однако, как ни странно, именно в этот момент Инчжуанхун и Чуфен начали излучать ослепительный свет. Если быть точным, это Чуфен излучал ослепительный свет. Этот свет исходил из ладони Чуфена. Более того, этот свет содержал в себе огромную силу. Сила, заключенная в этом свете, на самом деле состояла из молнии, клинков ветра и пламени. Если я не ошибаюсь, то разве Чуфен не держит в своей руке силу достигающей небесоружейной пагоды? Внезапно все пришли к неожиданному выводу. Грохот. Прежде чем все присутствующие успели подумать об этом, Чуфен направил свою ладонь вперед. Сила, содержащая молнию, клинки ветра и пламя, превратилась в столб света, который устремился прямо к достигающей небесоружейной пагоде. Грохот. Послышался громкий звук, и в достигающей небесоружейной пагоде был насильственно создан вход. В тот момент, когда появился вход, Чуфен и Инчжуанхун влетели в него. После того, как они двое вошли внутрь, стена, которая была явно разрушена, чудесным образом восстановилась. В то же время убийственная формация, которая до этого безостановочно совершала атаки на Чуфена и Инчжуанхун, начала рассеиваться. Достигающая небесоружейная пагода вернулась к своему прежнему виду. Даже следы на земле, оставленные ожесточенными нападениями, исчезли. Как будто ничего и не произошло, как будто той опасной сцены, которая произошла раньше, вообще не происходило. Однако у всех присутствующих, включая господина Шаутзяня, на лицах застыло выражение шока. В этот момент они никак не могли успокоиться. Господин Шаутзянь, если я не ошибаюсь, Чуфен, кажется, использовал силу убийственной формации достигающей небесоружейной пагоды, чтобы разрушить достигающую небесоружейную пагоду, не так ли? Кун Тиньху и другие представители младшего поколения посмотрели на господина Шаутзяня. Это действительно так, сказал господин Шаутзянь. Это действительно была сила достигающей небесоружейной пагоды. Но как он это сделал? Все удивились еще больше. Даже люди из звездного поля всех небес направили свои взгляды в сторону господина Шаутзяня. Это было сделано благодаря духовной формации. Юный друг Чуфен использовал специальную формацию, чтобы поглотить силу убийственной формации, чтобы он мог использовать ее сам. Более того, он начал поглощать эту силу с того момента, как ступил в великую убийственную формацию, сказал господин Шаутзянь. В таком случае, это означает, что Чуфен не отдыхал. Вместо этого он собирал силу убийственной формации для последующего прорыва в достигающую небесоружейную пагоду, спросила Кун Ци. Это действительно так? Таким образом абсолютно никто не может смотреть свысока на святых мировых спиритистов. Хотя святой мировой спиритист может быть слабее боевого практика в битве чистой боевой силы, то, что может сделать святой мировой спиритист при помощи своей духовной силы, намного превосходит то, что может сделать боевой практик. Когда господин Шаутзянь произнес эти слова, он намеренно взглянул на членов младшего поколения звездного поля всех небес, которые ранее оскорбляли Чуфена. Он намеренно пытался заставить этих членов младшего поколения звездного поля всех небес понять то, насколько они невежественные. В этот момент все члены младшего поколения звездного поля всех небес выглядели смущенными. После того, как господин Шаутзянь бросил на них такой взгляд, их смущение усилилось. Правда была у них перед глазами. Даже они знали о том, что недооценили Чуфена. В этот момент Чуфен и Инчжуанхун вошли в достигающую небесооружейную пагоду. Чуфен держал в руки камень. Хотя его духовная сила святого уровня, несомненно, внесла большой вклад в то, что он смог поглотить силу великой убийственной формации. Истинной причиной, по которой он был способен на этот подвиг, был этот камень. Этот камень казался совершенно непримечательным. Тем не менее он был способен хранить мощь великой убийственной формации. Что касается этого камня, то это было что-то, что Инчжуанхун вложила в руку Чуфена, когда она шептала ему на ухо. Кроме того, Чуфен обнаружил, что глаза Инчжуанхун были очень необычными. Она, скорее всего, не принадлежала к числу святых мировых спиритистов. Тем не менее она была в состоянии видеть насквозь все атаки великой убийственной формации. Видеть насквозь атаки великой убийственной формации было совершенно определенно не тем, что можно было бы сделать просто при наличии сильного развития. Вместо этого нужно было владеть специальными техниками. Так как Чуфен был святым мировым спиритистом и обладал глазами небес, он, естественно, также был способен видеть насквозь атаки из великой убийственной формации и отыскать безопасный путь. Однако даже если бы он был тем, кто прокладывал путь, он был бы, в самом лучшем случае, только в состоянии сделать то, что сделала Инчжуанхун. Для него было бы невозможно избежать атак лучше, чем это сделала она. Тем не менее Инчжуанхун явно не была святым мировым спиритистом. Таким образом, Чуфен был уверен в том, что причина, по которой она была способна на такой подвиг, заключалась в ее глазах. Хотя он не мог обнаружить ничего особенного в ее глазах, Чуфен был в состоянии сказать о том, что ее глаза определенно отличались от глаз обычных людей. У нее была пара особенных глаз. Похоже, что у тебя есть довольно много секретов. Чуфен вернул камень Инчжуанхун. Инчжуанхун приняла камень от Чуфена. Затем, со звуком щелчка, она раздавила его. Одна из старших моего клана пытался проникнуть в это место. Хотя она в конечном итоге потерпела неудачу, ей удалось определить слабость этой формации. Если кто-то хочет войти в достигающую небесоружейную пагоду, он может сделать это только при помощи абсолютной силы или силы достигающей небесоружейной пагоды. Таким образом, по возвращении она немедленно начала собирать материалы, и после тщательных приготовлений в течение многих лет старшая создала этот камень. К сожалению, после того, как она закончила создавать камень, она умерла от истощения. Что касается камня, то его можно использовать только один раз, сказал Инчжуанхун. Но это же не значит, что ты должна его уничтожить, не так ли? Ты можешь оставить его себе на память, сказал Чуфен. Это было последнее желание моей старшей. Она приказала уничтожить камень после того, как он будет использован. Сказав эти слова, Инчжуанхун развеяла пыль от камня по земле. На самом деле, по сравнению с этим камнем, мне больше интересны твои глаза, сказал Чуфен. Услышав эти слова, Инчжуанхун впилась в Чуфена взглядом. В этот момент человек, стоящий перед Чуфеном, больше не был волшебной и подобной небесной феей-красавицей. Напротив, это было ужасное существо. Она не была ни чудовищем, ни демоном. Однако она была настолько ужасной, что даже сердце Чуфена задрожало от страха. Тем не менее, это чувство длилось лишь мгновение. Когда Чуфен снова посмотрел на Инчжуанхун, он обнаружил, что она снова стала холодной и безразличной. Ее взгляд стал совершенно нормальным. Он не мог обнаружить в ней ничего странного. Тем не менее, подавляющее давление, которое он чувствовал ранее, было твердо запечатлено в его сердце. Кроме того, Чуфен был уверен в том, что огромное давление исходило от глаз Инчжуанхун. У каждого есть свои секреты. У тебя тоже есть секреты, холодно сказал Инчжуанхун. Услышав эти слова, Чуфен развел руками и пожал плечами. То, что она сказала, было действительно правильно. У всех были свои секреты. У Чуфена тоже были свои секреты. Кроме того, он не позволит, чтобы его секреты стали легко известны другим людям. Извини, я был бестактным, сказал Чуфен извиняющимся тоном. Инчжуанхун не стала тратить время на дальнейшие разборки с Чуфеном. Вместо этого она перевела взгляд на окружающую обстановку. Чуфен фактически уже осмотрел их окрестности. В настоящее время они находились на первом этаже достигающей небес оружейной пагоды. На первом этаже не было ни одного оружия. Если быть точным, на первом этаже не было ничего, кроме одной вывески, установленной в центре этажа. На вывеске были написаны несколько внушающих благоговейный трепет слов. В пагоде можно выбрать только одно оружие. Эта фраза была простой и понятной. Она твердо говорила Чуфену и Инчжуанхун о том, что им не разрешалось брать больше одного оружия. Глава 3667. Грань бога смерти. Мне казалось, что мы можем выбрать любое оружие, какое захотим. Почему же теперь нам говорят о том, что мы можем выбрать только одно? Это, кажется, отличается от того, что нам сказали, сказал Чуфен. Одного оружия достаточно, произнеся эти слова, Инчжуанхун подошла к лестнице и начала подниматься на второй этаж. Увидев это, Чуфен поспешно последовал за ней. На втором этаже все еще было очень пусто. Тем не менее в центре второго этажа был расположен клинок. Клинок, казалось, был выкован из стали и казался очень острым. У этого острого клинка было превосходное качество изготовления. Однако он не оказал бы никакой помощи боевым практикам. Тем не менее, если бы он был передан в руки мирового духа, он значительно увеличил бы его боевую силу. Это действительно работа мастера мирового спиритиста, восхищенно вздохнул Чуфен. Даже при том, что он был святым мировым спиритистом, Чуфен все еще не мог выковать такое оружие. Инчжуанхун только взглянула на второй этаж, прежде чем продолжить подниматься наверх. Что касается Чуфена, то, задыхаясь от восхищения, он тоже продолжил подниматься на верхние этажи. По мере того, как они продолжали подниматься, Чуфен и Инчжуанхун обнаружили, что на каждом этаже достигающей небес оружейной погоды было оружие. Более того, чем выше они поднимались, тем лучше становилось оружие. В такой ситуации Чуфен и Инчжуанхун решили не утруждать себя осмотром оружия на каждом этаже, и решили продолжать подниматься по лестнице без остановки. Стоит отметить, что в достигающей небес оружейной погоды было в общей сложности 8765 этажей. Когда оружие на втором этаже уже было превосходного качества, можно было очень хорошо представить себе, насколько ценным будет оружие на верхнем этаже. Однако после того, как Чуфен и Инчжуанхун достигли 101 этажа, они обнаружили, что что-то было не так. Оружие на 101 этаже было не просто немного лучше, чем на 100 этаже, но его качество было просто на совершенно другом уровне. Однако, в то время как оружие с 1 по 100 этаж можно было получить просто пожелав этого, все оружие, начинавшее появляться начиная со 101 этажа, находилось под защитой духовных формаций. Чтобы получить оружие, нужно было прорваться через духовную формацию. Было сказано, что можно получить любое желаемое оружие, но оказывается, что мы можем получить только одно оружие. Кроме того, теперь нам нужно прорваться через духовную формацию, чтобы получить оружие. Похоже, что эти слухи действительно не заслуживают доверия, Чуфен вздохнул. Я считаю, что это очень разумно. В противном случае, если кто-то придет сюда и решит забрать все оружие, как именно люди в будущем смогут его получить? Если человек может получить оружие, соответствующее его возможностям, я считаю, что это довольно уместно, сказал Инчжуанхун. Я просто вздыхаю по этому поводу. Я никогда не говорил, что это неуместно, сказал Чуфен. Затем Инчжуанхун и Чуфен продолжили подниматься по пагоде. Без сомнения, чем выше они поднимались, тем лучше становилось оружие. Однако духовные формации, защищающие оружие, также становились все более и более мощными. Первоначальные духовные формации были просто пустыми оболочками для Чуфена. Однако духовные образования, с которыми они столкнулись позже, были таковы, что ему нужно будет потратить время, чтобы прорваться через них. Особенно это касалось формации на 8764 этаже. Духовная формация вокруг оружия на этом этаже была чрезвычайно опасной. Она была во много раз опаснее, чем великая убийственная формация за пределами достигающей небес оружейной пагоды. Прорыв через эту защитную формацию был, безусловно, нелегкой задачей. Нужно было подойти к прорыву формации с максимальной серьезностью. Тем не менее оружие, охраняемое этой духовной формацией, было оружием высочайшего качества. Это был меч. Меч был полностью золотым и выглядел чрезвычайно изысканно. Хотя он и не казался очень внушительным с виду, но очень отчетливо излучал ауру правителя. Этот меч был королем среди других видов оружия. У других оружей пагоды, какими бы выдающимися они ни были, у них не было названия. Что касается этого меча, то это было оружие, которое имело название. Это было единственное оружие с названием, с которым Чуфен сталкивался до сих пор. Этот меч назывался императорский меч преисподней. Чуфен видел множество оружия, которое ему понравилось, пока они поднимались наверх. Однако как только он увидел этот меч, все остальное оружие сразу же вылетело у него из головы. Чуфен чувствовал, что если бы ему было поручено принять решение в этот момент, он определенно выбрал бы императорский меч преисподней. Похоже, что ты тоже испытываешь искушение. Чуфен посмотрел на Инчжуанхун. Он обнаружил, что ее взгляд все еще был прикован к императорскому мечу преисподней. А что касается того, выберу я это оружие или нет, то сначала мы должны осмотреть последний этаж. Сказав эти слова, Инчжуанхун начала подниматься на верхний этаж. Увидев это, Чуфен последовал за ней. Он был чрезвычайно взволнован. Когда императорский меч преисподней уже был способен искушать его подобным образом, каким же качественным оружием будет последнее оружие. Это, наконец, Чуфен и Инчжуанхун прибыли на верхний этаж, достигающий небес оружейной пагоды. Когда он вошел на верхний этаж, Чуфен стоял там, ошеломленный. Выражение его лица и взгляд полностью выдавали его текущие эмоции и бесконечное волнение. Перед Чуфеном был огромный изогнутый клинок. Большая часть клинка была черной. Однако грань лезвия был более темного черного цвета. Он был странным, властным и несравненно острым. Даже императорский меч преисподней, который располагался этажом ниже, казался гораздо более блеклым по сравнению с этим изогнутым клинком. Но самое главное заключалось в том, этот черный изогнутый клинок очень подходил Миледи Королеве. Даже его название очень соответствовало ей. Этот клинок назывался Грань Бога Смерти. В этот момент Чуфен решил, что он получит этот черный изогнутый клинок. Вот этот. Однако именно в этот момент послышался голос Инчжуанхун. Девочка, императорский меч преисподней, который располагается этажом ниже, больше подходит для твоего мирового духа, сказал Чуфен. Я же сказала, что возьму вот этот. Если ты тоже этого хочешь, тогда тебе придется бороться со мной за него своими навыками, сказала Инчжуанхун. По правде говоря, это благодаря тебе я могу войти в это место. По логике вещей, я должен был бы уступить тебе. К сожалению, мне просто слишком нравится это оружие. Так что я сделаю так, как ты говоришь, и буду сражаться с тобой, используя свои навыки. Чуфен перевел свой пристальный взгляд. На этот раз его взгляд был уже не на грани Бога Смерти. Вместо этого он был на защитной формации вокруг грани Бога Смерти. В то время как другие духовные формации были очень сложными, эта духовная формация была очень простой. Это была округлая духовная формация. Она была похожа на духовную, созданную из воды. Однако она была наполнена едва заметными вспышками молний. Короче говоря, по сравнению с другими защитными формациями, эта защитная формация сильно отличалась. Грань Бога Смерти была расположена прямо внутри нее. Зы-зы-зы-зы-зы-зы-зы-зы-зы-зы-зы-зы. Именно в этот момент внутри защитной формации внезапно появилась фигура. Это был старик. Внешность этого старика была довольно расплывчатой. Никто просто не мог разглядеть его лица. После того, как старик появился, он вышел из защитной формации. Затем он сказал, эта формация не может быть прорвана. Вам просто нужно войти в нее, чтобы забрать оружие. Так просто, спросил Чуфын. Ты можешь почувствовать его силу сначала. Старик проигнорировал Чуфына и продолжил говорить. Произнеся эти слова, старик ввел свою руку в защитную формацию. Затем он мягко щелкнул пальцем. Пупу из защитной формации выплыли две капли размером с ноготь. Похоже, эти штуки очень опасные. Чуфын осознал опасность этих двух капель. В конце концов, именно они были той силой, которая заполняла защитную формацию. Однако после того, как он произнес эту фразу, он протянул руку и схватил одну из капель. Глава 3668. Сильная воля. Зызызызызызызызызызызызызызы. В тот момент, когда Чуфын схватил каплю, молния, видимая невооруженным глазом, появилась на его ладони и вскоре покрыла все его тело. Подобно мириадам клинков, молния двигалась по всему телу Чуфына. Из-за огромной боли, вызванной перемещающейся молнией, Чуфын даже не смог твердо стоять. Вскоре он потерял равновесие и упал на землю. Однако боль была просто слишком сильной. После падения Чуфын начал кататься из стороны в сторону по земле. Увидев реакцию Чуфына, тень сомнения появилась во взгляде Инчжуанхун. Она не поверила Чуфыну. Она чувствовала, что было вполне возможно, что он притворялся, что ему больно, чтобы обмануть ее, чтобы она отступила. Таким образом, Инчжуанхун тоже вышла вперед и схватила другую каплю. Как только она схватила каплю, то поняла, что ошиблась. Чуфын не обманывал ее. Как и Чуфын, Инчжуанхун также была покрыта молнией. Затем она также не смогла удержать равновесие и упала на землю. Ее необыкновенно красивое лицо было чрезвычайно искажено. Было видно, что она испытывала сильную боль. Такая болезненная ситуация продолжалась довольно долго, пока наконец не улучшилась. После того, как боль утихла, и Чуфын, и Инчжуанхун стали чрезвычайно слабыми и задыхались. Инчжуанхун подняла голову и посмотрела на защитную формацию вокруг грани бога смерти. В ее холодных глазах мелькнула тень страха. Не то чтобы она была трусихой. Вместо этого просто боль, которую она почувствовала ранее, была просто слишком свежа в ее памяти. Она не хотела снова терпеть эту боль. Топ-топ к ее удивлению, прямо в этот момент Чуфын не только встал, но и начал приближаться к защитной формации. Увидев, что Чуфын не сдался, Инчжуанхун сказала. Ты сошел с ума? Шок наполнил ее лицо, поскольку она лично испытала силу этой защитной формации. Одна единственная капля уже смогла довести ее до состояния, близкого к коллапсу. Если бы кто-то погрузился в защитную формацию, то чтобы это была за ужасная пытка. Одна только мысль об этом за...